Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет Роман Глушков «Холодная кровь» читает Олег Шубин Глава первая Кордон не зря считается визитной карточкой зоны, которую она нахально тычет в нос каждому пересекшему периметр зеленому сталкеру. Дескать, вот она какая зона, а здесь то, что она может предложить вам для ознакомления из своих образцов. Будьте осторожны, прямо перед вами коварная аномалия. Не видите? Уж поверьте, она там точно есть. А не верите, так проверьте. Или слабо. В ближайшей ложбинке парочка не слишком ценных артефактов, а вон там, возле заброшенной фермы, злобные, тупые и вечно голодные мутанты. Но это далеко не весь ассортимент зоны. Хотите ознакомиться с ним поподробнее? Никаких проблем, пойдемте дальше. А пропала охота, проваливайте во своясе, пока еще есть возможность. Однако, если примете предложение, непременно останетесь довольны. Полный спектр экстремальных развлечений ожидает вас, как только вы минуете последний блокпост и, покинув кордон, окажетесь в настоящем бизнесе. С этого мгновения разорвать контракт будет гораздо сложнее. А в качестве неустойки по нему зона может затребовать вашу жизнь. Таковы правила. Вас сюда никто не звал. Но раз уж вы все-таки явились, извольте подчиняться. Майор Константин Куприянов, он же оперативник-интрудер ведомства, работающий под кодовым именем Кальтер, был не единожды бит сукой жизнью и, взглянув на визитку зоны, сразу понял, с какой паскудной тварью ему предстоит иметь дело. Однако, в отличие от прочих искателей приключений, что подписывали с нею контракт на добровольной основе, у майора не было выбора. В этой сделке он являлся лишь исполнителем приказов своего командования. А оно не давало Кальтеру права отвергать сотрудничество с зоной на основе личной неприязни к ней. И потому интрудер, осмотрев кордон в бинокль с первого же попавшегося на пути холма, лишь раздосадованно скрипнул зубами и отправился на юго-запад, к месту встречи с осведомителем. Тяжелые серые тучи ползли над головой Кальтера так низко, что казалось, до них можно дотронуться рукой. Вечно пасмурные свинцовые небозоны походило на дополнительный саркофаг, сооруженный могучими силами природы поверх основного над четвертым реактором ЧАЭС и прилегающей к нему территорией. Мать-природа явно не доверяла в этом вопросе своему нерадивому детяти, строителю первого саркофага, человеку. Вот и перестраховывалась. Да и как тут доверять, ведь никто иной как человек построил в этих местах ядерную электростанцию и позволил четверть века назад взорваться одному из ее реакторов. Последствия того взрыва до сих пор будоражат не только Европу, но и весь мир, пристально следящий за тем, что творится в зоне. Где-то за тучами скрывалось солнце. Желанный, но редкий гость в этих местах. Сегодня оно точно не появится. Скорее наоборот, к полудню разразится дождь. Сухая трава и желтеющие, готовые вот-вот облететь листья деревьев, шелестили на ветру, и кальтору почему-то не верилось, что когда-то они были зелеными. Майор скорее поверил бы, что местная флора вырастает уже сухой и пожухлой, поскольку так и не сумел представить, как в зоне на деревьях набухают почки, а из земли пробивается изумрудная молодая травка. Если что, и рождается в изобилии на этой проклятой радиоактивной земле, так только аномалии. И кто вообще додумался присвоить им этот термин? Цветы, сочные луга, обычные, а не мутировавшие в монстров животные и птицы, вот они-то и являются для зоны аномальными. А смертельно опасные очаги паранормальной энергии – это по тутошним меркам норма. Так же, как тотальное запустение, разруха и постоянно переменчивый холодный ветер, порой меняющий свое направление по нескольку раз в минуту. Майор не хотел себе в этом признаваться, но он боялся местного ветра, поскольку тот был не просто незнакомым, он был чужим. Даже сухие и горячие ветры Ближнего Востока и Средней Азии, где кальтеру часто приходилось бывать по долгу службы, были для него куда роднее, чем та воздушная стихия, которая дышала сейчас интрудеру в лицо. И если бы дело заключалось только в специфических, по большей части тревожных запахах зоны? Нет, в действительности все было гораздо сложнее. Кальтер не мог объяснить, что вызывает в нем эту антиветренную реакцию отторжения. Вероятно, вместе с обычными запахами в здешнем воздухе витали флюиды тех самых аномалий и мутантов, которые готовились заключить вторгнувшегося сюда интрудера в свои смертоносные объятия. Отвратительный коктейль жутких ароматов. Постоянного страха смерти, ненависти, неизвестности и всеобщего увядания. Зона преподнесла кальтеру грязную, покрытую ржавчиной чашу, наполненную до краев этим дурнопахнущим напитком, и майору предстояло осушить ее до дна. Что поделаешь, судьба. А над ней майор был невластен. За него все решало могучее ведомство, и если оно приказывало кальтеру «пей», он давился, но выпивал выставленные ему пойло до последней капли. Так было и так есть. А будет ли дальше, никому не ведомо. Доживем, узнаем. Четверть века назад на месте южного сектора нынешнего картона, через который и проник в зону кальтер, находился советский колхоз. И, судя по всему, довольно богатый. Обширные, давным-давно заросшие травой угодья, полуразрушенные фермы, сушилки, зернотоки, техмастерские и гаражи, брошенная повсюду насквозь проржавевшая техника. Прошагав перелесками пару километров, майор даже наткнулся на маленькую фабрику, предназначение которой сегодня определить уже не представлялось возможным. Поначалу кальтер хотел туда завернуть, чтобы забраться на крышу двухэтажного цеха и получше изучить окрестности. Но, подойдя поближе, обнаружил, что фабрика обитаема. Десяток вооруженных типов в потертых кожаных куртках расположились там на привал или охраняли какой-то ценный груз. Но явно не тот, который интересовал вторгшегося в зону майора. Интрудер схоронился в кустах и, включив микрофон направленного действия, нацелил его на притаившуюся за облупленными стенами компанию. Но вскоре прекратил разведку и, обойдя фабрику стороной, продолжил свой путь. Кальтеру хватило и короткого радиопрослушивания, чтобы понять, на кого он наткнулся. Специфический жаргон, на котором изъяснялись промышлявшие в зоне бандитские шайки, позволял демаскировать эту публику даже в темноте. Тоже, так сказать, визитная карточка одного из здешних стайных хищников. Чтобы попасть в поселок, где проживал разыскиваемый Кальтером осведомитель, майору требовалось пересечь единственную в округе неширокую асфальтированную дорогу, по которой периодически курсировали армейские патрули. В отличие от бандитов, интрудер мог сделать это в открытую, выданные ему документы военного наблюдателя были подлинными. Однако, показываясь раньше времени на глаза солдатам местного миротворческого контингента, Кальтер мог привлечь внимание людей, которых стратег промаркировал ему в качестве помехи. Что вынудило бы их насторожиться и перенести намеченную где-то в зоне нелегальную сделку по продаже оружия. Поэтому интрудер решил перейти дорогу так, как его учили еще в детстве, прежде чем ступить на проезжую часть, внимательно посмотреть налево-направо во избежание эксцессов. Впрочем, в этих местах они могли подстерегать пешехода даже на абсолютно пустынной дороге. Последнюю сотню метров до препятствия Кальтеру пришлось двигаться по открытой местности. И когда он, крадучись, преодолел уже половину этого расстояния, на дороге вдруг нарисовался проклятый патруль. Солдаты неторопливо следовали в направлении второго, внутреннего блокпоста, что располагался километром севернее, неподалеку от обвалившегося железнодорожного моста, некогда переброшенного через ту же дорогу. Военных сопровождали трое гражданских в защитных куртках-ветровках с капюшонами и в напяленных на лица простеньких респираторах. Сборная команды из еще не оперившихся сталкеров и армейцев могла показаться интрудеру странной, если бы его не уведомили, что на кордоне подобные в порядке вещей. Почти у каждого обитателя зоны, будь он хоть отъявленным бандюком, хоть рядовым солдатом-первогодком, имелся здесь свой маленький бизнес. Даже военные сталкеры, кадровые бойцы армейского спецназа, плевали на инструкции и втихую подторговывали собранными артефактами. Ну а простая мотопехота, которая запрещалась соваться вглубь зараженных территорий, зарабатывала себе на дембель, что называется, не отходя от казарм. Например, препровождая новоиспеченных сталкеров через кордон, дабы те не нарвались преждевременно на бандитов или мутантов, и попутно читая с алаком краткий инструктаж относительно поведения в зоне. Именно на такую группу и наткнулся подбирающийся к дороге интрудер. Его и патруль разделяло еще довольно приличное расстояние, но майор предпочел не рисковать. Заметив нежелательных свидетелей, он метнулся к первому же оказавшемуся на пути укрытию, стоящему в кювете ржавому трактору «Беларусь», покрышки которого давно истлели и превратились в лохмотья. Под ним вполне могла оказаться аномалия, но, к счастью, кальтеру подфартило, и даже радиации от трактора фонило не слишком сильно. Юркнув под тракторное днище, майор притаился за массивной ступицей заднего колеса и стал практически частью нависшей над ним груды железного хлама. Благо, расцветка камуфлированного майорского комбинезона была разработана лабораторией ведомства специально для условий зоны, и позволяла незаметно прятаться хоть на мусорных свалках, хоть в поле, хоть на голых камнях. Тем более, что играть в подобные прятки интрудеру приходилось уже два десятка лет, и то, что он был до сих пор жив, являлось прямым доказательством его умения обманывать водящих. А ведь бывало в их роли выступали такие же мастера своего дела, как сам кальтер, чего стоили одни только пакистанские черные аисты, с которыми майор столкнулся в прошлом году под Пешаваром. Майор находился в зоне считанные часы и только вникал в правила здешней жизни. «Не спеши и осмотрись», — гласило одно из них. Известный в ведомстве ветеран спецотдела «Мизантроп» полевой оперативник Кальтер бывал в местах не менее отвратительных. Однако там, по крайней мере, ему противостояли обычные, а не аномальные враги, поведение коих было в целом предсказуемо. Здесь же нельзя было предсказать даже свой следующий шаг, не говоря об остальных местных причудах. Поэтому Кальтер старался не суетиться, пускай его и поджимало время. Иррациональные порядки зоны требовали от майора вдумчивого их постижения, поскольку, свято блюдя конспирацию, ведомство не предусмотрело для него проводника. Оно полагало, что «Мизантроп» и сам о всем разберется. Но даже недолго походив по кордону, Кальтер начал в этом сомневаться. Только куда деваться? Приказ есть приказ, и это правило главенствовало над теми, которые интрудеру еще предстояло постичь. Пока что единственным врагом, с которым ему пришлось схватиться не на жизнь, а на смерть, явилась не в меру агрессивная фауна. Как любой из мизантропов, майор предпочитал изучать незнакомого противника в бою, хотя без крайней необходимости Кальтер в схватку, естественно, не лез. Драться с мутантами интрудер не намеревался, но порой чуткие твари сами раскрывали его маскировку и желали познакомиться с ним поближе. Легче всего оказалось отделаться от стаи слепых псов, встретившихся Кальтеру сразу у внешнего проволочного заграждения. Полдюжины уродливых зверюк шарахнулись в сторону, едва услышали щелчок взводимого винтовочного затвора. Майору даже не пришлось стрелять. Ход мысли безглазых собачек сработал в правильном направлении. Кто-то из сталкеров явно научил эту стаю облезлых хищников уму-разуму, лишний раз подтвердив постулат дедушки Павлова об условных рефлексах. Однако на этом короткая разминка закончилась, уступив место нескончаемому турниру, где главным и единственным призом для Кальтера стала его собственная жизнь, ценимой ведомством сказать по правде куда выше, нежели самим мизантропом. Жирная бочкообразная тварь на длинных и тонких, будто у гигантского кузнечика лапах, прозванная сталкерами псевдоплотью, не собиралась лакомиться майором, но ему все равно пришлось ее пристрелить. Что-то или кто-то вспугнул мутанта, и он галопом несся прямо на притаившегося в высокой траве интрудера. Если бы он не уложил монстра из своей компактной ВМК-3.0, оснащенной интегрированным глушителем и многофункциональной подствольной ракетницей, псевдоплоть налетела бы на Кальтера, переломав ему ребра и оттоптав почки. А с псевдособаками, что ошивались возле оккупированной бандитами фабрики и учуяли крадущегося в кустах человека, вышел конфуз, едва не закончившийся для майора плачевно. Ничтоже сумняшися, он решил отделаться от псевдопсов с помощью паникера, специального репеллента, разработанного лабораторией ведомства для быстрого и эффективного отпугивания хищных животных. Кальтер не стал проверять, испугаются ли щелканье затвора эти свирепые, клыкастые и, в отличие от первой встречной им стаи, глазастые твари. Равно как и стрелять, по ним интрудер тоже поначалу отказался. Пальба из автоматической винтовки, даже имеющей хороший глушитель, вблизи бандитского лагеря обязательно долетела бы до ушей двуногих хищников со стрелковым оружием. Завидев, как бегущая псевдособачья свора разворачивается и направляется к нему, Кальтер выхватил из разгрузочного жилета нужный экспресс-распылитель и чихнул из него навстречу приближающемуся зверью. После чего все же вскинул для острастки ВМК, а вдруг взятый майором в командировку химии не подействует. Как в воду глядел. Поначалу все вроде бы шло гладко. Учуяв неуловимый для человеческого носа паникер, псевдособаки шарахнулись в стороны и заметались по округе. «Отлично», — мысленно резюмировал майор, — полевое тестирование экспериментального репеллента. По крайней мере, хотя бы одна из новых разработок наших толстолобиков окупила потраченные на нее бюджетные деньги. Но не успел Кальтер убрать распылитель назад в разгрузку, как псевдособаки вновь сбились в дружную стаю и рванули к уже празднующему победу человеку. Если бы не лежащее неподалеку, вывороченное из земли с корнем дерево, вряд ли бы майор вышел без единой царапины из схватки с разъяренной сворой четвероногих мутантов. Кинувшись на утек, он вскочил на поваленный древесный ствол и, поспешно вскарабкавшись на недосягаемую для псевдособак высоту, мысленно возблагодарил ту стихию, что уронила здесь этот могучий ясень. А также себя за то, что всегда добросовестно относился к беговой и скалолазной подготовке. Впрочем, недобросовестных бегунов и скалолазов в мизантропе и не водилось. Интрудер присмотрелся, не привлекла ли погоня внимания бандитов на фабрике. А затем, убедившись, что нет, методично расстрелял одиночными выстрелами мечущихся под деревом и исходящих слюной мутантов. После чего зарекся впредь забыть о нелетальных средствах самообороны и не подпускать к себе на близкое расстояние аномальных обитателей зоны. Хотя уже через минуту понял, что дал себе глупую клятву. Разве можно было в зоне вообще от чего-то зарекаться? С обнаружением очагов повышенной радиоактивности и аномалий этих зловредных всплесков неизвестной энергии у интрудера вроде бы проблем не возникало. Опасная радиация улавливалась активным дозиметром. Ну а идущий в комплекте к сталкерскому ПДА гибриду противоударного КПК и портативного радара детектор аномалий фиксировал ближайшие их очаги, извещая о них назойливым вибросигналом. Биппер майор по вполне очевидным причинам сразу же отключил. Вдобавок вскоре Кальтер научился выявлять некоторые энергетические ловушки на глазок. Они выдавали себя либо исходящим от них маревом, либо электрическими всполохами, либо фосфоресцирующим свечением. Но насколько бы точно ни был настроен детектор, и каким бы острым зрением ни обладал сам Кальтер, все равно пару раз он чуть было не проморгал эту угрозу. Еще до встречи с псевдособаками майор едва не влетел в вихрь, приняв тот за его безобидную атмосферную разновидность. Просто в этот момент Кальтер смотрел на другую, находящуюся поблизости аномалию, более заметный, в отличие от вихря, трамплин, и полагал, что детектор сигнализирует именно о нем. Едва не угодив в просаг, и это еще мягко сказано, интрудер вынес из происшествия два немаловажных урока. Первый стал меньше полагаться на детектор. Как и всякая электроника, тут тоже не был застрахован от сбоев. И второй переложил сталкерское правило «не спеши и осмотрись» на мотив прилипчивой песенки, и мусолил его в голове до тех пор, пока оно, фигурально выражаясь, не отпечаталось у майора на подкорке. Однако и эта ежесекундная бдительность помогала не всегда. Перестреляв псевдо-собак, кальтер соскочил с дерева и чуть было не прижег себе макушку жгучим пухом, что свисал с ветки поваленного ясеня. Не узнай, интрудер, заранее, как выглядит эта аномалия, мимикрирующая под обычную плакучую растительность, его победа над стаей мутантов была бы сильно омрачена. Не сказать хуже, полностью аннулирована. Только теперь майор по-настоящему пожалел о допущенной оплошности. А именно, о невзятом им с собой проверенном сталкерском средстве исследования впереди лежащего пути — мешочки с железными болтами. Прокол был из разряда тех, которые интрудерам уровня кальтера допускать просто позорно. «Еще я всякий хлам в карманах не таскал», — презрительно подумал он, изучив собранные для него стратегом оперативные материалы о зоне. «Перебьюсь как-нибудь без болтов, чай не вчера родился. На кой черт мне спрашиваются глаза, уши и куча всякой дорогостоящей электроники?» Зоне оставалось лишь посмеяться над самоуверенностью кальтера. Порой ему казалось, что он даже слышит ехидные хихиканьи этой твари, чей неизменно хмурый лик вроде бы не предполагал наличия у нее чувства юмора. А может, это было вовсе не хихиканье, а чужой ветер, зазывающий в остовых раскуроченной техники и руинах окрестных ферм? После этой череды досадных случаев, каждый из которых мог легко завершиться летальным исходом, кальтер стал вдвойне осторожным. По личному опыту интрудер знал, рано или поздно он обязательно столкнется с проблемой, решить которую нахрапом у него не выйдет. Зона щедрана сюрпризы, и на один приятный, как, например, найденный драгоценный артефакт, всегда приходится полсотни смертельно опасных. Встречный кальтером армейский патруль сам по себе таковой опасностью, естественно, не являлся. Но он поневоле доставил майору целую уйму других трудностей. Миновав ржавую Беларусь и затаившегося под ней в кювете интрудера, солдаты и сталкеры прошагали еще полсотни метров и поравнялись с будкой автобусной остановки, сохранившейся здесь с былых времен. Аналогичная постройка на противоположной обочине была разрушена до основания, и уцелевшей будкой являлась единственным в округе удобным укрытием от дождя, что как раз начинал накрапывать над южным кордоном. Дождик был мелкий и в целом безобидный, поэтому командир патруля, глянув на небо, приказал солдатам продолжать движение по маршруту. Однако сталкеры не пожелали мокнуть и, коротко посовещавшись, решили пересидеть непогоду в будке. Тем более, что идти до второго блокпоста оставалось всего ничего, и проводники новичкам в принципе уже не требовались. На том и разошлись. Военные двинули на север, а сталкерская троица уселась под навесом и, запалив таблетку сухого горючего, взялась разогревать на ней по очереди банки с консервами. Кальтер заметил, что все новички вооружены пистолетами, которые парни предусмотрительно повынимали из карманов, дабы все время держать оружие на готове. Приникший к земле майор мысленно выругался. Вот дерьмо. Теперь, чтобы выйти из поля зрения сталкеров и миновать таки злополучную дорогу, придется преодолевать по-пластунски довольно приличные расстояния. Можно, конечно, отринуть конспирацию и преодолеть преграду прямо здесь, в открытую. А любопытные вопросы этой троицы, которые она наверняка захочет задать первому встречному ее сталкеру, попросту проигнорировать. Однако не стоило забывать, что рассевшимся в будке новичкам вскоре придется пересекать второй блокпост, где они могут проболтаться солдатам о необщительном скитальце в странном комбинезоне. Так что раскрывать свое присутствие интрудер был не вправе. Кальтер уже начал выползать из-под трактора, как вдруг заметил неподалеку какое-то движение. Желая выяснить, кто еще помимо троицы сталкеров бродит по округе, майор снова затаился и, аккуратно выглянув из-за колеса, присмотрелся получше. Сначала интрудеру почудилось, что бредущий по кювету параллельно дороге человек тоже обнаружил его и для пущей незаметности присел на корточке. Но едва он возобновил движение, Кальтер сразу же понял, что если этот субъект когда-то и был человеком, то теперь он не является таковым даже формально, поскольку давно внесен в сетевые сталкерские справочники под именем «Снорк» с обязательной пометкой «Разумный и крайне опасный мутант». Сильные и невероятно прыгучие снорки повадками больше походили на шимпанзе, передвигались зигзагообразными скачками, опираясь на четыре конечности, а набрасываясь на жертву, не кусали ее, а забивали до смерти закрушительными ударами. При этом сами совершенно не чувствовали боли, отчего не беспокоились о самозахранении и всегда были покрыты с ног до головы незаживающими ранами. Но самая любопытная особенность снорков, над которой до сих пор ломают головы исследователи зоны, кроется в другом. Этот злобный мутант почему-то жутко стесняется своего лица, вернее морды, и всячески ее прячет, обожая использовать для этого старые противогазные маски, которые можно без проблем отыскать во всех уголках зоны. Именно поэтому издалека или в полумраке кажется, что голова у снорка абсолютно лысая, глаза размером с олимпийскую медаль, а вместо носа у него полуметровый хобот. В действительности обрывок противогазного шланга. Иными словами, мутант он и есть мутант, как физически, так и умственно. При виде прыгучего монстра Кальтер не впал в подобные заблуждения, ибо перед заброской в зону прошел курс теоретического мутантоведения. И потому майор решил, что если будет лежать в укрытии и не шевелиться, то снорк его не заметит и в скором времени уйдет. Или не уйдет, она думает поохотиться на сидящую в будке троицу неопытных сталкеров. Они же понятия не имели о нависшей над ними угрозе, уплетая за обе щеки разогретые консервы и запивая их баночным пивом. Какая безалаберность, мысленно обругал их интрудер, уже научный на горьком опыте, чем чревата в зоне излишняя самоуверенность. Неужто не осознают, куда приперлись, или надеются на близость блокпоста и думают, что здесь безопасно? Нет бы, прежде чем садиться обедать, сначала выставить наблюдателя. Снорк и не думал таиться, поэтому явно был заметен с дороги. Но парни не смотрели по сторонам, хотя солдаты наверняка проинструктировали их насчет элементарных мер предосторожности в этих диких местах. Майор не собирался выручать компанию неосторожных сталкеров. У него имелись свои приказы, ради выполнения которых он немешкая был готов принести в жертву хоть всех сталкеров зоны вместе взятых. Страдая кальтер приступами благородства, ему не только не поручили бы эту работу, но и вообще не приняли бы в ведомство. Интрудеры спецотдела мизантроп – неразменный товар, наподобие большинства полевых оперативников, коими командование без сожаления готово было пожертвовать, если того требовала ситуация. На подготовку каждого мизантропа тратятся огромные средства, а степень риска интрудеров перед предстоящим заданием просчитывается до процента. И если кальтер начнет всякий раз в подобных случаях изображать из себя самоотверженного героя, он поставит под угрозу не только собственную драгоценную жизнь, но и, как бы высокопарно это ни звучало, безопасность своей страны. Чувство ответственности за нее было привито майору столь же крепко, как и навыки выживания. И потому интрудер всегда и везде шел исключительно на тот риск, который был санкционирован его непосредственным командиром – стратегом. Иного риска кальтер не признавал. Затаив дыхание, майор неотрывно следил за снорком. А тот, в свою очередь, замер и насторожился, прислушиваясь к голосам, доносившимся из будки. Кальтер уже мысленно пожелал бессалаберным сталкерам удачи, как вдруг проклятый мутант повернул голову в его сторону и вылупился на трактор сквозь стеклянные кругляши противогазной маски. Услышать майора тварь однозначно не могла. С момента ее обнаружения интрудер не произвел ни звука, а уши снорка были к тому же скрыты под резиновой маской. Увидеть тоже сомнительно. Обладай ты хоть орлиным зрением, но глядя на мир через замызганные и треснутые стекла противогаза, вряд ли разглядишь что-нибудь дальше собственной вытянутой руки. Значит, снорку чуял затаившегося мизантропа либо при помощи обоняния, унюхав того через гофрированный шланг, либо каким-нибудь неведомым человеку шестым, седьмым или восьмым чувством. И разумный мутант имел достаточно мозгов, чтобы сообразить. Гораздо проще расправиться с одиноким сталкером, нежели с целой группой этих двуногих особей. Каковы снорки в бою, Кальтер знал только по имеющимся в архиве ведомства нечетким видеозаписям, отснятым в зоне сталкерами видеолюбителями. Однако майор и представить себе не мог, насколько в действительности проворны эти уродливые носители рваных противогазов. Не успел он подобрать лежащую рядом винтовку, как снорк одним прыжком наполовину сократил разделявшие их расстояние, а вторым сиганул на капот трактора. Ржавые рессоры натужно скрипнули, а капотная крышка с грохотом промялась, отчего Кальтеру на миг почудилось, что старенькая Беларусь вот-вот завалится на бок. Но, к счастью, трактор устоял, лишь получил от прыгуна лишнюю парочку вмятин. Несмотря на худосочный вид снорка, весу в нем было не меньше центнера, а злобы, наверное, будто у целой стаи псевдособак. Майор схватил винтовку, однако хитрый монстр не зря запрыгнул на трактор. Снорк явно предвидел, что в него будут стрелять. Тоже, видать, имел кое-какой боевой опыт, поэтому перед тем, как набрасываться на жертву, выбрал себе идеальный плацдарм для атаки. Поразить сидящий на тракторе чудовище из-под днища Кальтер не мог, и ему по-любому пришлось бы высовываться. Вот только с какой стороны безопаснее это сделать? Отстреливаться на все четыре стороны интрудер в принципе сумел бы, но только не от такого молниеносного противника. Менять стрелковую позицию, лежа в замкнутом пространстве, было очень трудно, и майор, переключив предохранитель ВМК на огонь очередями, решил сыграть с врагом на опережение. Выкатившись наружу в межосевой просвет, Кальтер вскинул винтовку, собираясь всадить в рассевшегося на капоте снорка дюжину пуль. Но, как выяснилось, тот уже покинул свою позицию и соскочил с Беларуси на землю. А пока интрудер целился в дождливое небо, мутант успел за секунду поднырнуть под трактор, схватить Кальтера за шкирку и рывком втащил его обратно, туда, где человек был стеснен в движениях. Вдобавок ВМК зацепилась ремнем за тракторную подножку и вырвалась из рук майора, едва не переломав ему пальцы. Кальтер не стал пытаться заполучить обратно утраченное оружие. Волочимый снорком, будто мешок с картошкой, майор выхватил из ножен, носимых им на левом предплечье, легкий обоюдоострый кинжал. И когда тварь выволокла жертву из-под днища с противоположной стороны, интрудер извернулся и по самую рукоять вонзил клинок противнику в бедро. А затем с силой распластал ляжку мутанта так, словно взрезал огромный кабачок. Густая и вонючая, перемешанная с гноем кровь обогрела Кальтеру руки. Однако снорку все было нипочем. И впрямь не чувствует боли, бегло отметил про себя интрудер, после чего нанес мутанту еще несколько глубоких ран в промежности и нижней части живота. И опять бестолку. Человек от таких ранений окочурился бы за считанные секунды. Но снорку смерть от обескровливания, похоже, не грозила, ибо жизнь в нем поддерживалась за счет неведомых науки потусторонних сил. Возможно, изловчись Кальтер и подрежь монстру сухожилия, тот оказался бы в конечном итоге обездвижен. Но интрудеру никак не удавалось попасть кинжалом по мельчешащим лодыжкам адского прыгуна. Ухватиться за них тоже не получалось. Покрытые липкой сукровицей, они постоянно выскальзывали у майора из рук. И тогда он вцепился в то, во что смог. Болтающийся у него перед лицом гофрированный противогазный шланг. Тот самый Хобот, который видит у снорка многие чересчур впечатлительные сталкеры. Интрудер не стал перекрывать мутанту кислород, поскольку сомневался, что тварь вообще дышит воздухом. Вместо этого Кальтер рванул, что есть мочи за шланг, и сорвал противогаз с морды человекообразного чудовища. Щелкнула гнилая резина, и маска, лопнув напополам, превратилась в бесполезные ошметки. Майор сделал это совершенно не задумываясь, просто вошел вражь или подсознательно припомнил возникшее у него еще на инструктаже желание выяснить, что же именно скрывают под масками стеснительные снорки. Но как бы то ни было, эта контратака интрудера оказалась куда более эффективной, нежели бестолковое свежевание ножом плоти мутанта. Как и большинство хищников, снорк предпочитал охотиться, не издавая ни звука. Но когда брыкающаяся жертва заставила его взглянуть на мир не через стекла противогаза, а напрямую, тварь взревела так, что в сравнении с ее ревом, рыканье тигра звучало бы попросту жалко. Как выяснилось, враг был совершенно не готов биться с открытым забралом. Снорк отшвырнул майора в сторону и закрыл лицо испещренными язвами, но вполне человеческими ладонями. С трудом верилось, что снорк и впрямь комплексовал насчет своей внешности, ведь не бледный же дневной свет в конце концов его ослепил. Тем более, что сегодняшняя дождливая погода этому отнюдь не способствовала. Ревя во все горло и, продолжая прятать от жертвы уродливую физиономию, снорк стал быстро пятиться в ту сторону, откуда пришел. Однако кальтер не намеревался отпускать мутанта, особенно теперь, когда отвоевал у него преимущества. Не потому, что майор остервенел и жаждал любой ценой убить врага. Пощадить снорка было бы стратегической ошибкой, допускать которую интрудер был не вправе. Кто знает, что взбредет в голову разумной твари после того, как снорк убежит и отыщет себе новый противогаз. А вдруг мутант вознамерится выследить обидчика и поквитаться с ним за понесенные унижения, когда кальтер успеет об этом благополучно забыть? Нет, он не допустит, чтобы у него над головой маячил такой домоклов меч. У майора хватает иных забот, и лишняя угроза в лице мстительного монстра ему и подавно не нужна. Вскочив на ноги, кальтер прыжком достиг снорка, ухватил того за облезлую шевелюру и мощным ударом рассек согбенному чудовищу горло до самого позвоночника. После чего обхватил вражью голову руками и ломанул ее в бок с такой силой, что шейные хрящи мутанта не выдержали и лопнули. Не разжимая хватки, интрудер бросился на земь и, увлекая за собой противника, совершил классический борцовский переворот. От усиленного падением рывка и без того почти отчлененная голова снорка оторвалась окончательно. Поэтому, когда кальтер завершил прием, тело организирующего монстра стало слежать справа от майора, а отброшенная в сторону голова слева. Что ни говори, а давненько кальтер не видел, как от волнения у него трясутся руки. В который раз за утро зона продемонстрировала, насколько майор ее недооценивал. Думал, что заграничные командировки — вот настоящая работа для мизантропа, а здесь, практически в родных пенатах, все пройдет без проблем, в стиле «пришел, увидел, победил». Как бы не так. Если даже кордон чуть было не прикончил опытного интрудера, что же будет дальше, когда он углубится в настоящие дебри? А ведь кальтеру предстояло не только в предельно короткий срок адаптироваться к местным реалиям, но еще и выполнить порученные ведомством задания? Нет. На сей раз стратег определенно просчитался, и эта командировка окажется гораздо сложнее, чем заверяли башковитые ведомственные аналитики. Но не время сокрушаться по этому поводу. Пора уматывать с поля скоротечного боя, пока засевшие в будке сталкеры не сообразили, что к чему. Кальтер подобрал винтовку и пополз прочь от этого места, пользуясь протоптанной с норком тропинкой, дабы шевеление травы не выдало крадущегося интрудера. А дующий ему в затылок чужой ветер, казалось, издевательски смеялся над ним, и, волоча по небу низкие свинцовые тучи, намекал кальтеру, что он имеет все шансы больше никогда не полюбоваться солнцем. — Ты видел? Нет, скажи, ты это видел? — заладил перевозбужденный санек брынза, тыча стволом пистолета туда, где только что происходила не то драка, не то еще какая-то аномальная хренатень. Кто и почему устроил возню в зарослях сухой травы за остановочной будкой, сталкеры толком разглядеть не успели. Они выбежали на обочину с оружием на изготовку уже тогда, когда разыгравшиеся в кювете страсти сошли на нет. «Видел, видел», — огрызнулся Колян Патлатый, целясь из ПМ туда же, куда показывал товарищ. И хорош орать, а то сейчас все псевдотвари сюда сбегутся. После чего обратился к третьему, самому старшему участнику их новорожденного сталкерского альянса. — Кеша, а ты что-нибудь засек? — Неа, — лаконично процедил Кеша по прозвищу Лесовоз. Потом, приглядевшись, добавил. — Зато все слышал. Кажись, собаки возле трактора кого-то покоцали. Но точно не сталкера. Слыхали, как эта тварь ревела? — Пойдем глянем, — неуверенно предложил Патлатый. — Да ну, рехнулся, что ли. Брынза воспринял инициативу напарников в штыки. А вдруг эти мутанты все еще там, в траве прячутся? Только нас и ждут. И вообще, зря мы от патруля отстали. Я сразу сказал, что лучше добыл к поста с вояками дотопать. — Какого хрена ты тогда вообще в зону приперся, если стремаешься всякого шороха? — презрительно бросил ему Лесовоз. Потом махнул рукой в сторону Беларуси. — Айда, Колян, заценим обстановку. Слышал, что сержант говорил. — Живет где-то у Янтарного озера один ученый Кекс, который скупает собачьи хвосты, кабани и копыта и глаза псевдоплоти по цене хороших артефактов. Пойдем посмотрим. Может, там для него и впрямь что-нибудь завалялось. Только по сторонам посмотреть не забывай, лады. Держа пистолеты на готове, Колян и Кеша начали неторопливо спускаться в кювет. Санек боязливо потоптался на месте, но предпочел все же присоединиться к товарищам. Стараясь вступать тихо, сталкерская троица добрела до трактора и принялась с опаской озираться по сторонам. Быстро обнаружив примятую траву и валявшиеся на ней обезглавленные тела, охотники за хвостами и копытами тут же окружили останки, все еще продолжая целиться в них. Ну а как иначе? Если верить местным байкам, в зоне оживший мертвец не редкость. Поэтому где гарантии, что этот жмурик не вскочит и не нападет на доверчивых сталкеров? Матерь Божья! А кровищи? Кровищи-то сколько! Брезгливо поморщился Брынза, вытирая от траву испачканный в крови монстра ботинок. А мы, дураки, прозевали такую драку! Мужики! Да ведь это же снорк! Присвистнул от удивления лесовоз. Зуб даю, что он! Все сходится! Вон башка валяется, а вон противогаз рваный! Ни хрена себе! Крякнул потлатый, тоже опознавший по характерным приметам одного из самых одиозных мутантов зоны. А еще говорят, будто на кордоне снорки не водятся. Выходит, вранье это все? Выходит, вранье, — подытожил Кеша, оглядываясь и проверяя, не затаилась ли поблизости еще одна такая зверюга. Меня больше волнует другое. Что за чудовище порвало нашего снорка вместе с противогазом? И куда эта паскудина потом смылась? Кровосос? Неуверенно предположил Колян. Лесовоз помотал головой, дескать, сомнительно. Здесь определенно побывал некто более крупный и зубастый. Иных версий больше никто не предложил. Компания погрузилась в гнетущее молчание. Были слышны только шелест ветра в пожухлой траве, лай свора собак за перелеском, потрескивание неподалеку электрической аномалии, до стук дождевых капель по ржавой кабине Беларуси. Мужики! А это... Первым нарушил тишину трусоватый брынзо. Ну, короче, я хотел спросить, кто-нибудь знает, что надо от снорка на продажу отрезать? У него же это... Ни хвоста, ни рогов, ни копыт. Да и глаз, кажется, тоже нет. Что обычно от снорка такие олухи, как ты, отрезают, и куда потом это добро запихивают, я тебе, брынза, попозже наедине шепну. Криво усмехнулся Кеша. Хотя к тому времени ты и сам об этом догадаешься. А пока я вам, мужики, вот что скажу. Не теми пушками мы с вами затоварились. Надо срочно искать себе что-нибудь помощнее этих дешевых пугачей. Гораздо мощнее. Глава вторая. Всяк, кто был хорошо знаком с Сидоровичем, прижимистым торговцем с южного картона, знал, что хоть старик и спекулирует водкой, сам он к бутылке прикладывается редко. Зато если приложился, значит от всей души и до мальчиков кровавых в глазах, как охарактеризовал однажды состояние пьяного Сидоровича, ныне покойный сталкер Борька Гадун. И как только из погребообразного бункера, в котором практически безвылазно обитал кордонный торгаш, начинали доноситься «Дывлюсь я на небу» или «Черный ворон», что были слышны, пожалуй, даже на ближайшем армейском блокпосту, сталкеры в поселке начинали морщиться и материться сквозь зубы. — Трындец, братва, лавочка закрывается, — говорили они при этом. Старый Хрыч сегодня разговелся, поэтому кто не успел сдать хабар или затариться патронами, тот опоздал. И торчать здесь вам неудачникам теперь пару дней, пока Сидорович не проспится и вновь не станет адекватно воспринимать реальность. Сталкеры ворчали, однако не обижались, но отметил человек какой-то праздник, перебрал, с кем не бывает. Самые нетерпеливые отправлялись дальше, сбывать хабар мелким перекупщикам, а остальные охотники за артефактами горестно вздыхали и оставались дожидаться открытия лавочки, рассаживались вокруг костров, чтобы послушать сталкерские байки да вывести из организма излишек радиации. В смысле заняться на досуге тем же, чем занимался у себя в бункере Сидорович, приговорить бутылочку-другую, популярной в зоне водки «Казак». Она была намного дешевле противорадиационного антидота, а помогала, по слухам, ничуть не хуже. Разве что обладала побочным эффектом жестокого похмелья. Но ведь опять же неизвестно, как сказывается на организме прием всей этой заграничной химии. Вот почему многие сталкеры предпочитали гробить себе печень старыми проверенными средствами, нежели подсаживаться на фармацевтические препараты, что стоили дорого, а обливать от них тянуло так же, как из перепоя. А коли нет разницы, зачем переплачивать? Сталкеры «Волк», «Шустрый» и несколько их товарищей, коим Сидорович отстегивал за охрану своего популярного торгово-обменного пункта, по личному опыту знали. Когда торгаж запирается у себя в погребе и пьянствует, его лучше не беспокоить. Все равно не откроет, а если и откроет, ничего путного из этого не выйдет. Мало того, с залитыми шарами может еще и изобре запальнуть. Прецедент имелся. Правда, стрелок из пьяного Сидоровича Аховой, это же надо умудриться промазать, даже стреляя к картечью, практически в упор. И никто тогда не погиб. Но зачем лишний раз искушать судьбу, когда ты и без того искушаешь ее в зоне на каждом шагу? В общем, сталкерское братье относилось к редким загулам старика толерантно, благо его пьянство дольше трех дней обычно и не продолжалось. Вот и вчера, когда над южным кордоном вновь раздалось хриплое фальшивое пение Сидоровича, Шустрый, именно он караулил барыгу на этой неделе, дав волку возможность отлучиться на поиск артефактов, решил воспользоваться моментом и заняться более приятной работенкой. Пока хозяин забаррикадировался в бункере и празднует, ему вполне достаточно и одного охранника. А Шустрому и прочим было бы не лишне пробежаться по округе и посмотреть, остались ли еще артефакты или их подчистую выбрали захожие сталкеры и ошивающиеся на кордоне бандиты. Вернее, это они считали себя бандитами, в то время как Шустрый называл их менее авторитетными эпитетами «распальцованный шелупонь», «сопляжуи», либо и вовсе лаконично «мразь». Настоящими бандитами были те, кто присылал сюда на разбой этих малолеток, в чьих безмозглых головах гулял ветер тюремной романтики, а лексикон состоял из дворового жаргона, в котором истинной блатной фене было ровно столько же, сколько и в современном приблатненном шансоне. Даже Никот наплакал, а так мышь прослезилась. «Пацаны, я маслину схватил! Дыранули меня, пацаны!» Корчясь от боли, верещал под кустом какой-нибудь малахольный беспредельщик, получив в задницу сталкерскую пулю. И повезло ему, если пацаны действительно приходили на помощь подстреленному корешу, успевая спасти его от разъяренных сталкеров. Если же первыми до него добирались Шустрый и его товарищи, бедологу непременно шпиговали еще одной маслиной в лоб, дабы не мучился. Таково оно, хваленый сталкерской милосердии, к тем, кто открыто пренебрегает здешними законами. Эту зону топчут иными ботинками, и не всякому они оказываются по размеру. Однако едва с позаранку Шустрый намылился на промысел, как двери бункера Сидоровича с грохотом распахнулись, и все планы сталкера пошли прахом. Несмотря на вчерашнюю пьянку, хозяин открыл таки лавочку и вроде бы намеревался работать по обычному расписанию, а значит, оставлять подопечного без охраны было недопустимо. Невероятно, но факт. Сидорович собирался вести бизнес, находясь в безрядном похмелье. Что за причина заставила торговца поступиться принципами, Шустрый не ведал, но, надо полагать, она была достаточно веская. — Что ж, волк, удачной тебе охоты, — подумал сталкер, мысленно напутствуя ушедшего вглубь зоны напарника. — Надеюсь, ты притащишь уйму артефактов, и завтра мне не придется переживать об этой обломившейся вылазке. — Проклятый Сидорович, и какого хрена тебе сегодня не спится, шаляпин недоделанный? Загадка эта настолько сильно свербела у Шустрого в голове, что он не выдержал и спустился к торговцу в его подземные обиталища. Хмурый и невыспавшийся Сидорович сидел на стуле перед зажатой в слесарной тиске, разобранной автоматической винтовкой Энфилд, и ковырялся отверткой в ее спусковом механизме. Старик возился с купленным им за бесценок у какого-то проходимца неисправным оружием уже третью неделю, пытаясь собственноручно довести винтовку до ума, чтобы спихнуть ее по тройной цене кому-нибудь из зеленых сталкеров. Только-только пересекший периметр молодняк был падок на подобные «крутые пушки», и еще не знал, что в баре 100 рентген тот же новый промасленный Энфилд можно купить гораздо дешевле. Впрочем, до туда еще следовало добраться, что удавалось далеко не каждому новоиспеченному сталкеру. Чем Сидорович и пользовался, сбагривая втридорога за кордонным молухом всякий хлам, попадающий время от времени в загребующие руки барыги. «Жду покупателя на это барахло», — раскрыл он любопытному шустрому причину своего неожиданного бодрствования, после чего жадно отхлебнул из стоящей рядом на верстаке трехлитровой банки с огуречным рассолом. «Не сегодня-завтра клиент должен пожаловать, а товар не готов. Хорошие бабки наклевываются, вот и надо ствол малость подшаманить. Этот денежный хмырь наверняка вздумает сначала его проверить и на окрестных слепых псов поохотится. А пушка, не дай бог, возьми и заклинь. Мало того, что сделка медным тазом накроется, так еще и позору не оберешься». «Что за хмырь?» — осведомился Шустрый. «Чьих он будет?» «Ничьих», — огрызнулся Сидорович, недовольный и своей головной болью, и тем, что его отвлекают от работы. Обычный одиночка, который дальше свалки еще не забредал. Полмесяца в зоне, но парень пронырливый и успел уже где-то парочку дорогих артефактов надыбать, типа золотых рыбок и маминых бус. А их и многие матерые сталкеры в глаза не видели. Говорит, будто в развалинах одной фирмы нашел. Но, сдается, мне врет. Скорее всего, труп какого-нибудь бедологи обобрал, который на кровососов напоролся. «Помнится, тебе однажды тоже так потвартило. В смысле, хабар найти, а не с монстрами поцапаться». «Да, было дело», — признался Шустрый. «Смачный хабар тут бродяга тащил. Царство ему небесное. Если бы в аномалию не влетел, загорал бы сегодня где-нибудь на югах». «Ладно, старик, как только этот богатенький буратино явится в поселок, мы тебя сразу свистнем. Я пока здесь Леху шпалу оставлю, а после обеда сам приду подежурю. Только ты это, шпале стакан на опахмелых плесни, а то его после вчерашнего тоже слегка колбасит». «Лады, плесну», — кивнул Сидорович, желая поскорее избавиться от утреннего визитера. Человека хоть и полезного, но в данный момент не слишком желанного. «Но не больше стакана, учти. Так что пусть твоя шпала даже не думает у меня водяру клянчить. Сам понимаешь, мне в дупель пьяная охрана даром не нужна». Явившийся вслед за шустрым долговязый прыщавый сталкер Леха, а ведь совсем еще хлопец, покачав головой, походя, отметил про себя Сидорович, залпом осушил стакан водки, крякнул, передернул плечами и, бросив хозяину, «Ежели что, а я снаружи», оставил, наконец, страдающего мигренью старика в одиночестве. Он же, в отличие от любителей вышибать клин клином, привык лечить себя с перепоя исключительно огуречным рассолом, для чего и держал в запасе несколько банок законсервированных огурцов так называемой «домашней закрутки». Глотнув в очередной раз кисло-соленой амброзией, торговец отложил отвертку и вернулся к стойке, после чего уселся за нее и, скрестив руки на груди, откинулся на спинку кресла. Задумчивый взгляд Сидоровича уперся в пустую жестяную банку из-под энергетического напитка, оставленную вчера кем-то из посетителей. Ее давно следовало бы выбросить в мусорную корзину, но хозяин был настолько погружен в мрачные раздумья, что совершенно не обращал внимания на захламлявший прилавок мусор. Наоборот, сейчас эта мятая банка с синей этикеткой являлась для Сидоровича чем-то вроде той пресловутой точки сосредоточения, на которую, согласно легенде, кто-то из восточных мудрецов якобы аж несколько лет неотрывно пялился в поисках духовного просветления. Нет, Сидорович вовсе не стремился постигнуть таким образом смысл бытия. Все, что было необходимо старику, это ненадолго абстрагироваться от реальности и спокойно поразгинуть мозгами над тем, что творилось в зоне последние три недели. И пусть торговец и так ежедневно, да что там, чуть ли не ежечасно, размышлял над этим, никаких обнадеживающих мыслей ему на ум не приходило. Даже маломальски обнадеживающих. А те, что посещали старикам, были сплошь мрачными и безысходными. Сидорович сомневался, что в своем теперешнем разбитом состоянии он вообще сумеет додуматься до светлых идей. Хватило бы сил просто запустить мысленный процесс, не говоря уже о каком-либо озарении. Но копаться в оружейных деталях хозяину хотелось еще меньше. Тем паче, что в действительности никакого покупателя на Энфилд не наклевывалось. Хотя важного гостя Сидорович все-таки ожидал. Поэтому и сочинил сказку о намечающейся сделке, поскольку не имел права сообщать сталкерам о том, что за человек должен появиться в поселке. Треклятое ведомство столько лет не вспоминало о своем внештатном осведомителе, а потом вдруг вспыхватилось. И без труда разыскало его даже здесь, в заброшенном поселке, наглухо отрезанном от мира двойным охранным периметром зоны. По сути, в другой, параллельной реальности, что образовалось более четверти века назад на зараженной территории вокруг Чернобыльской АЭС и продолжало расти и мутировать, словно раковая язва на теле нашей планеты. Уроженец этих земель, Сидорович прожил тут всю жизнь и еще отлично помнил свою малую родину такой, какой она была прежде, утопающей в садах, солнечной и цветущей. Последние десятилетия изуродовали Припять и окрестности так, как это не смогла сделать даже Вторая мировая. А когда похороненный под бетонным саркофагом четвертый реактор ЧАЭС вновь дал о себе знать, жизнь в этих местах стала и вовсе сущим адом. Но Сидоровича и это не испугало. Он не покинул родину в 86-м, не покинул и нынче, будучи абсолютно уверенным, что теперь-то весь остальной белый свет про него точно забудет. Свет, может, и забыл. Добровольный отшельник зоны Сидорович этого не знал, поскольку давно утратил связь со всеми родственниками. Но ведомство, как выяснилось, продолжало помнить о своем законсервированном агенте, завербованном незадолго до первой Чернобыльской катастрофы и продолжающем снабжать своих кураторов информацией. После второго взрыва связь Сидоровича с ведомством прервалась, но спустя несколько лет оно вновь прислало ему весточку, приказав добывать те или иные интересующие кураторов сведения. С момента возобновления сотрудничества нынешнее порученное агенту задание являлось, пожалуй, самым сложным. Но он справился и теперь вновь поджидал гостей, обязанных со дня на день пожаловать к нему с большой земли. Сидорович полагал, что ему известна истинная причина, которая привела кураторов в нешуточное волнение. Вычислить ее было не так уж сложно. Переполох в высших эшелонах власти был вызван теми же проблемами, что тревожили и старика-торговца. На первый взгляд, данное ему указание выглядело вполне обычным для ведомства поручением. Однако Сидорович был совершенно уверен, что оно беспокоится не столько по поводу грядущих событий, намечающихся на территории НИИ Агропром, сколько насчет того, что этим событием предшествовало. А конкретно, это касалось недавнего шквала аномальных выбросов четвертого энергоблока вкупе с массовой бойней, что перед этим разыгралась у стен ЧАЭС, а также появления над рыжим лесом небесного паука. Именно так окрестили сталкеры невесть откуда взявшуюся там титаническую четвероногую конструкцию. Не исключено, что она имела даже внеземное происхождение. Выяснить это окончательно мешала одна единственная загвоздка. Конструкция являла собой не что иное, как мощную высокотехнологичную цитадель, оснащенную такой агрессивной системой защиты, что приблизиться к ней не могли ни люди, ни вертолеты, ни беспилотные зонды. Небесный паук уничтожал на подступах к себе все живое и технику от научно-исследовательских радиоуправляемых роботов до боевых ракет, коими военные однажды попытались обстрелять недружелюбного гостя. Не принесли никакого успеха удары по нему из пушек Гаусса и облучения электромагнитными импульсами. Оставалось только испробовать на цитадели ядерное оружие, но она пока не давала военным повода учинить над многострадальным Чернобылем очередной Армагеддон. До Сидоровича доходили слухи, что исследователям зоны посчастливилось сделать фотографии загадочного объекта, как обычные, так и спутниковые, но самих снимков торговцу пока никто не показывал. Впрочем, он надеялся, что кто-нибудь из сталкеров-фотоохотников все же пришлет ему по сети на ПДА пару-тройку любопытных кадров. Многие скитальцы, с кем торговец поддерживал хорошие отношения, таскали при себе цифровые камеры, но почему-то до сих пор ни один из них не удосужился переслать Сидоровичу фотографии небесного паука. Либо элементарно забыли, либо ждали, когда кордонный барыга сам обратится к фотографам с деловым предложением и конкретной ценой за информационный товар. — Болваны! — негодовал Сидорович. — Как будто не знают, что едва снимки паука попадут в интернет, как они вмиг обесценятся. Так ловили бы момент, олухи, пока я еще могу выложить за них сотню-полторы евро. То, что мир еще не увидел такие сенсационные кадры, торговец был уверен, поскольку каждый божий день изучал приходящие из-за кордона в сталкерскую сеть новостные сводки. Эх, жаль, что примеченным не оказалось никакой, пусть даже захудалой фотокамеры. Вот чьи снимки Сидорович мог бы продать каждый по цене хорошего артефакта. Но, увы. Хотелось бы торговцу знать, куда подевался этот отчаянный сорвиголова после того, как отключил в рыжем лесу психотропный генератор, тот самый выжигатель мозгов, и, открыв таким образом путь в сердце зоны, рванул вслед за прочими сталкерами через Припять на ЧАЭС искать легендарный монолит и разгадку своего таинственного прошлого. Словами не описать, что творилось в окрестностях станции три недели назад. Настоящая гражданская война. Иначе не скажешь. В ней схлестнулись сталкерские кланы «Долг» и «Свобода», команда сталкеров-одиночек, наемники, бандиты, а также подразделения военного спецназа при поддержке вертолетов и бронетехники. Все они ринулись на штурм четвертого реактора, оберегаемого безумными сектантами монолита, по пути уничтожая не только их, но и конкурентов. Каждый из сталкеров, кому меченый открыл дорогу на Припять, стремился любой ценой дорваться первым до самого могущественного артефакта зоны, легендарного исполнителя желаний, и завладеть им. Но при виде разразившейся окрест ЧАЭС кровавой бойни многие, в том числе даже бывалые сталкеры, дрогнули и отступили. От них Сидорович и выведал вскоре подробности того, что творилось в Чернобыле до тех пор, пока штурмующие не прорвали оборону сектантов и не проникли внутрь АЭС. Что творилось за ее стенами, знали лишь те сталкеры, которым удалось оказаться непосредственно в самой станции. Однако, если кто-то из них и вернулся затем назад к товарищам, в зоне о таких возвращенцах пока не слыхивали. Равно, как и обесследно сгинувшим Меченом. Зато было доподлинно известно другое. Всех штурмующих, кто не успел проникнуть на станцию либо удрать и найти безопасные укрытия за ее пределами, накрыла череда мощных аномальных выбросов. Вечно хмурое небо зоны весь день полыхало огнем, воздух содрогался от жутких звуков, а земля ходила ходуном, как при хорошем землетрясении. Буйство стихии докатилось и до кордона, и Сидорович, пережидающий у себя в бункере чересчур затянувшийся катаклизм, поневоле вспомнил слова бабушкиной молитвы. Трясясь, словно осиновый лист, старик истово взывал к Богу, умоляя его не доводить дело до апокалипсиса и обещая при первой же возможности пойти в церковь и покаяться в грехах. Сталкеры Волка и Шустрова, точнее, те из них, кто предпочел не соваться в пекло и остался в поселке со своими вожаками, тоже таились по погребам, обреченно дожидаясь, когда же закончится эта дьявольская вакханалия. Неведомо, дошли ли в мольбы Сидоровича до божьих ушей, но спустя сутки катаклизм все-таки стих. И когда старик со своей охраной отважился высунуться из укрытия, пред ними предстала все та же зона, какой они знали ее вот уже многие годы. В окрестностях поселка появились новые артефакты и аномалии, вечно голодные мутанты гоняли друг друга по полям и перелескам, а неутихающий ветер гнал по небу привычные тяжелые тучи. Казалось, будто все осталось по-прежнему. Разве что полуразрушенный железнодорожный мост, неподалеку от которого раньше стоял армейский блокпост, рухнул окончательно, а солдат и след простыл. Вероятно, всех их перебросили на горячие участки сошедшей сумазоны. Вдобавок, отсутствовала связь, но вскоре она была восстановлена. После чего к Сидоровичу начали поступать первые новости с севера. Поначалу сведения шли отрывочные и невразумительные. Но когда дал о себе знать чудом выживший приятель Волка, большую часть штурма он прятался за грудой бетонных блоков, а как только над ЧАЭС завыло предупреждающее о выбросе сирена, сталкер моментально пустился на утек и пересидел катаклизм под трибунами стадиона Авангард. Обитатели кордонного поселка сумели наконец составить более или менее четкую картину разразившихся в Чернобыле событий. Штурм полностью захлебнулся, это было очевидно. После того, похоже, многие из атаковавших четвертый энергоблок сталкеров переметнулись к сектантам, ибо как еще объяснить их не только восстановившиеся, но и изрядно возросшие силы. Разросшиеся, как никогда, секта в считанные дни отвоевала обратно район ЧАЭС, Припять и Рыжий лес, а также бывшую базу свободы, военные склады и прилегающие к ним территории. Отныне в распоряжении монолита имелась не только парочка трофейных БТРов и танк, но и вертолет, чьи пилоты также решили перейти на сторону нестесненных в средствах сектантов. Потрепанная и до нельзя измельчавшая свобода ютилась теперь в темной долине в подземельях лаборатории Х-18. При необходимости сектанты быстро вышибли бы оттуда анархистов, но сегодня они не представляли для монолитовцев серьезные угрозы. Впрочем, соискателям короля артефактов повезло чуть больше. Ядро самого дисциплинированного из всех кланов Долга во главе с отставным генералом Ворониным по-прежнему контролировало бар Сторинген и его окрестности. Генерал не участвовал в штурме саркофага и сумел отговорить от этого большинство своих подчиненных, но полностью избежать раскола клану все равно не удалось. С разгромом свободы долговцы стали второй по могуществу организованной силой в зоне и как следствие этого первыми врагами для окрепшего монолита. Впрочем, сомнительно, чтобы он собирался атаковать бар в ближайшее время. Генерал Воронин, опытный боевой офицер и бывший военачальник, превратил базу Долга в настоящую крепость. Выбить его оттуда ценой малой крови монолитовцам вряд ли удалось бы. Понеся у саркофага значительные потери, военные ретировались на свои прежние позиции к периметру и возобновили тактику боевого патрулирования посредством вертолетов и моторизованных взводов армейских сталкеров. Вооруженные до зубов и облаченные в бронированные скафандры, спецназовцы, как и прежде, устраивали локальные карательные рейды, очищая приграничные районы зоны от монстров и бандитов. Собственно говоря, этот фактор и вызывал у торговца недоумение. Он был уверен, что в ответ на разгромные поражения УЧС вояки стянут туда мощную ударную группировку и разнесут обнаглевший монолит в пух и прах, а вместе с ним под горячую руку и другие здешние бандформирования. Но военные отреагировали на полученную ими пощечину совершенно неожиданным для Сидоровича образом. Или, если быть точным, вообще не отреагировали, сделав вид, словно никакого штурма и не происходило. Торговец давал такому поведению армейцев единственно разумное объяснение. Поняв, что сектанты не намерены прорываться к кордону, а небесный паук торчит над лесом и не предпринимает никаких активных действий, армия решила не торопиться и продумать удар возмездия как можно более тщательно. Наверняка через месяц-другой в центре зоны вспыхнут новые кровопролитные бои, но пока она жила в привычном для Сидоровича ритме, давая старику возможность вести свой немудреный, но прибыльный бизнес. Погруженный в невеселые мысли, Сидорович поморщился и помассировал виски. Чертов небесный паук! Как будто без него в зоне мало проблем. Что за хренатень нарисовалась после той преснопамятной череды выбросов над Рыжим лесом территории, контролируемой монолитом? Еще неделю назад торговец считал, что странная четвероногая цитадель возникла здесь по вине сектантов, построивших ее при помощи исполнительных желаний взамен уничтоженного меченым психотропного генератора. Но информация, которую старик раскопал для ведомства, полностью опровергала это умозаключение. После того, как военные прекратили попытки уничтожить паука, судя по всему, получив сверху конкретный приказ отставить огонь, за его разрушение решили взяться сами монолитовцы. Причем взяться более основательно, чем вандалы в погонах, ибо вояки так и не решились стрелять по цели столь ультрасовременным оружием, как Пурга-Д. А монолиту хватило на это не только духу, но и денег. Правда, этого противозенитного ракетного комплекса у сектантов пока не было, зато вертолет для его переноски уже имелся и находился под усиленной охраной в одном из ангаров на территории ЧАЭС. Если монолитовцам удастся оснастить свою единственную винтокрылую машину Пургой, их шансы уничтожить небесного паука значительно возрастали. Какой бы прочной не являлась его броня, количество установленных на нем орудий косвенно доказывало, что пробить его защиту вполне реально. Монолиту следовало лишь дождаться, когда поставщик переправит в зону необходимой секте вооружения. Все, баста. Достаточно на сегодня аналитических изысканий. Уж лучше без суеты и спешки составить для курьера список необходимых товаров. Куда более полезные занятия, чем глубокие раздумья на похмельную голову. Желая поскорее избавиться от терзающих его сомнений, Сидорович решительно помотал головой, после чего тут же пожалел об этом, поскольку головная боль моментально запульсировала с удвоенной силой, а к горлу подкатила предательская тошнота. Что ж, самое время хлебнуть рассольчику. Поискав глазами животворную банку, Сидорович с досадой обнаружил, что забыл ее на верстаке возле подготавливаемой к продаже винтовки. Грузному старику страсть как не хотелось подниматься из кресла, поэтому он решил дотянуться до заветной емкости, не отрывая задницу от сидения. Сначала Сидоровичу показалось, что все его потуги тщетны. Он морщился, сопел и кряхтел, но так и не мог ухватиться пальцами за баночное горло. Однако стоило ему лишь пойти на небольшой риск и слегка отклониться назад, кресло под юрзающим стариком скрипело и готово было вот-вот рассыпаться. Как удача сразу улыбнулась торговцу, и он без проблем снял с верстака уже наполовину опорожненную посудину. — Куда же ты от меня денешься? — победоносно хохотнул Сидорович, вновь усаживаясь поудобнее и наблюдая, как перекатывается под зеленым стеклом мутный рассол. Затем перехватил банку двумя руками, поднес ее к рту и... И подпрыгнул, будто ужаленный, выронив с таким трудом добытый артефакт. Банка упала старику на колени, щедро катила его рассольными брызгами, а затем грохнулась об пол и, издав резкий чпок, разбилась. Перемешанная с осколками божественная амброзия растеклась по потертому линолеуму большой, разящей чесноком кляксой. — Ететь, твою мать! Сидорович затруднялся определить, чью конкретную мать он помянул, то ли фигурально выругался в адрес разбитой банки, то ли буквально в адрес матери, стоящего перед ним незнакомца. Именно он напугал старика так, как это не удалось даже ошалелой псевдособаке, что случайно заскочило в бункер торговца пару месяцев назад и затем была убита проморгавшим ее охранником. Та псевдособака вовсе не намеревалась нападать на старика, очевидно, попросту убегала от более крупного хищника и юркнула в первое попавшееся на пути укрытие. А вот стоящий сейчас перед Сидоровичем человек мог прикончить его в мгновение ока. Незнакомцу стоило лишь выхватить нож и одним молниеносным движением перерезать торговцу горло, а затем скрыться столь же неуловимо, как этот тип сюда и проник. Уж коли ему удалось прошмыгнуть в бункер под носом у Лехи шпалы, значит, и незаметно выбраться наружу не составит особого труда. «Господи!» испуганно подумал Сидорович, «А ведь действительно правы те, кто утверждает, будто нет в зоне твари опаснее и злее человека. Куда уж до него в плане коварства аномалиям и мутантам, чьи повадки сталкерами в целом неплохо изучены. Лишь человек был и остается единственным непредсказуемым обитателем этих богом проклятых мест». Сидорович даже не подумал о том, чтобы позвать охранника или схватить лежащий под прилавком обрез. Во-первых, изрядно растерялся, а во-вторых, нежданный визитер не проявлял признаков агрессии. Это и не позволило инстинкту самосохранения хозяина возобладать над его природной сдержанностью. Торговца и посетителя разделял всего метр засаленной столешницы, и старик невольно подался назад, попытавшись отодвинуться от прилавка вместе с креслом. Раньше такое у Сидоровича вряд ли бы вышло, кресельные ножки не скользили по клеенчатому линолеуму. Однако облитый рассолом пол сразу уподобился катку, и старик к своему облегчению сумел отстраниться от зловещего человека на недосягаемую для удара ножом дистанции. Это придало хозяину уверенности и позволило рассмотреть незнакомца получше. Обычные противорадиационные комбинезоны поголовно делали сталкеров похожими на угловатых широкоплечих крепышей, даже если владелец такого обмундирования был не особо дюжим малым. Про боевые экзоскелеты военных и скафандры ученых и говорить нечего. Эта спецодежда и вовсе превращала своих носителей в человекообразных роботов. Разве что в легкой куртке-пыльнике, которую предпочитают носить на первых парах стесненные в деньгах новички, сталкер еще худо-бедно походил на нормального человека, а не на космонавта либо пришельца с другой планеты. Однако одежда нарисовавшегося откуда ни возьмись перед Сидоровичем незнакомца была довольно уникальной и не напоминала ни одной из известных торговцу защитных облачений. Очень редко доводилось ему встречаться со сталкерами, изготовившими себе комбинезоны по индивидуальному заказу. Слишком дорого обходились они в производстве. Куда дешевле было подобрать что-нибудь из уже существующих образцов. И теперь старику вновь представился случай убедиться, что да, есть в мире одержимые люди, готовые платить бешеные бабки за то, чтобы прогуляться по зоне, будучи экипированным по последнему слову техники. Камуфлированный комбинезон незнакомца был сделан из неизвестного Сидоровичу легкого и явно прочного материала и сидел на сухощавом, но крепко сбитом владельце, как влитой. Расцветка камуфляжа была подобрана так искусно, что надумая визитер прикорнуть на корточках у стены, он легко сошел бы за груду строительного мусора. В таком комбинезоне сталкер мог без проблем затеряться в любом уголке зоны, загроможденные останками покинувшей ее цивилизации настолько, что сегодня найти здесь незахламленную территорию было очень и очень проблематично. Все необходимое сталкерское оборудование, а также иные незнакомые торговцу компактные устройства размещались в разгрузочном железе визитера с таким расчетом, чтобы он мог быстро дотянуться до любой из необходимых ему вещей. Его дыхательная полумаска, прикрепленная к защитному капюшону, прилегала к лицу идеально. Наверняка ее тоже изготовили по индивидуальным лекалам. И еще комбинезон незнакомца был заляпан наскоро оттертыми пятнами крови. Неизвестно чья, но кровь казалась определенно свежей. Уж не Леха или Шпала оставил на одежде этого типа столь красноречивый автограф? Нет, вряд ли. Крови на визитере было столько, что без яростной борьбы здесь явно не обошлось, но никакой возни и криков снаружи Сидорович не слыхал. Стало быть, Шпала наверняка жив и болтается где-то возле бункера. А может отлучился по нужде. Хотя делать уверенные прогнозы касательно Лехиной судьбы старик конечно не стал бы. Сидорович не видел обуви посетителя, но исходя из того, что тот пробежал по ведущей в бункер бетонной лестнице абсолютно беззвучно, не прокрался, а иначе хозяин засек бы этого скрытного мерзавца. Сидорович отвлекся от входной двери всего-то на 10 секунд. Подошвы ботинок загадочного субъекта были тонкими и мягкими. Также торговец не мог видеть штурмовую винтовку, висевшую у гостя за спиной. Однако, взглянув на торчащий у него из-за плеча короткий приклад, старик не сумел даже приблизительно определить марку этой пушки. Хотя уж на что-что, а на всевозможные стрелковые оружия, Сидорович в зоне насмотрелся и мог бы сам при желании написать оружейную энциклопедию. Нож, которого поначалу испугался хозяин, гость предпочитал носить в специальных ножнах на левом предплечье. Холодное оружие загадочного сталкера представляло собой легкий вороненый кинжал с нешироким 15-сантиметровым клинком, аккурат таким, чтобы помещаться в наручном чехле и не препятствовать сгибанию руки, не читать тем грозным боевым ножам, сталк тем ценителям колюще-режущего оружия, которые понимали, важен не размер ножа, а то, насколько удобно он лежит у тебя в руке и как ловко ты им пользуешься. Торговец не подумал усомниться в умении визитера обращаться со своим кинжалом. Тот, кто способен подобраться незамеченным к жертве на расстоянии удара, превосходно знает анатомию кровеносных органов и способы их быстрого поражения. Сидоровичу повезло, что этот бесшумный как тень сталкер явился сюда не за его головой, а иначе барыга был бы уже гарантированно мертв. Молчаливый гость неспешно снял с лица респираторную полумаску, сложил ее пополам и закрепил в специальной плечевой лямке. При этом он опять-таки не произвел ни единого звука. Не раздалось даже шуршание одежды, которое, казалось бы, должно было отчетливо слышаться в полнейшей тишине. Но нет, незнакомец стоял в трех шагах от старика, но закроет тот глаза, вряд ли он смог бы определить, что в бункере присутствует посторонний. Напрягшийся Сидорович слышал лишь свое сиплое дыхание и жужжание мечущейся под потолком надоедливой мухи. Больше ничего. Просто мистика какая-то, честное слово. Наконец хозяин получил возможность взглянуть в лицо посетителю. Но едва старик, прищурившись, попытался выяснить, не встречал ли он когда-нибудь этого человека, как сам того не желая тут же отвел взгляд. Недоумевая, почему он вдруг так поступил, Сидорович снова попробовал опознать незнакомца и снова опустил очи долу, будто пристыженный ребенок. Да что за чертовщина, в конце до концов, хотел воскликнуть раздраженный торговец, но, разумеется, сдержался и, собрав волю в кулак, предпринял третью попытку рассмотреть ускользающий лик гостя. Ради этого хозяин даже был готов вставить в веки спички, лишь бы те в очередной раз предательски не дрогнули. К счастью, до сада мазохизма дело не дошло, и Сидорович, сосредоточившись, смог таки побороть свою необъяснимую стеснительность. Как оказалось, ничего особенного в лице незнакомца не было. Смугловатое, но вполне ординарное славянское лицо. Разве только чересчур холодное и невыразительное, но в зоне что-то особенное и более того отталкивающее во внешности посетителя все же присутствовало. Вот только что именно старик затруднялся определить. Складывалось ощущение, будто ему элементарно претило смотреть в глаза этому сталкеру. И причина крылась вовсе не в неуверенности, которую обычно испытывают слабые люди перед сильными. Да и не родился еще на свете человек, что заставил бы вот так запросто стушеваться матерого барыгу Сидоровича. Он сам кого угодно вгонит в смятение своим испытывающим непреклонным взором. Сталкер, помни, никто не торгуется с Сидоровичем. Это бесполезно и невыгодно для дальнейшего сотрудничества. Незыблемые правила, которые одним из первых усваивают в зоне все новоприбывшие искатели артефактов. Хозяин поморщился. Пялец на посетителя было сродни моральной пытке, но глаз упорно не отводил. И вскоре понял, что в незнакомце вызывало у него странную, почти инстинктивную неприязнь. Татуировка, покрывающая лицо гостя от вершины лба до шеи. Сложный витиеватый узор сотканный из тончайших и потому плохо заметных издали линий. Но если хорошенько присмотреться, занятие не для слабонервных, это точно, вскоре становилось ясно, чем на самом деле объяснялась смуглость этого человека. Именно татуировка раздражала его собеседника, непроизвольно вынуждая того смотреть куда угодно, только не на объект своего раздражения. А ведь гость явно неспроста покрыл свое лицо вычурным отталкивающим орнаментом. Незнакомец мог в открытую прикончить жертву в многолюдной толпе и потом удрать с места преступления, будучи уверенным, что свидетели не вспомнят точные приметы убийцы. Да мало ли, чего еще можно натворить с подобной внешностью. Все зависит лишь от воображения. Впрочем, минусов в ней тоже было предостаточно. Попробуй-ка, например, с такой физиономией закадрить на улице девушку и посмотри, что из этого выйдет. Если она с ней зайдет хотя бы до разговора с тобой, это уже будет невероятным достижением. Хотя у всех сталкеров имеются свои причуды и недостатки, чего, однако, нельзя с той же уверенностью сказать о человеческих достоинствах. Ими, к сожалению, мог похвастаться отнюдь не каждый обитатель зоны. «Чудна зона при тихой погоде», заговорил, наконец, посетитель, проранив странную на первый взгляд фразу. Однако Сидорович не удивился такому приветствию и незамедлительно ответил. «Не всякая птица долетит до середины Припяти». И, выдержав паузу, полюбопытствовал. «Все в порядке?» «Все правильно», кивнув, подтвердил визитер, после чего поздоровался уже как полагается, правда, сделав это холодным дежурным тоном. «Здравствуйте, Сидорович». «Здравствуйте», «а-а-а», старик замешкался. «Называйте меня майор», порекомендовал кальтер. «Просто майор». «В таком случае здравия желаю, товарищ майор». Старик не стал подниматься из кресла и вытягиваться по стойке смирно, как полагается при отдании воинской чести старшему по званию. В далеких 60-х годах прошлого столетия Сидорович был демобилизован из советской армии в звание старшины. В этом же звании осведомитель до сих пор фигурировал в картотегах ведомства. На чем кальтер, естественно, не настаивал. Никакой субординации между осведомителем и интрудером не было, а приветствие торговца являлось всего-навсего обычной шуткой, призванной придать беседе неофициальный настрой. В смысле, настолько неофициальный, насколько он вообще был возможен подобного рода. И вам того же, Сидорович, кратко ответствовал кальтер, продолжая стоять перед хозяином и не требуя для себя стула. Как, кстати, поживает наш общий знакомый, генерал Алтухов? Спросил торговец. Прошу прощения, но я не знаком с генералом Алтуховым, ответил майор. Он не сказал прямо. У нас не служит и никогда не служил такой генерал, поскольку это была заведомая правда, середине стратегической информации, касающейся руководящего состава ведомства. Разглашать такие сведения интрудер не собирался. Вместо этого он предпочел тоже правдивый, однако предельно обтекаемый ответ, на основе которого можно было сделать как истинные, так и ложные выводы. У всех есть свои обязательные правила, и у сталкеров, и у полевых оперативников ведомства. Извините, майор, но я тоже должен был вас проверить. Сидорович замялся и отвел глаза. После чего сразу же почувствовал облегчение, поскольку и без того чересчур долго пялился на неудобное лицо интрудера. Разумеется, согласился кальтер. «Однако кое-кто все же просил передать вам горячий привет. Из Припяти девяносто девятого года. Тот человек сказал, вы меня поймете». «О, конечно, конечно», оживился старик. «Безусловно, я вас понимаю. Припять, зима девяносто девятого. Разве такое можно забыть? Приятно узнать, что мой друг еще жив. Как он поживает?» «Нормально. На здоровье пока не жалуется». «Что ж, я рад это слышать». «Действительно рад. Если увидите его, скажите, что я тоже передаю ему пламенный привет и снова благодарю за крайне своевременную помощь, которую он мне тогда оказал». «Как только представится случай, непременно передам», пообещал кальтер. «Будьте уверены, ваш друг тоже прекрасно помнит о той тяжелой зиме и о всех ваших совместных делах». «Что с вами стряслось?» поинтересовался Сидорович, указав на небрежно оттертые пятна крови на комбинезоне майора. «Занятно. Переданный торговцу привет из прошлого был предельно скуп, а на душе старика потеплело так, как она не согревалась уже очень давно». Эта нечаянная радость сумела оттеснить на задний план и похмелье, и сопутствующую ему головную боль, отчего Сидорович даже перестал сожалеть о разбитой банке с целебным рассолом. Какой, однако, приятный сюрприз свалился сегодня старику на голову. Пожалуй, такое надо обязательно отпраздновать. К тому же, заступив с утра на службу, торговец так и не отгулял положенные ему похмельные дни, поэтому имел полное право прикрыть лавочку и продолжить пьянку. Угодил в небольшой инцидент возле автобусной остановки, неохотно ответил майор. Повезло, удачно отделался. Оказывается, в ваших краях водится гораздо больше агрессивных зверей, чем я предполагал. Некоторые из них до сих пор настолько дикие, что понятия не имеют, кто на этой планете царь природы. «Да, возможно, за пределами зоны мы и впрямь еще царим над природой», хмыкнул Сидорович. Понятия не имею, как там обстоят дела. Я очень давно не выбирался из этих мест. Но здесь человек является всего-навсего жалким, ничтожным рабом. Зона терпит нас лишь потому, что мы пока нужны ей. Не знаю, зачем и для чего эта истина находится выше моего стариковского разумения. Но поверьте, как только зона перестанет нуждаться в человеке, она вышвырнет нас отсюда, словно покастливых щенков. Или прихлопнет, как мух. «Получай, зараза!» «Шлеп!» торговец ударил по прилавку мухобойка и убил таки назойливую муху, что донимала старика с самого утра. Насекомая прометчиво села прямо перед бедителем Сидоровичем, видимо, надышалась под потолком водочных паров и ощутила непреодолимую тяжесть в крыльях, что цокотуху в итоге изгубило. Торговец усмехнулся. «Вот вам еще один наглядный пример вредоносности алкоголя, уважаемые родители за здоровый образ жизни». «О, простите, великодушно, товарищ майор, сейчас я дам вам стул», спохватился хозяин, поднимаясь из кресла и виновата добавил, «просто башка раскалывается после вчерашнего, поэтому и торможу, как кировец на спуске». «Не нужно», отмахнулся кальтер, «я к вам ненадолго». «Доложите, что обязаны, и я пойду». «Только сначала прикажите своему парню опустить оружие». «Какому парню?» недоуменно наморщил лоб Сидорович, но в следующую секунду ситуация прояснилась. Интрудер стоял перед торговцем, полностью загораживая дверь, поэтому старик не не видел, как по лестнице медленно крадется Леха Шпала со вскинутым калашом. Леха был молод и не слишком дисциплинирован, но кое-какой боевой опыт имел. Учуяв, что кто-то проник в бункер без его ведома и разговаривает с Сидоровичем, прострафившийся и обозленный сталкер не запаниковал, а решил в свою очередь застать коварного посетителя врасплох, будь он даже закадычным другом барыги. Двигался Шпала достаточно тихо, однако не настолько беззвучно, чтобы кальтер его не рассекретил. Интрудер услышал шаги подкованных ботинок охранника еще наверху, а вскоре разглядел его отражение в стеклянной дверце настенного шкафчика, висящего за спиной торговца. Сидорович обо всех этих в принципе элементарных шпионских трюках не догадывался, но ничуть не удивился звериному чутью майора, потому как не сомневался, для выполнения особой задачи ведомство прислало сюда не рядового оперативника, а того, кто ни одну собаку съел на подобного рода операциях. Так что этот жуткий майор при необходимости всех псевдособак зоны сожрет и не поморщится, что и доказывали свежие пятна крови на его комбинезоне. — Стоять, не двигаться! — гаркнул Леха еще до того, как Сидорович его увидел. Охранник замер в паре шагов от стоящего к нему спиной кальтера, благоразумно предпочитая не приближаться вплотную к нахальному визитеру. — Руки на затылок! Кому говорю, урод! — Ты автомат-то с предохранителя сними и перезаряди! Необорачиваясь, невозмутимо порекомендовал ему кальтер. Руки он, естественно, не поднял, поскольку прекрасно знал, что молодой сталкер просто хорохорится, и впредь, когда в кустике по нужде отлучаешься, не бросай оружие, где попало. Майор демонстративно уронил под ноги шпали автоматный патрон, извлеченный интрудером из патронника безнадзорного Лехиного калаша, на который кальтер наткнулся перед входом в бункер. Да и за объектом охранения, даже со спущенными штанами, все равно не мешает приглядывать. — Чего, блин? О, сука! Вновь пресаженный Леха, однако, последовал совету обидчика, щелкнул автоматным предохранителем и передернул затвор. — Эй, мужик, ты че, не въехал? Я про руки типа пошутил, что ли? — А ну, угомонись, Леха, сострожившись, приструнил хлопца Сидорович. — Все в норме, это свой. Разве Шустрый тебе не сказал, что я жду клиента? — Ну, сказал, и че? — огрознулся Шпала. — Какого хрена тогда этот клиент по поселку словно полтергейст шарится? — Что, Бартазеев, вроде тебя, уму-разуму поучить, ответил за майора хозяин. — Ты бы лучше неблагодарный морда нашему гостю спасибо за урок сказал, а не автоматом в него тыкал. — Ладно, топай отсюда, не мешай, у нас тут серьезный разговор идет. — Не за что мне, блин, его благодарить, шмыгнув носом, проворчал Шпала и опустил оружие. — В следующий раз надумает шутки шутить, пристрелю к чертям собачьим и весь базар. Тоже мне учителя выискались. И, подобрав валявшийся на полу патрон, поплелся наверх продолжать нести караульную вахту. — Мал-мала меньше, а все равно сюда прутся, посетовался Дарович интрудеру, кинув вслед ушедшему шпале. — А слушаются бредные про легкие деньги и бегут за ними в зону, будто они здесь на деревьях растут. Этому вон сопляку мотоцикл импортный захотелось купить, аж сон бедняга из-за него потерял. — Оно и понятно, рожей-то парень не вышел, умом тоже, вот и хочет как-то это дело компенсировать. Жаль, одного не понимает. Не на мотоцикл он здесь заработает, а на инвалидную коляску или на гроб цинковый. — Эх-то, что я вам, товарищ майор, об этом толкую? Разве сам я в Лехины годы другим был? Такой же охламон. — Дайте воды и тряпку, — попросил кальтер, не намереваясь поддерживать этот пустопорожний разговор за жизнь, после чего уточнил. — Надо комбинезон почистить, а то все окрестные твари на запах крови за мной потянутся. Торговец поставил на прилавок пластиковую полторашку с водой и достал из корзины чистую ветошь. Майор смочил ее и, повернувшись к свету, стал оттирать от одежды вонючую кровь снорка. Особого труда это не требовало. Комбинезон интрудера был сделан из легко чистящегося материала и не впитывал в себя никакую грязь. — Прошу вас, Сидорович, докладывайте, не ждите. Не отрываясь от работы, поторопил кальтер примолкнувшего хозяина. — Сами понимаете, время дорого. Мне сообщили, что вам все-таки удалось собрать информацию об интересующей нас сделке. Надеюсь, эти сведения вызывают доверие? — Безусловно, — подтвердил старик, немного обидевшись. — Разве я когда-нибудь предоставлял вам липу или непроверенные слухи? — Нет, — помотал головой интрудер, — за что вас и ценят. — Что ж, спасибо за доверие. Вмиг оттаял осведомитель. Та же лаконичная похвала от представителя ведомства была практически равносильна вручению медали за заслуги перед Отечеством. — Как прикажете, к делу, значит, к делу. Сидорович плеснул себе полстакана воды, промочил горло, утер губы рукавом и продолжил. — А расклад по выданной вами ориентировке на сегодня такой. Груз из-за кордона прибывает послезавтра вместе с армейским патрулем, который отправится к бывшему НИИ Агропром под видом зачистки местности от мутантов. Патрулем командует капитан Назар Чупренко. — Капитан Чупренко, — негромко повторил кальтер, фиксируя в уме фамилию помехи и шоркая по испачканному рукаву мокрой тряпкой. — Мой источник также сообщает, — продолжал торговец, что капитан Чупренко является доверенным лицом полковника Сердобольцева, снятого полгода назад по подозрению в служебных махинациях с должности командира 6-го миротворческого батальона, охраняющего этот сектор периметра. А конкретно полковника обвиняют в организации схемы по продаже сталкерским кланам оружия зарубежного производства. После отстранения Сердобольцева новые натовские стволы все равно продолжают здесь появляться. Пусть не в прежнем количестве, но несколько крупных партий за последние полгода приходили, это точно. Об одной из них я вам, кстати, сообщал. — Да, разумеется, — кивнул кальтер. — Просто из вежливости. На самом деле он понятия не имел о том сообщении. Он был привлечен к этому делу лишь в качестве полевого оперативника и пользовался информацией, отфильтрованной для него стратегом. В данный момент в ней оставалось заполнить только один пробел — выведать точное место встречи продавца и покупателя стратегического товара противозенитного комплекса «Пурга-Д», похищенного недавно с секретного испытательного полигона под Мурманском. Ведомство лишь приблизительно отследило маршрут, по которому была отправлена уворованная ракетная установка, и перехватить груз в пути не удалось. Пришлось планировать его перехват уже на месте, однако с этим возникла одна существенная загвоздка. Ведомство подозревало, что в незаконной сделке участвуют представители армейского миротворческого контингента, те самые лица, что когда-то работали и, скорее всего, до сих пор работают на коррупционера Сердобольцева. Поэтому даже скрытное проникновение в зону оперативного подразделения могло быть в любой момент рассекречено. Наблюдатели из военной разведки и их внештатные помощники фиксировали перемещение крупных сталкерских групп и передавали информацию своему командованию, среди которого наверняка остались верные Сердобольцевы офицеры. Группа новых, но уже отлично экипированных сталкеров, а больше оперативникам ведомства выдать себя в зоне было незакого, неминуемо вызвала бы подозрения в штабе миротворческого контингента и сделка по продаже Пургиде гарантированно была бы отсрочена. А то и вовсе отменена. И новейший вертолетный ПРК мог уплыть совсем в другое место, куда-нибудь юго-восточнее, где на него тоже нашелся бы покупатель. Пришлось ведомству подключать к операции спецотдел «Мизантроп», хотя работа внутри бывшего советского пространства не входила в сферу интересов данного подразделения. Но сроки поджимали, а оперативники «Мизантропа», как никто другой, подходили для заброски в зону, поскольку всегда и везде работали исключительно в одиночку и без поддержки центра. Одинокий сталкер, даже оснащенный ультрасовременным вооружением, не привлекал к себе особого внимания. По зоне постоянно шлялись чокнутые богатые экстремалы, слетающиеся сюда со всего света на экзотической сафари. Однако дополнительное преимущество оперативников-интрудеров состояло в том, что они вообще могли и не показываться никому на глаза до момента выхода на цель. В основном «Мизантропов» готовили для работы в странах Средней Азии и Ближнего Востока. В местах обитатели коих, ввиду их особого восточного менталитета, славились тем, что к ним было катастрофически сложно, а зачастую попросту невозможно внедрить шпиона-крота. Для разведывательно-диверсионной деятельности в том регионе требовались особые методы и зачастую крайне радикального, прямолинейного толка. Именно они, а не хитросплетение шпионских интриг, чаще всего приносили необходимый результат. Поэтому недаром гербом отдела «Мизантроп» служил разрубленный пополам сложно сплетенный узел. Тот самый Гордиев узел, знаменитая фригийская загадка, с которой безыскусно, но эффектно расправился Александр Македонский, наглядно продемонстрировав, как должен вести политику тот, кто твердо решил править азиатским миром. Кальтер и его собратья по отделу являлись узкопрофильными специалистами, обученными разрубать узлы, распутывание которых дипломатическим путем было попросту невозможно. Мизантропов посылали на юг с конкретными, четко спланированными задачами. Их выполнение никогда не требовало ассимиляции с патологически недоверчивыми аборигенами, а также вступления в контакты с кем бы то ни было. Разумеется, Кальтер неплохо владел арабским и несколькими его расхожими диалектами, но общаться с представителями местного населения ему приходилось лишь в особо оговоренных случаях. А чем заканчивались те встречи, майор вспоминать не любил. Он вообще старался по возможности сразу же забывать задания, в которых принимал участие. Так его обучили. И только это помогало Кальтеру на протяжении двух десятков лет сохранять кристально чистый рассудок и до сих пор оставаться одним из лучших оперативников спецотдела «Мизантроп». Даже несмотря на то, что майор пережил на этом посту всех тех, с кем когда-то начинал службу в ведомстве. Старый конь борозды не испортит. Очевидно, именно таким принципом руководствовался стратег, когда посылал Кальтера в зону. Что ж, скоро выяснится, насколько дальновидным было командование, доверив это дело ветерану, коему оставались считанные годы до отставки. Однако на сей раз майор был благодарен стратегу за то, что тот не промаркировал как помеху старика-осведомителя и тех сталкеров, с которыми интрудер мог случайно столкнуться в зоне. Что ни говори, работа на родине имеет больше преимуществ, чем заграничные командировки. В них судьба видевших мизантропы информаторов или нечаянных свидетелей в большинстве случаев складывалась незавидно. Кто покупатель, поинтересовался Кальтер, закончив чистку комбинезона и напоследок опрыскав его специальным дезодорантом, нейтрализатором запахов. «Монолит», — ответил Сидорович. «Кто конкретно из сектантов прибудет навстречу и на каком транспорте, я, к сожалению, не выяснил. «Монолит» — закрытая организация, не контактирующая с другими сталкерскими группировками, поэтому раздобыть информацию о секте по обычным каналам невозможно. При штурме 4-го энергоблока «Монолитовцы» отбили у военных несколько единиц бронетехники плюс один боеспособный вертолет. Но вы уже наверняка это выяснили и можете спрогнозировать любой вариант развития послезавтрашних событий. «Монолит воюет со всеми без исключения сталкерами», — заметил Кальтер. «Неужели, к примеру, тот же Долг никогда не брал в плен сектантов и не допрашивал их?» «В зоне очень редко берут пленных, майор», — вздохнул торговец. «В основном потому, что никто не предлагает за них выкуп. Когда сталкеры сбиваются в клан, подавляющая их часть все равно остается индивидуалистами, преследующими лишь свои корыстные цели. Какому искателю спрашивается охота отдавать врагам с трудом добытые артефакты, чтобы спасти жизнь тому, кто, возможно, завтра умыкнет у тебя из-под носа ценнейшую находку? Конечно, исключения бывают, но это скорее частные случаи, характерные лишь для воистину сплоченных товарищеских компаний, каковых в зоне раз-два и обчелся. Даже альтруисты из Долга скорее предпочтут отбить взятых в плен братьев силой, чем пойдут на переговоры с врагом. Хотя насчет этих парней вы, скорее всего, правы. Генерал Воронин — опытный солдат и наверняка требует от своих подчиненных, чтобы они по возможности выпытывали у пленных стратегическую информацию. Однако я сомневаюсь, что даже долговцам по силам разговорит сектанты из Монолита. «Монолитовцы фанатики?» — спросил интрудер по опыту южной работы, знающий, что представляет собой подобная одержимая публика. «Да типа того», — согласился Сидорович. «Такие, как эти ребята, скорее откусят себе язык, чем расколются на допросе». Раньше у меня был надежный контакт в Долге, причем приближенный к самому генералу. Но, к несчастью, год назад мой информатор погиб, и теперь я почти не в курсе того, что творится внутри этой группировки. Собираю лишь сплетни, но за их правдивость я поручиться, увы, не могу. «Что вы можете рассказать о НИИ Агропром?» — задал очередной вопрос Кальтер. «А что именно вас интересует? Припомните все, что вам известно, и желательно поподробнее». «Без проблем, но это займет некоторое время. Может быть, все-таки присядете?» «Хорошо, так и быть. Давайте сюда ваш стул». «Чаю хотите?» «На травах. По рецепту болотного доктора». «Пожалуй, тоже не откажусь. Когда еще случай представится?» «Завтра уже не до чая будет». «Еще одна просьба». Похоже, суровый майор вдруг почувствовал неловкость, или с здоровью что-то лишь померещилось. «Не найдется ли у вас случайно лишнего мешочка с болтами? Если надо, я вам за них заплачу». «Это за болты, что ли?» — расплылся в улыбке старик. «Дополните, какая оплата! Берите даром вместе с мешочком. Такого добра у меня навалом». «Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на RussianPodcasting.ru» Глава третья. Лезть под землю Кальтеру страсть как не хотелось. Но из всех способов проникновения в исследовательский центр НИИ «Агропром» пробраться туда по подземным коммуникациям было самым оптимальным вариантом. Повышенный риск, который в этом случае брал на себя интрудер, компенсировался фактом внезапности. Поэтому Кальтер предпочитал рискнуть и появиться на территории нужного объекта оттуда, откуда майора никто не ждал. Вдобавок, согласно информации Сидоровича, грядущей ночью в зоне намечается очередной выброс, так что интрудеру нужно было в любом случае подыскивать себе укрытие. Институтские катакомбы для этого вполне подходили. Однако, склонившись над жерлом ведущей в них широкой вертикальной шахты, майор засомневался, а правильно ли он поступает. Сидорович был достаточно осведомлен об агропроме, но практически ничего не знал о его подвалах. Единственные точные сведения, коими располагал старик о катакомбах, касались лишь расположения выходов, плюс факт из-за разряда обоснованных слухов, что военные те катакомбы не контролируют и вообще не суются в них, заминировав со своей стороны ведущую на поверхность шахту. Чего боялись оккупировавшие институт вояки? Мутантов, которые якобы обитают в подвалах? Не только их. Стратегической ценностью подземелья не обладали лишь для тех, кто желал пробраться в исследовательский центр, а не наоборот. Второй выход из тоннеля располагался километром севернее, рядом с институтским хозблоком, и армейцы, которые уже не контролировали ту территорию, попросту блокировали ведущие оттуда к ним на базу подземный ход от злоумышленников вроде Кальтера. Армейских мин интрудер не слишком опасался, а вот насчет мутантов и аномалий беспокоился не на шутку. Хлебнул с ними лихо на кордоне, мало не показалось. «Не спеши и осмотрись» — этот девиз Кальтеру было впору начертать у себя на комбинезоне. Или вытатуировать на лбу, предварительно сведя оттуда часть символа Альшаддада, который, согласно особой директиве стратега, вот уже более десяти лет использовался интрудерами мизантропа вместо камуфляжной окраски. Руководствуясь местным девизом, Кальтер проделал весь путь от кордона до института, пройдя за 30 часов расстояние, которое интрудер за пределами зоны покрыл бы в четыре раза оперативнее. Даже в горах Памира он передвигался намного быстрее. Здесь же, в краю холмов, полей, болот и перелесков, отменный скалолаз и бегун Кальтер плелся к цели со скоростью неторопливо прогуливающегося пенсионера, в то время как сил на эту прогулку уходило несоизмеримо больше, чем она, казалось, этого требовала. Помимо обещанного мешочка с болтами, Сидорович сучил майору неисправный автомат Энфилд, который гостю пришлось в обязательном порядке взять, дабы вписаться в легенду о богатом покупателе и помочь хозяину оправдать появление у него на руках солидной денежной суммы. Деньги были выданы торговцу в качестве оплаты за сбор информации, и Сидорович мог заказать на них с большой земли хорошую партию нужного сталкером товара. По мнению майора, история о продаже винтовки не выдерживала критики, ведь Леха Шпала наверняка заметил, что визитер вооружен гораздо более современной пушкой, нежели поддержанный Энфилд. Но Сидорович лишь отмахнулся и сказал, что для того, чтобы отбрехаться от расспросов, легенда вполне сгодится. А о чем там сталкеры будут судачить у него за спиной, торгаша уже не волновала. Интрудер пожал плечами, мол, ваши проблемы, а покинув поселок, утопил небоеспособный реквизит в первом попавшемся бочаге, дабы не тащить на себе лишний груз. А вот болты Кальтеру действительно пригодились. Еще в бункере он, по совету Сидоровича, обвязал вокруг каждого из них короткую тряпочную ленточку, чтобы было проще находить их в густой траве. А отправившись в дальний путь, взял за правило постоянно вертеть в пальцах болтик, словно четкий, и при любом сомнении швырять тот в подозрительное место, не дожидаясь сигнала детектора. С глазомером у Кальтера был полный порядок, так что интрудер мог проверять свои опасения, не приближаясь чересчур близко к подозрительным местам. В общем, постигал мало-помалу местную науку выживания, приобретя сталкерские привычки, бесполезные за пределами зоны, но жизненно необходимые здесь. Не обошлось и без курьезов. Однажды Кальтер решил проверить непонятные завихрения воздуха, на которые не среагировал детектор, и ненароком засветил болтом вспящего среди высокой травы клыкастого кабана-мутанта. Монстру такая бесцеремонность крайне не понравилась, и он решил воздать обидчику по заслугам. Заметив, какую аномалию он разбудил, Кальтер немежкая вскинул винтовку и открыл огонь по несущемуся к нему во весь опор кабану. Пробитый полудюжиной пуль, тот, однако, и не думал останавливаться, а продолжал мчаться на человека с стремительной четвероногой торпедой. У интрудера не оставалось иного выхода, как уступить противнику дорогу, уйдя перекатом в сторону, и позволить кабану с хрюканем и визгом проскочить мимо. Приняв изготовку для стрельбы с колена, майор повторно взял на мушку промахнувшегося мутанта, но стрелять не спешил, понадеялся, что этот сгусток ярости все-таки обессилит от ран и скопытится, сэкономив Кальтеру несколько патронов. Но кабан затормозил, развернулся, и вновь вперв в жертву злобной глазки рванул к ней с прежней неуемной прытью. Во втором раунде этой маленькой корриды интрудер решил изменить правила. Выждав, когда упорный мутант приблизится, Кальтер пальнул в него из подствольной ракетницы дротиком с разрывным наконечником, загодя приготовленным майором как раз для самых неугомонных представителей местной фауны. Пороховой заряд вытолкнул дротик из подствольника, и дротик вонзился кабану аккурат в лоб, после чего разделился на несколько сегментов, подобно пуле Дум-Дум, только с гораздо большим поражающим эффектом. Голова монстра разлетелась на кровавые ошметки, но Кальтеру все равно пришлось отскочить вбок, а иначе несущиеся на него обезглавленные тела неминуемо сшиблы бы майора с ног не хуже мотоцикла. И только пробежав по инерции еще с десяток метров, подстреленный кабан рухнул и, забившись в судорогах, утихомирился. Майор сглотнул слюну, отстегнул маску, а затем облегченно вздохнул и вытер намокшее от пота лицо. Хорошенький сафари выпало на его долю. А если бы в траве спал не один свирепый кабанюка, а хотя бы парочка подобных? Будь это так, Кальтер не стоял бы сейчас на ногах, а лежал в траве с переломанными конечностями, отбитыми внутренностями и разодранной глоткой, дожидаясь, когда по его душу заявятся мутанты-падальщики. Впрочем, здешние хрюшки-терминаторы наверняка и сами не прочь полакомиться человечиной, ибо не верилось, что такая кровожадная зверюга питается лишь кореньями и желудями. К вечеру своего первого дня пребывания в зоне, Кальтер с оглядкой и на полусогнутых добрался до свалки. Когда же начали сгущаться сумерки, он лежал на пригорке и обозревал в бинокль знаменитой кладбище техники. Место временного пристанища практически всех сталкеров, идущих с кордона или, наоборот, возвращающихся на него. Кладбище было одной из старейших достопримечательностей зоны, поскольку образовалась тут еще четверть века назад, после первого чернобыльского выброса. Именно этот пустырь выбрали ликвидаторы аварии на ЧАЭС для массового складирования радиоактивной техники, поскольку вывозить ее отсюда было попросту недопустимо. Ветры, дожди и снегопады превратили расставленный длинными рядами гражданский и армейский транспорт в ржавый хлам, наподобие того трактора, возле которого майор схлестнулся со снорком. Пространство между рассыпающимися от времени автомобилями зарастало травой и кустарником. И лишь сталкеры, облюбовавшие кладбище техники для стоянок, еще хоть как-то придавали ему, если можно так выразиться, худобедно-жизнерадостный вид. Чем оно привлекало искателей артефактов, неизвестно. Неужели только тем, что располагалось неподалеку от самых безопасных путей проникновения на кордон? Или же скопление автомобильных динозавров прошлого века обладало некой энергетикой, притягивающей к себе путников подобно тому, как заманивали древних моряков своими песнями сладкоголосые сирены? Правда, в отличие от жертв сирен, сталкерам везло больше, и они могли покинуть притягательное для них место, когда пожелают. Видимо, духи кладбища были уверены, что в следующий раз с китайцами в любом случае никак не пройдут мимо, поэтому и отпускали их без проблем. Сегодня на стоянке было не слишком многолюдно. Однако майор все равно не собирался появляться там в открытую, как и уходить от технокладбища на ночь глядя. Новичкам с китайцам вроде кальтера и днем-то по зоне ходить опасно, а ночью и подавно. С наступлением темноты даже матерые сталкеры предпочитают хорониться по убежищам, позволяя себе расслабиться после напряженного дня. Нельзя сказать, что майор был вымотан до предела. Многосуточные рейды без сна и отдыха являлись для него нормой. Но испытывать судьбу, дерзнув на ночной переход по зоне, не проведя в ней и суток, кальтер, разумеется, не стал. Шансы выжить в таком походе у него были мизерные. Ни луны, ни звезд на небе не наблюдалось, а полагаться в кромешной тьме на прибор ночного видения, даже такой высокочувствительный, как ведомственный ноктюрн, было чересчур самоуверенно. Разглядеть во мраке при помощи ноктюрна удалось бы, пожалуй, лишь одну из десяти аномалий. А уж соревноваться в зоркости с мутантами можно было, только став одним из них. Короче говоря, ночная зона являлась тем противником, превосходство которого над кальтером было неоспоримо без доказательств. Майор дождался, когда окончательно стемнеет, затем осторожно спустился с холма, прокрался под ограждением из колючей проволоки и подполз под старенький строительный вагончик, в котором сталкеры ночевали и прятались от дождя. Благодаря тому, что сигналы ПДА кальтера не улавливались радарами других сталкеров, засечь проникшего в лагерь чужака они были не в состоянии. Майор, конечно, мог не рисковать, подбираясь так близко к сталкерской стоянке, и залезть под днище какого-нибудь автобуса. Но мертвецы на этом кладбище источяли такой радиационный фон, что дозиметр возле них начинал стрекотать безумолку, словно кузнечики, которые давным-давно вымерли в зоне. Поэтому интрудер не стал лишний раз приближаться к облученной технике. А вагончик, судя по всему, появился здесь недавно, поскольку сталкеры без опаски пользовались им как укрытием. Трава под ним была не примята, и это послужило для кальтера добрым знаком. Значит, какие бы многочисленные группы скитальцев порой не собирались на стоянке, они всегда умещались в вагончике, и никому не выпадал жребий ночевать под ним, где тоже имелись вполне пригодные условия для ночлега. Стараясь не примять траву, скрывавшую его от сталкеров, жарящих на костре вороньи тушки, кальтер наскоро сжевал несколько фирменных ведомственных калет, питательных, но за годы службы остатчертевших майору до изжоги. Потом запил свой скромный ужин витаминным напитком, и, настроив себя проснуться ровно в четыре часа утра, забылся чутким неглубоким сном. Конечно, было невежливо вот так, без разрешения пользоваться услугами местной охраны, но поскольку сталкеры о скрытном визитере не знали, значит и не обиделись. Разбудили майора предупредительные окрики часовых, заметивших в предрассветных сумерках какую-то опасность. Кальтер мигом продрал глаза и украдкой выглянул из зарослей, слушая, как дощатый полбудки над ним соторогается от опыта поднявшихся по тревоге сталкеров. По доносящимся до интрудера возгласам и обрывкам фраз, сопровождаемых клацанием автоматных затворов, он выяснил, что с востока к стоянке движется группа бандитов. Очевидно, они прознали, что сегодня здесь ночует немногочисленная группа скитальцев, и решили напасть на них, когда у уставших часовых начнут слепаться глаза. Поняв, что их выходка сорвалась, бандиты открыли огонь еще на подходе к стоянке, и ринулись в атаку, собираясь взять заспанных сталкеров уже не тихой сапой, как планировалось, а нахрапом. Пули засвистели над кладбищем, дырявя стены вагончика и обшарпанные борта, стоящие на вечном приколе техники. Но сталкеры оказались не лыком шиты. Как-никак эта территория принадлежала им, и тактика ее обороны была отработана хозяевами на совесть. И наверняка испробована на практике, поскольку подобные нападения на стоянку вряд ли являлись редкостью. Искатели артефактов быстро рассредоточились по распределенным еще с вечера позициям и взялись поливать врагов ответным огнем, методично, без лишних криков и руганий, коими сопровождалась бандитская атака. Поэтому неудивительно, что вскоре она захлебнулась, натолкнувшись на грамотно организованную оборону. Но упрямые, как тот кабан, что напал вчера на кальтеры, бандиты, однако, не отступили, а залегли в складках местности и переключились на позиционный бой, либо собираясь взять сталкеров измором, либо попытаться перегруппироваться и атаковать кладбище с другого направления. Второе было наиболее вероятным, поскольку длительные бои в зоне никогда не велись. Слишком дороги были тут патроны, которые любая позиционная война пожирала в немеренных количествах. Да и терпения у местных бандитов для изматывающей схватки вряд ли хватило бы. Не те они были вояки, как, например, их собратья из Средней Азии, способные драться на равных не только с полицией, но и с частями регулярной армии. Кальтер не намеревался встревать в чужую разборку и решил слинять из опасной зоны, пока в тылу у сталкеров было еще спокойно. Майор не сомневался, что они отобьются, поскольку видел, что хозяева готовы отбить атаку с любого направления. Застать их врасплох любителям легкой наживы уже не удастся, и бандиты наверняка уберутся в освоясь еще до того, как окончательно рассветет. Но прятаться на окруженной стоянке под огнем и тех, и других майору не хотелось. И пока большинство сталкеров смотрело на восток, интрудер вылез из-под вагончика и пополз между рядами ветхой техники к западным воротам кладбища. Как ни старался мизантроп избежать участия в не касающемся его конфликте, полностью отстраниться от него кальтеру не удалось. Отползя от вагончика на достаточное расстояние, интрудер поднялся с земли и, пригнувшись, рванул короткими перебежками в выбранном направлении. Майор не мог ретироваться тем же маршрутом, каким пришел. Во-первых, оттуда же десять минут назад явились и бандиты. А во-вторых, если вчера, ползя на стоянку, он спускался с холма, то теперь ему пришлось бы карабкаться вверх по крутому склону, что, естественно, было бы не самым рациональным выбором. Быстро рассеивающиеся сумерки уже позволяли разглядеть впереди лежащий путь без прибора ночного видения. Поэтому парочку бандитов, что двигалось навстречу интрудеру по тому же проходу, кальтер засек раньше, чем они его. Юркнув между лежащим на днище бесколесным БТРом и измятым жигуленком, майор хотел перебежать в соседний проход, но оказалось, что и по нему крадутся двое рослых типов в масках и натянутых на головы капюшонах. Спрятаться под днище какого-либо из бежащих стальных мертвецов было нереально, а метаться по проходам в поисках подходящего укрытия слишком поздно. Заходящая сталкером в тыл четверка бандитов, не исключено, что их было больше, майор не видел, что происходит в других проходах, быстро продвигалась вперед и вскоре должна была поравняться с затаившимся между БТРом и легковушкой кальтером. Единственным преимуществом интрудера было то, что враги пока его не обнаружили, но до того момента оставались лишь считанные секунды. «Ша, пацаны!» — только и успел прокричать первый из ублюдков перед тем, как словил в лоб пулю из ВМК. Крадущемуся позади его приятелю тоже хватило времени, чтобы выругаться, но не более. Майор не позволил ему ни уклониться, ни открыть ответный огонь, прикончив врага двумя выстрелами в грудь. Фактор внезапности был потерян, зато левый проход стал свободен для прорыва, чем кальтер не применил воспользоваться. Крики приконченных бандитов переполошили их приятелей, крадущихся по другим параллельным проходам. Как и предполагалось, бандитских групп было не две, а около полудюжины. Ближайшая из них, та, что двигалась по соседству с уничтоженной, начала расстреливать из автоматов ближайшую технику и орать, предупреждая остальных о борзых фраерах, заваливших Кефана и Зюзю. Кальтер ошибочно приняли за группу сталкеров, заходящих бандитам во фланг. Их скрытное продвижение сорвалось, и все они бросились на подмогу правофланговой группе, что продолжало остервенело палить по технике, полагая, что где-то за ней прячутся убийцы двух невезучих пацанов. Со стороны лагеря в этом направлении тут же ударили неприцельные очереди. Хозяева стоянки понятия не имели, что вспугнуло заходящих им в тыл бандитов, но живо отреагировали на их появление предупредительным огнем. А майора и след простыл. Обежав по дуге разъяренных приятелей, подстрелянных им Кефана и Зюзи, Кальтер поднырнул под колючую проволоку и покинул пределы кладбища. А затем, метнув болт в сторону ближайших кустов и не выявив на пути аномалий, стремительно достиг укрытия, где затаился и, наконец-то, позволил себе короткую передышку. Когда же над зоной взошло скрытой рваной вуалью туч солнца, Кальтер уже продвигался на северо-запад. Свалка, в отличие от того же кордона, изобиловала множеством укрытий искусственного происхождения. Они являли собой не только разбросанную повсюду старую технику, но и прочий крупногабаритный мусор. Искореженные металлоконструкции, мятые топливные резервуары, разбитые бетонные блоки, едва ли не всех существующих в мире форм и размеров, куски труб, самый широкий, из которых мог проехать даже армейский БТР, железные щиты, коих на свалке, наверное, хватило бы для постройки целой флотилии нефтяных танкеров, сплетенные в немыслимые узлы строительная арматура, огромные локаторные антенны, пару раз попавшиеся к Альтеру на пути. Все это валялось здесь в полнейшем хаосе, в котором, однако, при желании, можно было отыскать некую мрачную гармонию, подходящую для увековечения на эпическом полотне под названием «Закат эры человека». Это была самая грандиозная свалка, когда-либо виденная майором, и потому он был полностью согласен с тем сталкером, которому пришло в голову писать ее название с заглавной буквы. Именно так. Свалка. Не добавить, не убавить. Все предельно ясно. Даже несведущий человек глянет на местную карту и поймет, какого калибра мусор заполняет эту обширную территорию, протянувшуюся вдоль южного кордона, от темной долины до агропрома. Лавируя между нагромождениями монументальных останков цивилизации, многие из которых даже на расстоянии вгоняли в панику дозиметр, Кальтер, не спеша и осматриваясь, добрался к полудню, доведущей на агропром дороги. Места эти оказались на поверку гораздо оживленнее, нежели представлялось майору по рассказу старика Сидоровича. Похоже, торговец бывал здесь довольно давно, и с тех пор в этих краях многое успело измениться. Сюда, в отличие от кордона, военные патрули заезжали нерегулярно, а время от времени, и потому на свалке бандитам было намного вольготнее отлавливать возвращающихся с хабаром сталкеров. Стычки, подобные той, невольным участникам, которой майор стал сегодня утром, здесь не являлись редкостью. Частенько, то с одной, то с другой стороны, гремела оружейная пальба. Едва заслышав звуки близких выстрелов, Кальтер сразу же бросался искать укрытие и пережидал в нем неспокойные минуты. Дважды мимо него прокрадывались компании настороженных людей, но ни разу ему на глаза не попался такой, как он, единоличник. Да, пересечь свалку из конца в конец в одиночку очень и очень тяжело. Поэтому даже незнакомые друг с другом сталкеры, а когда подпирала нужда тубывалые члены враждующих кланов, заключали между собой временные альянсы, чтобы отбиться от ошивающихся на свалке грабителей. Однако имелся в этом многолюдии, по здешним меркам, разумеется, и свой плюс. Благодаря постоянно снующим по свалке сталкерско-бандитским группировкам, на ней обитало очень мало собак, псевдоплоти, кабанов и прочих неразумных стайных мутантов. А те, что изредка попадались навстречу майору, шарахались от человека, будто от аномалии. Кальтеру это, безусловно, играло на руку, ведь скрыться от бандита или сталкера не в пример легче, чем от чутких монстров зоны. Облюбовавшие южный комплекс зданий агропрома военные отвадили от института множество как романтиков с большой дороги, так и обычных искателей артефактов. И пусть в северном хозблоке продолжали отираться то те, то другие, по сравнению со свалкой район НИИ выглядел безлюдно. Чего нельзя было сказать о мутантах, их поголовье здесь оказалось выше, чем несколькими километрами восточнее. Стаи псевдособак и слепых псов чувствовали себя на окрестных полях полноправными хозяевами и заставили Кальтера изрядно понервничать. Поэтому он решил не отдаляться от асфальтовой дороги, с которой курсировавшие на свой форпост и обратно военные наверняка любили пострелять по пробегавшим мимо четвероногим монстрам. Догадка оказалась верной. Рыскающие по полям мутанты старались держаться подальше от дороги. Придерживаясь этого маршрута, интрудер пробрался вдоль огораживающего хозблок бетонного забора и вскоре отыскал по наводке торговца северный вход в катакомбы. И вот теперь Кальтер сидел возле люка и гадал, можно ли полагаться на непроверенную информацию Сидоровича и спускаться туда, куда не всякий охотник за хабаром рискнет сунуться. Научный центр располагался километром южнее, и его главное трехэтажное здание было различимо отсюда в просветы между деревьев. А вместе с ним и построенные военными деревянные смотровые вышки, на одной из которых Кальтер заметил в бинокль наблюдателя со снайперской винтовкой. Отчетливо различимая конечная цель маршрута вселяла в майора уверенность, а намечающийся этим вечером выброс ненавязчиво подстегивал к поиску убежища. Всего-то дел — пройти километр по темным сырым тоннелям и разминировать выход из них. Мало ли пещерой катакомб облазил в своей жизни мизантроп, подбираясь к своим ближневосточным и среднеазиатским помехам. Посчитать весь пройденный кальтером пещерный километраж, так длина тоннелей агропрома покажется интрудеру и вовсе спринтерской дистанцией. Не успел разогнаться, и уже финиш. В теории, разумеется. А она, как не раз убеждался на собственном опыте майор, очень редко соответствовала реальному положению вещей. Майор знал, что вынуждает его колебаться. Чужой ветер зоны, к которому он так и не сумел привыкнуть, пробудил в кальтере множество ранее незнакомых ему чувств. Причем доля страхов в них была далеко не преобладающей. Интрудер привык доверять собственным инстинктам, но те, что просыпались в нем сейчас, являлись для него совершенно чуждыми. И поэтому он даже не знал, как к ним относиться, с доверием или, наоборот, с честь их проявлением слабости и игнорировать посылаемые ими сигналы. Сквозняк, который дул из люка в лицо кальтеру, был ничем иным, как концентрированным потоком чужого ветра. А он, пролетая через катакомбы, казалось, вбирал в себя весь ужас, что годами копился в их стенах. Оттого даже смехотворная протяженность тоннелей агропрома вгоняла майора в столь нехарактерную для него прежде оторопь. К счастью, кальтер еще не потерял самоконтроль и мог усилием воли придушить в себе предательские сомнения. Надо было лишь отринуть посторонние мысли и приступить к работе. И неуверенность исчезнет, поскольку голову интрудера сразу займут мысли чисто практического толка. Разбавлять их сомнениями было все равно, что пытаться произвести переукладку парашюта после того, как ты выпрыгнул из самолета. Оглядевшись и убедившись напоследок, что за ним никто не наблюдает, майор перецепил поясную альпинистскую мини-лебедку на живот, пропустил между ногами, приделывал к ремню дополнительные лямки, чтобы снять нагрузку с поясницы, и, защелкнув карабин троса на торчащей стенке шахты-арматурине, приступил к спуску. Пользоваться лестницей из вмурованных в стену скоб кальтер отказался, ибо на ней с высокой вероятностью могла стоять ловушка. Глубина шахты, согласно ультразвуковому дальномеру, была 16 метров, и любой кумекающий в диверсионном ремесле сталкер мог превратить ее в смертоносный капкан для недоброжелателей, причем даже без применения взрывчатки. Обычная лестничная ступенька, вытащенная из стены, а затем вставленная обратно таким образом, чтобы отломиться, когда человек наступит на нее всем весом, могла гарантированно прикончить того, кто спускался в глубокий колодец. А торчащие под лестницей острые прутья арматуры, лишь закрепили бы эту гарантию. Так что интрудер предпочел разобраться с проблемой по-своему, поскольку в данной ситуации он больше доверял штатному оборудованию мизантропа. Медленно страпливает тонкий, но прочный стальной трос. Толстолобики из лаборатории уверяли, что он без проблем выдерживает вес в тонну, но проверить это на практике кальтеру так и не представилось возможности. Майор преодолел половину разделявшего его и колодезное дно расстояния, после чего застопорил лебедку, достал микрофон, выдвинул на максимальную длину его телескопическую ручку, опустил прибор вниз и провел короткую акустическую разведку. Капли воды, то и дело падающие с потолка на бетонный пол, да негромкое шуршание на сквозняке, зацепившееся за что-то газеты, вот, пожалуй, и все. По крайней мере, никаких крупных жизненных форм в расположенном внизу помещении не обнаружилось. Разве только они были такими же любителями тишины, как сам Кальтер? Но тут уже придется поверить своему многолетнему опыту и чуткому слуху. Или все-таки спустить для острастки вслед за микрофоном оптический кабель с микрокамерой, подключенный к ПДА в режиме ночного видения? Нет, отставить. Время поджимает. Если снаружи кто-то выследил, как майор полез в шахту, врагу сейчас самое время подкрасться и пристрелить лишенного маневренности интрудера. Поэтому необходимо как можно скорее убираться из колодца. Кальтер продолжил нисхождение, но когда до выхода в катакомбы оставалось всего полметра, майор вновь остановился и застопорил лебедку. Внизу было темно, но Ноктерн превосходно справлялся со своей задачей и позволял оценить обстановку. Однако Кальтер не торопился спускаться на дно тоннеля. Нижняя горловина колодца тоже могла таить нежелательные сюрпризы. По крайней мере, если бы майор решил укрыться в этом подземелье, он не отказал бы себе в удовольствии устроить врагам подлянку именно здесь, на выходе из шахты. И потому ничуть не удивился, когда оказался прав. Обнаружить ловушку было несложно, но для этого все равно пришлось прибегнуть к вспомогательным средствам. Перевернувшись на тросе вверх тормашками, майор извлек из кармана аэрозоль для очистки комбинезона и брызнул им в проход. Эта примитивная, но действенная методика позволяла выявить как современную мину с лазерным взрывателем, так и обычную, невидимую в темноте растяжку. Первую встретить в зоне было маловероятно. Слишком дорогая игрушка для сталкера. Зато вторая, в связи со своей дешевизной, могла встречаться в этих краях повсеместно. И Кальтер даже удивлялся, почему за время скитаний по зоне он до сих пор не наткнулся ни на одну растяжку. На выходе из колодца таковых стояло аж сразу три. Все параллельны друг другу, словно заградительная решетка. А тот, кто заминировал шахту, вдобавок выкрасил черной краской соединяющей гранаты проволоку. Так что любой нежелательный посетитель, который, спускаясь по лестнице, пользовался бы фонариком, мог проморгать ловушку. Черная проволока на фоне царящего внизу кромешного мрака была абсолютно неразличима. В том числе и ноктюрным. Но осевшие на проволоке мельчайшие брызги мутного аэрозоля рассекретили ее и позволили интрудеру приступить к разминированию. Перекусив поочередно карманными кусачками все три стальные жилки, Кальтер отметил, что растяжки были установлены изнутри и минер уже никак не мог бы выбраться наверх по колодцу. Работа военных? Не похоже. Они давно не занимаются такой кустарной ерундой, потому что у них в арсенале имеются отличные современные мины. Конечно, не такие продвинутые игрушки, которые тащил с собой майор, миниатюрные, но втрое превосходящие по мощности армейские аналоги взрывные устройства, но тоже вполне эффективные. И самое главное, простые в установке. Тот же, кто опутывал горловину колодца растяжками, провозился с ними полчаса, не меньше, поскольку минеру пришлось налаживать к потолку тоннеля специальные кронштейны для размещения в них гранат. И, как выяснилось, вся эта канитель была напрасной. Но надо отдать тому умельцу должное. Он постарался на совесть. Просто откуда ему было знать, что в заминированное им подземелье будет спускаться интрудер-мизантроп, чья параноидальная подозрительность являлась не болезнью, а жизненно необходимым профессиональным качеством? Существовало три версии, куда мог подеваться загадочный подрывник. А. Он все-таки был военным и покинул катакомбы через южный выход. Б. Он покинул катакомбы через третий выход, о котором ни военные, ни Сидорович не знали. В. Он до сих пор находился в катакомбах. Кальтер исследовал проволоку на ощупь и на запах. Она была выкрашена нитрокраской, которая сохнет достаточно быстро, даже во влажных условиях. Эта краска еще липла к пальцам, а значит, была нанесена на проволоку не более суток назад. Либо с учетом здешней сырости двух суток. Следовательно, версию В нужно рассматривать в качестве приоритетной. Катакомбы обитаемы, и тот, кто в них прятался, тоже являлся мизантропом, только уже без кавычек, в полном смысле слова. Майор перевернулся на тросе в обычное положение, растопорил лебедку и, спустившись в тоннель, осторожно коснулся ботинок. Растяжки вполне могли оказаться отвлекающим маневром, а вот мина под лестницей главной ловушкой, поэтому кальт распускался по диаметрально противоположной от лестницы стороне колодезной шахты. Проверив пол и не найдя поблизости дополнительных взрывных устройств, майор отстегнул посредством пульта дистанционного управления карабин троса, дождался, когда тот упадет и автоматически скрутится обратно под лебедочный кожух. Потом отцепил маску. Пыли во влажном подземелье не было. Снял со спины винтовку, приготовил болт и осторожно двинулся вглубь уходящего во мрак тоннеля. Как оказалось, это был всего лишь короткий, примыкающий к выходу коридор. Нечто вроде прихожей, что вывело кальтера в зал, заставленный громоздким оборудованием и напоминающий бойлерную. Идущие вдоль стен трубы и толстые электрические кабели лишь усиливали это сходство. По пути майор наткнулся еще на две растяжки и сильно изъеденные крысами истлевшие тело сталкера, а также рваную упаковку из-под одноразовых шприцов, брошенную тут, судя по всему, совсем недавно. Спустившись по невысокой железной лесенке в бойлерную, интрудер отключил ноктюрн, поскольку обнаружил в дальнем углу помещения источник света. Им оказался прицепленный к трубам и направленный вниз большой армейский фонарь с почти разряженным аккумулятором, освещающий под собой пятачок в несколько квадратных метров. На этом пятачке неподвижно лежали на полу или сидели, прислонившись к стене, шестеро человек. Все они казались издалека либо спящими, либо мертвыми. Их вещи были свалены рядом в кучу, но оружие у каждого из членов этой компании находилось под рукой. Судя по внешнему виду, не проявляющая признаков жизни шестерка больше смахивала на бандитов, чем на сталкеров. Майор припомнил 90-е годы прошлого столетия, когда в мелкокриминальной среде вроде рыночных ракетиров и уличных гопников было модно расхаживать в алиповатых спортивных костюмах и кожаных куртках, ставших чуть ли не рабочей униформой сей плечистой, коротко стриженной публики. Занятно, что в зоне бандиты вспомнили эту, казалось бы, давно забытую моду, одеваясь так, словно прибыли сюда на машине времени прямиком из 90-х. «Эта шпана любит называть себя пацанами», саркастически заметил насчет них в давешней беседе с майором Сидорович. «У самих хрен в трехлитровую банку давно не влезает, а до сих пор, ишь ты, пацаны! И когда же они в конце концов повзрослеют?» Впрочем, делали они это не только из-за ностальгии по золотым для них денькам. Возродив традицию двадцатилетней давности, здешние гопники стали таким образом на расстоянии отличать своего брата от остальных сталкеров, сведя на нет вероятность непредумышленных межпацанских конфликтов. А сталкеры, завидев издалека любого скитальца в характерном бандитском прикиде, взяли в привычку без раздумий открывать огонь на поражение. Но это неудобство бандиты могли стерпеть. Куда важнее было то, что если теперь местная братва и стреляла друг в друга, то уже намеренно, а не по ошибке. Майор подкрался поближе к расположившейся под тусклым фонарем компанией и обратил внимание еще на ряд любопытных деталей. Помимо оружия возле бандитов валялись использованные шприцы, на расстеленной здесь же газете стояла незажженная спиртовка, а у двух членов криминального секстета были закатаны рукава. Также у стены валялся моток стальной проволоки и баночка черной нитрокраски. Кальтер хмыкнул. Ну что ж, вот и разгадка. Собранных им деталей было вполне достаточно, чтобы сложить из них целостную картину. Обычная банда наркоманов, которые подыскали и обустроили себе безопасное местечко, чтобы ширнуться и заодно переждать выброс. Героин и подобные ему тяжелые наркотики среди сталкеров, да и большинства бандитов тоже, не в чести. Когда тебе каждый день требуется доза, по зоне много не походишь. Проверено не раз и не два. Ужаленный сталкер потенциальный покойник. И не только потому, что страдает рассеянным вниманием и неадекватно реагирует на внешние раздражители. Давно доказано, что вкупе с радиоактивным аномальное излучение зоны и неприходящее чувство опасности коверкает психику даже абсолютно здорового человека. Чего уж говорить про наркомана, чья психика и без того пребывает в плачевном состоянии. И не счесть, сколько таких самоуверенных торчков пыталось бросить вызов зоне, накачиваясь мощнейшими стимуляторами и надеясь под их воздействием преодолеть здешние опасности. Чуять за километры аномалии, бегать быстрее псевдопсов, драться голыми руками с кровососами, вступать в ментальный поединок с контролером. Не выгорело. Зона один черт оказывалась хитрее, быстрее и сильнее, вмиг осаживая любого зарвавшегося наглеца. Поэтому опытные сталкеры и доверяли единственной проверенной временем тактике. Не спеши и осмотрись. Приверженцев только такого поведения зона соглашалась терпеть на своей территории, давая им шанс выжить. Все остальные были обречены на погибель, едва пересекали периметр. Как долго обитали в зоне встреченные кальтером бандиты, неизвестно. Но, похоже, они нашли оптимальный вариант совмещения несовместимого и придавались своей страсти, отгородившись от местных перипетий в неприступном бункере. Конечно, далеко не от всех. Вероятнее всего, этих пацанов убило бы внезапно возникшие в их логове аномалия или проползший по потолку цепкий снорк, нежели человек, от вторжения коего пытались оградить себя бандиты. Однако, судьба распорядилась иначе, послав им в качестве незваного гостя не снорка, а интрудера ведомства, тоже, по сути, разумного монстра, но все равно несравнимого по проворству и злобе с уникальной фауной зоны. Когда Кальтер определил, что дети подземелья совершенно невменяемы, он подкрался к ним ближе, затем еще и еще, пока не остановился возле прислонившегося к стене типа с поникшей на грудь головой и закатанным рукавом. Ушедший в нирвану, бандит еле слышно бормотал под нос какую-то билиберду, то ли читал стихи, то ли о чем-то спорил сам собой. Кальтер мог бы легко поставить точку в этом споре одним ударом ножа. Но банда обдолбанных в ноль наркоманов не представляла для майора явной угрозы и он решил не тратить время на то, что вскоре так или иначе за него сделает зона. Однако, осмотрев ведущую вглубь катакомб дверь, Кальтер понял, что миновать ее незаметно у него не выйдет. Стальная пуленепробиваемая дверь некогда обладала надежным запорным механизмом, наподобие тех, какими блокируются люки корабельных отсеков. Но сегодня вся эта система вместе с управляющим ее штурвальным колесом не функционировала. То ли ее искорежили ломом, то ли здесь приложил лапу невероятно сильный мутант, но самой двери эти разрушения не коснулись. Разумеется, занявшие подвал бандиты не стали бросать ее на распашку и заменили сложный замок обычным швеллером. Массивная, не меньше центнера железная балка упиралась одним концом в штурвальную ось, а другим в выемку на бетонном полу. А для надежности швеллер был еще и как следует осажен кувалдой, отчего непросто подпирал с собой дверь, а накрепко заклинивал ее в проеме не хуже запора. Инструмент, коими воспользовались для этого хозяева бойлерной, валялся здесь же в шаге от импровизированного блокиратора. Майор осмотрел препятствие и определил, что убрать балку потихоньку у него при всем старании не выйдет. Бандиты поработали на совесть, поскольку явно не планировали оставлять этот выход даже в качестве резервного. Чтобы выбить швеллер, по нему следовало нанести как минимум дюжину ударов той же кувалдой. Но ни в коем случае не взрывать. Взрыв мог намертво перекосить тяжелую дверь в проеме, что отрезало бы майора от цели и, не исключено, насторожило бы военных. А удары молотом по швеллеру неминуемо грозили переполошить хозяев. Насколько глубоко не погрузились те в наркотическую эйфорию, волей-неволей очнешься, когда у тебя под ухом разразится оглушительный набат. Ирония судьбы. Стать жертвой не собственной безалаберности, а наоборот образцового соблюдения мер предосторожности. Оставь бандиты дверь открытой или хотя бы заблокируй ее не так тщательно. Возможно, им посчастливилось бы прожить в зоне еще какой-то срок. Но вынудив Кальтера взяться за кувалду, они автоматически подписали свой смертный приговор, включив себя в интрудерский список случайных помех, немаркированных, если пользоваться терминологией ведомства. ВМК громко чихнуло шесть раз подряд с короткими интервалами, всего за шесть секунд упростив интрудеру решение проблемы запертой двери. Шесть выстрелов, шесть трупов. Ничего такого, что причинило бы Кальтеру неудобство или заставило его руку дрогнуть. И ничего, что отложилось бы в памяти майора грузом ненужных воспоминаний. Глава четвертая. Ему доводилось заниматься и более гнусными вещами, чем хладнокровный расстрел невменяемых наркоманов. Майор не раз и не два оказывался в подобной ситуации, но не помнил подробностей ни одной из них. Напрочь забывал еще до того, как остывал ствол его винтовки. Человеческому разуму свойственно ограждать себя от неприятных воспоминаний, что могли разрушительным образом сказаться на рассудке. Натренированная память Кальтера была способна подвергаться подобному выборочному форматированию в любое время и в любой обстановке, а тем более, когда он находился в командировке. Вовремя забыл то, что отвлекает тебя от выполнения поставленной задачи, значит, увеличил шансы выполнить ее и вернуться живым. Побеждает тот, кто не колеблется. Спецотдел Мизантроп проводил отбор своих оперативников, исходя из этого критерия, и майор не был в этом плане исключением. Прежде чем приступить к подготовке, Кальтер, в те годы еще простой лейтенант Костя Куприянов, молодой, но уже успевший повоевать в паре горячих точек, побывал вместе с другими кандидатами в учебном центре, где тренировались антитеррористические подразделения МВД. Вступительное тестирование будущих мизантропов было с подвохом, и почти все претенденты, в том числе и Куприянов, об этом догадывались, поэтому были готовы к любым неожиданностям. Однако, что именно требовалось ведомству от лейтенанта, он понял лишь тогда, когда очутился на стрелковом полигоне с винтовкой, заряженной боевыми патронами. И понял правильно, став единственным из 30 соискателей, принятых в тот год на службу в мизантроп. Кандидаты знали о своей будущей службе немного, поскольку все они были отправлены на тесты в приказном порядке. Лейтенант Куприянов немало удивился, когда до него был доведен этот приказ. Никаких особых заслуг за ним не числилось. Обычно командир полкового разведвзвода, не рвущийся вперед, но и не отстающий, в общем, типичный исполнитель, добросовестно относящийся к служебным обязанностям. Чем был вызван повышенный интерес к молодому комзводу со стороны незнакомого ему в ту пору ведомства, Куприянов понятия не имел. Со временем он, конечно, догадался, что ведомство следило за ним еще с самой учебки, внимательно изучив всю подноготную лейтенанта, его психологический портрет и продолжая наблюдать за началом его военной карьеры. И, разумеется, делая на основе этих наблюдений необходимые выводы, понемногу определяющие судьбу будущего мизантропа. Информация, которую довели до лейтенанта перед началом отборочных тестов, была предельно скупой и гласила, что ему придется заниматься разведывательно-диверсионной деятельностью в полевых условиях и преимущественно за границей. Куприянов пожал плечами, почему бы и нет. В любом случае, такая служба импонировала ему больше, нежели командование солдатами-срочниками и жизнь по обрыдлому гарнизонному распорядку. Инициатива ведомства оказалась весьма своевременной. Еще год-другой и ком взвода наверняка окончательно разочаровался бы в воинской службе. Что ни говори, а всегда приятно считать себя кем-то особым, избранным из множества других офицеров для опять-таки особой работы. И Куприянов задался целью любой ценой подтвердить, что он достоин оказанного ему доверия, ведь когда еще представится такой случай? Некоторые заслуживцы лейтенанта заваливают командование рапортами о переводе их на службу в специальные подразделения и все бестолку. А он, командир полкового разведвзвода, ни о чем таком не просил, а ему, пожалуйста, персональное приглашение. Поэтому кровь из носу, а надо поднапрячься и попытать счастье, пока окончательно не пропала охота связать свою жизнь с армией. В чем крылась уникальность молодого лейтенанта и почему он оказался единственным, кому выпала честь пройти этот заковыристый отборочный конкурс? Наверное, в том, что, несмотря на молодость, он уже относился к жизни достаточно трезво и отлично представлял специфику своей будущей службы. Диверсанты не освобождают заложников, не эвакуируют мирных жителей из районов боевых действий и вообще не встают на защиту гражданского населения, если это хоть в малейшей степени препятствует исполнению полученного приказа. Нигде и никогда. Находясь на вражеской территории и утратив из-за ранения боеспособность, диверсант сделает все возможное, чтобы не стать обузой своему напарнику. Не товарищу, ибо хладнокровным исполнителям было запрещено связывать себя с кем бы то ни было товарищескими узами. И более того, не имея сил пустить себе пулю в лоб, диверсант может всегда рассчитывать, что напарник без колебаний поможет ему в этом. Надежное плечо товарища по оружию, чувство локтя, боевое братство, один за всех и все за одного, это законы другого мира. Диверсант живет по своему уставу и готов на пути к цели принести в жертву всех своих напарников, равно как и сам пожертвовать собой, если командир группы отдаст такой приказ. Зная о том, что никто и никогда не придет ему на помощь, диверсант всегда и везде полагается только на себя. А если и помогает угодившему в беду напарнику, то лишь в случае, когда шанс спасти того целым и невредимым достаточно высок и не подвергает чрезмерному риску жизнь самого спасающего. Куприянов был уверен, все, чему его учили в полковой разведке, в ведомстве ему придется забыть, вплоть до полного пересмотра собственного мировоззрения и расстановки в другом порядке приоритета жизненных ценностей. Никто заранее не знакомил Куприянова со специфическими принципами его будущей службы. До всего этого он дошел своим умом, прежде чем его и прочих кандидатов привезли в учебный центр спецназа МВД на предварительный отбор. А насколько правильными были выводы лейтенанта, как раз и показали те преснопамятные стрельбы. От кандидатов требовалось лишь одно – пройти штурмовую полосу, стреляя по периодически выскакивающими из-за препятствия мишеням, без каких-либо дополнительных условий. Для бравых парней, что удостоились внимания могучего ведомства, плевое дело. Казалось бы, ординарное испытание, с которым фактически справился каждый из 30 испытуемых. Все они проходили полосу поодиночке и не видели, как это делают остальные претенденты. Результаты стрельб тоже оглашались в индивидуальном порядке. Вызванный проверочной комиссией для подведения итогов Куприянов узнал, что он пришел к финишу 18-м, а по количеству набранных штрафных баллов так и вовсе последним. Однако после оглашения кандидату результатов теста в глазах лейтенанта читалось не поражение, а напряженные ожидания. Для Куприянова это был момент истины. Догадался он на самом деле или нет, что от него требовалось? Вас не огорчают ваши скромные показатели, лейтенант, поинтересовался председатель комиссии, пожилой сухопарый полковник с колючим неприятным взором. Так точно, огорчают, ответил Куприянов. Полагаю, я мог бы постараться и пройти штурмовую полосу быстрее. Вы разочарованы вашей скоростью и только, изобразил недоумение полковник, а как же результаты вашей стрельбы? Вы набрали такое чудовищное количество штрафных баллов, сколько на этом полигоне на моей памяти еще не набирал никто. Я всего лишь выполнял приказ инструктора, как ни в чем не бывало, пояснил лейтенант. Хотите сказать, что это инструктор приказал вам учинять массовый геноцид, стреляя по старикам, женщинам и детям? Гневно осведомился председатель комиссии. Никак нет, не изменившись в лице, отметил Куприянов, после чего уточнил. Инструктор приказал мне преодолеть штурмовую полосу и поразить все мишени, что я и сделал. Инструктор не уточнял, по каким мишеням могли об этом догадаться? Продолжал допытываться председатель, не сводя с Куприянова цепкого, пронизывающего взгляда. При всем уважении, товарищ полковник, виноват, но я не понимаю, в чем вы меня обвиняете. На лице лейтенанта не дрогнул ни единый мускул, а в голосе не было ни капли смятения. Когда мне приказывают поразить мишень, я стараюсь поразить ее как можно быстрее и точнее. Что при этом нарисовано на мишени, меня совершенно не волнует. Записи показывают идентичное время вашей реакции в момент, когда вы стреляли по снайперу в окне высотного здания и по группе детей, что выбежала вам навстречу. Увидев их, вы что же, совершенно ничего не почувствовали? Так точно, товарищ полковник, не почувствовал. Я стрелял по мишеням, так приказал инструктор, в который уже раз повторил лейтенант. Картонная группа детей являлась мишенью, точно такой же, как вырезанная из картона фигура снайпера. Хорошо, тогда давайте предположим, что полигон был настоящим городом, а все ваши мишени живыми людьми, хитро прищурился полковник, и инструктор приказал вам перебить их всех. Ваши действия в такой ситуации? Мои действия в данной ситуации ничем не отличались бы от моих действий на стрельбище, ответил Куприянов. Если бы я колебался при выполнении приказов, меня не пригласили бы на это тестирование. Во время выполнения задач, которыми, согласно доведенной до меня информации, мне предстоит заниматься, могут возникнуть любые непредвиденные эксцессы, аналогичные тем, что моделировались на этом полигоне. Мне будет некогда разбираться, какие из них случайности, а какие нарочно инспирированы врагом, чтобы ввести меня в замешательство. Если я впаду в замешательство, значит, уловка врага удалась. А это может повлечь за собой провал всей операции. Приказ об уничтожении жителей целого города не отдается без веской причины. Возможно, все они заражены опасной болезнью, распространение которой необходимо пресечь радикальными методами. Возможно, карательные акции направлены на то, чтобы выманить из укрытия какого-нибудь террориста международного масштаба, на чьем счету жертв многократно больше. А возможно, операция является собой акт показательного возмездия или превентивный удар, направленный на то, чтобы предотвратить готовящуюся вражескую операцию. Только мне, исполнителю, знать эти подробности абсолютно необязательно. Эмоции и колебания — это слабина, которой стремится воспользоваться враг. Я не собираюсь давать ему такой шанс, потому что не люблю проигрывать. Если, находясь в заграничной командировке, я не буду доверять приказам своего командования, кому в этом случае я вообще должен тогда доверять? На лице председателя комиссии появилась многозначительная ухмылка, а ровно через две недели уже старший лейтенант Куприянов спускался по трапу самолета в аэропорту Барнаула, откуда новоиспеченный курсант ведомства должен был отправиться на второй этап тестирования в учебный центр спецотдела «Мизантроп», расположенный на юге края в горах на границе с Казахстаном. Из остальных двадцати девяти кандидатов лишь пятерым удалось остаться в ведомстве, однако ни с кем из них Куприянов с тех пор не встречался. Если удары кувалды по швеллеру и были слышны на южном выходе из катакомб, вряд ли военные придали значение раздавшемуся из-под земли далекому непродолжительному набату. Убрав со своего пути преграду, Кальтер открыл скрипучую дверь, включил Ноктюрн и осторожно выглянул из бойлерной в неизвестность, которая тут же приняла вид очередной вертикальной шахты с уходящей вниз винтовой лестницей. Правда, не глубоко. Лестница делала один виток и упиралась в другую дверь, расположенную аккурат под той, что майор сейчас открыл. Катакомбы опускались еще на один ярус, и поскольку на этом уровне больше никаких помещений не было, следовательно, искомые майором тоннели пролегали где-то глубже. Хотелось надеяться, что сразу под бойлерной Кальтеру не терпелось поскорее взять верный курс и уже никуда с него не сворачивать. За дверью оказалась небольшая железная площадка. Поперек нее была установлена еще одна растяжка. Сюрприз для тех, кто хотел незаметно подкрасться к двери с обратной стороны и проверить ее на прочность. Интрудер ликвидировал бандитскую ловушку, после чего спустился по лестнице на нижний уровень и перебросил болт через порог открытой двери. Затем взял ВМК на изготовку и шагнул туда сам. Похоже, это и был один из нужных Кальтеру тоннелей и интрудер находился в самом его начале. Широкий, но низкий коридор с проложенными вдоль его стен идущими от бойлерной кабелями и трубами поворачивал вправо, а где заканчивался, разглядеть не удавалось. Кальтер, крадучись, добрел до первого поворота и увидел, что тоннель продолжает изгибаться в том же направлении. Очевидно, его проходчики наткнулись под землей на скалу и, не мудрствуя лукаво, решили ее обогнуть. А также интрудер к своему великому огорчению обнаружил еще кое-что. Целый выводок аномалий, которые по неизвестной причине облюбовали коридор, словно им тут было медом намазано. Вдоль стен пузырилось несколько клякс зеленого фосфорестирующего желе, прозванного сталкерами киселем. Кисели будто расступались, предоставляя почетное место в центре коридора плюющимися молниями и мерзавком по имени Электро. Те разместились друг за другом редком и аритмично пульсировали электрическими разрядами, разве что искры при этом не высекали. Благодаря скоплению светящихся аномалий в тоннеле было достаточно светло, и майор снова отключил Ноктюрн. Приехали. Путь закрыт, а альтернативного прохода поблизости не наблюдается. Топать по киселям означало вмиг сжечь себя до костей лодыжки. Зеленая пузырящаяся зараза была сравнима по едкости с царской водкой, коктейлем из азотной и соляной кислот, растворявшим даже такие кислотостойкие металлы, как золото и платина. Двигаться через пульсирующие молниями электры было не менее рискованно, все равно, чтобы плеснуть ведро воды на высоковольтный трансформатор и надеяться успеть отскочить до того, как тебя шарахнет электротоком. Теоретически шанс избежать превращения в обугленный труб у Кальтера был. Ему следовало лишь рассчитать алгоритм пульсаций аномалии и попробовать проскочить в то и дело возникающее между ними затишье. Но практически все упиралось в то, что электры меняли алгоритм своего мерцания в абсолютно бессистемном порядке. Поэтому ни о каких расчетах в столь непредсказуемом деле нельзя было и заикаться. Кальтер замер на месте, наблюдая за причудливой игрой света в тоннеле и не решаясь идти на попятную. Руки у майора так и чесались метнуть болт в скоплении аномалий ради чисто познавательного интереса. Однако не стоило особого труда вообразить, какую электрокисельную бурю вызовет в коридоре эта хулиганская выходка. Нет уж, пожалуй, лучше воздержаться от рискованных экспериментов и не тратя времени вернуться на поверхность, а затем попытаться проникнуть центр поверху. Пока еще не стемнело и зона не превратилась для интрудера в одну гигантскую ловушку. Впрочем, стоп, отставить бегство. Вдоль левой стены коридора прямо под потолком шел толстый покрытый резиновой изоляцией кабель. Он крепился к потолку достаточно прочными скобами и майор, допрыгнув до кабеля, мог бы ползти по нему, как по канатной переправе. Таким образом кальтеру вероятно удалось бы пробраться над кляксами агрессивного киселя. С электрами дело обстояло посложнее. Хотя, ежели присмотреться, их молнии стегали в потолок, стелились по полу, будто дергающийся фосфоресцирующий вьюн, но, что характерно, до стен добивали редко. И потому не исключено, что в тоннеле рядом с аномалиями все-таки оставалось некоторое безопасное пространство. Что ж, делать нечего, придется метать болт. Отойдя на безопасное расстояние, кальтер переложил индикатор в левую руку и размашистым броском от колена швырнул болт так, чтобы траектория его полета пролегла практически в притирку к стене чуть ниже кабеля и приготовился к светопреставлению. То-то сейчас начнется пара от спецэффектов. Но нет. Пролетев над двумя киселями и мимо трех электр, болт скребанул по стене, лететь параллельно ей в изогнутом коридоре он попросту не мог и шмякнулся на пол. После чего подпрыгнул и остановился не докатившись до очередной зеленой кляксы считанные сантиметры. Напрягшийся в ожидании худшего интрудер еще немного постоял затаив дыхание а потом обретя уверенность подпрыгнул ухватился за идущий под потолком тоннеля кабель руками и ногами и покарабкался по нему. Первонаперво кальтер планировал пробраться вглубь коридора на расстоянии полета болта а дальше смотря по обстоятельствам. Стартовый этап своего акробатического маршрута майор преодолел удачно. Полтора десятка метров он карабкался по обезьяне стараясь не глядеть ни вниз ни влево. Кисели плевались пузырями словно пытаясь дотянуться до обхитрившего их человека а буквально в шаге от кальтера яростно сверкали молнии. Они наэлектризовали спертую атмосферу тоннеля настолько что казалось еще немного и воздух взорвется у интрудера прямо в легких. Майор полз вперед и только вперед до тех пор пока не обнаружил на потолке перед носом заготе примеченную выбоину. Под ней и лежал на полу брошенный кальтером болт. Отцепившись от кабеля интрудер спрыгнул на пол и крепко прижался лопатками к стене боясь отступить от нее и на пол шага. Верхолаз даже не стал подбирать болт слишком близко лежал тот от кипящего зеленого студня. Пришлось достать новый дабы повторить проверку. На следующем участке маршрута киселей тоже хватало и о передвижении бочком вдоль стены не могло идти и речи. На сей раз болт был брошен удачнее и интрудер покрыл в два раза большее расстояние чем во время стартовой попытки. Хотелось пить но не хотелось делать лишних движений снимая фляжку с пояса и возясь с ней вблизи аномальных очагов электричества. Кто знает чем это могло быть чревато. Кальтер решил, что утолит жажду когда достигнет конечной цели которая была уже отчетливо различима за всполохами аномалий. От места второго привала и до конца коридора оставался примерно сорокаметровый отрезок пути. Интрудер намеревался преодолеть его в два приема если конечно его не поджарят таки жальной молнией что редко но все же шарахали в стену. Что находилось за приоткрытой дверью замеченной интрудером в конце коридора точно рассмотреть не удавалось. Либо там находился очередной зал наподобие бойлерной либо коридор просто менял направление поворачивая направо или налево. В дверной проем смутно просматривался облупленный бок какого-то стального резервуара. Ладно решил Кальтер разберемся. После чего вновь ухватился за кабель и пополз над киселями стараясь сделать это не спеша и аккуратно чтобы не зацепить электры даже краешком одежды. Опасность подкрылась к майору оттуда откуда он ждал ее в последнюю очередь и не имела к проискам зоны никакого отношения. Кальтеру оставалось проползти до места очередного привала не более пяти метров когда удерживающая кабель скоба которую верхолаз только что миновал вздрогнула а от потолка возле нее откололось несколько бетонных крошек. Они осыпались в разлитый внизу кисель сразу же забурливший как вода в стакане после погружения в нее таблетки шипучего аспирина. Интрудер вмиг замер не двигаясь но скоба снова шевельнулась и наполовину вылезла из крепежных отверстий. Еще немного и кальтер перемахнул бы через едкую зеленую кляксу однако зависнув над ней неподвижно он рисковал вот-вот сорваться в кисель причем рисковал в такой же степени как и продолжая ползти вперед в этом случае разболтанная скоба вылетела бы незамедлительно а пока она замерла вместе с человеком словно играя с ним в игру кто продержится в таком состоянии дольше. Новая порция бетонной крошки упала в растревоженную аномалию а до ушей майора донеслось зловещее поскрипывание. Скоба миллиметр за миллиметром продолжала вылезать из отверстий но уже в следующее мгновение она могла взять и напрочь отвалиться крепление дало слабину и полагаться на него было нельзя от потолка кабель тоже. Он грозил под весом человека тут же провиснуть после чего кальтера ждало неминуемое купание в киселе из которого интрудер может даже не выбираться выжить после таких ожогов будет нереально. До следующей скобы ближайшей более или менее надежной опоры для верхолаза еще ползти и ползти оставался крайний выход совершить рискованный соскок как можно дальше назад в надежде что хватит сил и времени на то чтобы допрыгнуть до сухого пространства. Промедление было смерти подобно и потому интрудер не мешкая приступил к реализации своего плана. Отцепив от кабеля ноги майор повис на руках и резким движением бросил тело назад а дождавшись когда она наберет максимальный разгон разжал пальцы. Рывок верхолаза окончательно ослабил скобу и она рухнула с потолка в кисель вместе с удерживаем ею кабелем. Но кальтер в этот момент уже пребывал в коротком свободном полете так что обрушение фрагмента обезьяньей тропы не причинило интрудеру вреда. Но опасность угодить в аномалию от этого ничуть не уменьшилась. Соскок вышел неуклюжим и чем все в конце концов разрешится майор не мог предсказать вплоть до самого приземления. Оно тоже выдалось неудачным. Утратившего равновесие кальтера неудержимо поволокло вперед. Не окажись по правую руку от него в стене глубокой выбойной судя по их количеству на стенах полу и потолке давным-давно здесь произошла ураганная перестрелка за которую сумел ухватиться майор он точно навернулся бы носом в кисель. Однако хвала неизвестному стрелку чей выстрел из подствольного гранатомета пришелся когда-то именно в этот участок коридора. Промазал или нет тот гранатометчик по своей цели ныне сказать было нельзя. Но кто бы не стрелял тогда в это место сталкер бандит или спецназовец сегодня по прошествии множества лет он спас жизнь интрудеру ведомства за что чудом устоявший на ногах кальтер сразу же мысленно поблагодарил своего неведомого спасителя а затем обессиленно привалился к стене и не вытерпев снял все-таки дрожащими руками с пояса фляжку и смочил пересохшее горло. Злобная бурлящая аномалия так и не заполучила себе на ужин человека зато сотворила другое мерзкое деяние начисто отрезала майору путь к отступлению провисший пролет кабеля окунулся в кисель и лишился изрядного фрагмента а иного способа пройти этот участок коридора не существовало разве только когда-нибудь в один прекрасный день все эти аномалии возьмут и исчезнут но даже если подобное и произойдет то однозначно оборванный кабель не оставил интрудер выбора кальтер собрался с духом и решил было преодолеть финальные метры обезьянь тропы как вдруг из двери к которой он продвигался раздался раскатистый звериный рык ему в ответ сразу же донеслось второе рычание исторгнутое судя по всему глоткой такого же свирепого существа перед тем как выйти на финишную прямую майор собирался проверить крепежную скобу у себя над головой но когда услышал сквозь треск и шипение аномалии жуткие звуки кальтер оставил эту затею и вновь вжался лопатками в стену снимать со спины оружие он однако не стал какая бы тварь ни показалась сейчас в дверном проеме между нею и интрудером сверкали две электры выпущенная кальтером пуля пройдя сквозь эти всполохи неминуемо заставит аномалии разрядиться а они это не аноморфный кисель даже одна возмущенная электра шарахнет так что мало не покажется а если среди ее сестер начнется цепная реакция то коридор вмиг будет очищен от всех биологических форм жизни какие скопились в нем с момента последнего электрического шторма кальтер затаил дыхание и прислушался рычание повторилось правда теперь не так громко зато гораздо ближе настолько близко что отчетливо слышалось даже сквозь шумы аномалий мутанты а кому еще кроме них оглашать катакомбы криками явно передвигались но звука их шагов чуткие уши интрудера не улавливали кто бы это мог быть снорки кровососы зомби а впрочем велика ли разница кого именно скрывает мрак институтских подземелий за неимением иных путей к свободе кальтеру в любом случае не избежать столкновения с очередной компанией здешних обитателей эти-то твари уж точно не будут сидеть и ждать когда майор выпустит в башку каждого из них по пуле и кто бы не вышел победителем в грядущей схватке оттягивать ее начало не имеет смысла да и глупо прятаться от мутантов среди аномалий так или иначе но для борьбы с первыми у кальтера имелось куда больше средств нежели для защиты от вторых какие-то смутные тени промелькнули в дверном проеме на фоне уже замеченного интрудером резервуара или это всего лишь обман зрения вызванные всполохами аномалий кальтер пригляделся нет не почудилось кто-то едва заметный действительно маячит у двери ожидая когда жертва покинет коридор рассмотреть себя враг конечно не позволит он и без того допустил ошибку предупредив человека о своем присутствии рычанием хотя какая это к чертовой матери ошибка сильный противник может позволить себе припугнуть слабого чтобы сделать охоту за ним более увлекательной разве интересно просто выпрыгнуть из засады и перегрызть жертве горло ходили бы они здесь толпами тогда возможно и да но к сожалению членов местного общества сталкера ловов подавляющую часть времени им приходилось маяться в темноте от скуки отлавливая крыс и прочих первое на что наткнется кальтер переступив порог темного помещения подобравшись поближе майор смог разглядеть эту массивную конструкцию более подробно огромная диаметром около трех метров и неизвестно какой длины горизонтально лежащая цистерна хотя нет судя по манометру что торчал из ее покатого бока и расположенному там же высокопрочному смотровому окошечку перед майором не цистерна а паровой котел ну да приварено множество всяких патрубков и лючков чтобы интрудер сумел быстро взобраться на агрегат и занять таким образом удобную для обороны позицию нужно лишь успеть пробежать эти несколько шагов что разделяли котел и вход желая поскорее выбраться из едва не переварившей его заживо утробы коридора майор вскочил на свою обезьянью тропу и взялся преодолевать финишную двадцатиметровку он не волновался насчет того что мутанты захватят его в таком затруднительном положении безусловно разумные обитатели подземелья знакомы с аномалиями и вряд ли суют свои носы в этот тоннель единственная подлянка которую мутанты могут устроить кальтеру это швырнуть в коридор какую-нибудь хреновину и активировать электры но тогда жертва сорвется с кабеля и останется лежать мертвый в недосягаемости от охотников а ведь им наверняка страсть как хочется полакомиться свежатинкой поэтому если местные мутанты и впрямь разумны они воздержатся от подобных глупостей соскочив на пол майор не стал сходу врываться в котельную а решил сначала перевести дух и уселся на корточке в углу дотянуться до него через дверь мутанты не могли сомнительно что их руки обладали такой устрашающей длиной однако злобная парочка находилась где-то возле входа кальтер слышал как монстр рыкает и фыркает по ту сторону стены буквально у него за спиной иного шума охотники не издавали хотя судя по голосам то и дело перемещались с места на место да на сей раз противник кальтера отличался особой хитростью и свирепостью майор чуял это еще до того как столкнулся с ним нос к рылу стремительный снорк что едва не прикончил интрудера на кордоне тоже был грозен но тот во время своих гигантских прыжков хотя бы шумел здесь в котельной хозяйничали неносители рваных противогазов в загроможденном железным оборудованием помещении снорки вели бы себя не тише чем рзвящиеся шимпанзе в клетке зоопарка впрочем что мешало зоне подкорректировать видовое разнообразие своей фауны и породить на свет снорка тихоню эволюция мутантов не поддавалась логическому анализу а протекала она бешеными и непрогнозируемыми темпами ученые сбивались с ног пытаясь угнаться за изменчивой зоной и выработать в отношении нее хотя бы приблизительную эволюционную концепцию куда там зона словно издевалась над земной наукой подбрасывала ей сюрпризы один невероятнее другого и заставляла исследователей будто слепых котят тыкаться в поисках отгадок интрудер достал из кармана разгрузки похожие на измерительную рулетку черный кругляш с торчащим из него кольцом потом бочком подкрался к двери прислушался а затем вырвал из кругляша предохранительное кольцо и швырнул световую гранату в дверной проем после чего отступил на шаг назад и зажмурил глаза для пущей безопасности закрыв их еще и ладонями лаборатория ведомства не зря назвала эту модель световой гранаты сверхновой заряженный в нее высокотемпературный воспламеняющийся состав порождал такую яркую вспышку что она не просто ослепляла на какое-то время врага а полностью выжигала ему сетчатку глаз почти как при ядерном взрыве только в миниатюре а эта разновидность сверхновой взрывалась практически беззвучно хотя те ее модели что рассчитывались и на глушающий эффект были гораздо действеннее у кольтера имелись в запасе оба варианта сверхновых но поскольку сейчас он подбирался к логову противника лишний шум был ему не нужен короткое шипение похожее на срабатывание парового клапана известила интрудера о том что в котельной зажглось и тут же погасло маленькое но убийственно ослепительное солнце и пусть в этот момент майор находился за стеной он все равно почувствовал волну накатившего на него тепла свет от вспышки сверхновой ворвался в двери отразился от стен коридора и угодил у обитающих во мраке тварей все же имелись и зрение их было подвержено как минимум раздражению насколько эффективной выдалась атака майора трудно сказать но время для захвата выгодной огневой позиции он отыграл включив ноктюрн кольтер ворвался в зал и без оглядки метнулся к паровому котлу затем используя патрубки и лючки в качестве уступов быстро вскарабкался на верхушку резервуара принял изготовку для стрельбы с колена и только после этого произвел оперативную оценку обстановки котельная являлась не залом а скорее очередным тоннелем гораздо более широким и высоким чем пройденный кальтером коридор и протянулась в длину метров на 200 помимо отвоеванного майором котла здесь также наличествовало много другого оборудования открытые бассейны резервуары краны-балки мощные электродвигатели насосы радиаторы и вытяжные турбины чьи спиралевидные кожухи походили во мраке на раковины огромных аммонитов все коммуникации кабели трубы и коробчатая вентиляционная система располагались у правой стены тоннеля налево висели раздолбанные электрощиты и кнопочные пульты управления громоздкими агрегатами у дальней стены предлинного цеха фосфоресцировало несколько киселей но электры почему-то этим помещением брезговали впрочем каковы гарантии что вместо них тут не прячутся другие не столь заметные аномалии занятая высота и зоркий ноктюрн позволяли майору держать под контролем почти весь тоннель однако рассекреченные кальтером враги куда-то запропастились хотя их гневное рычание не умолкало ни на секунду и не было бы в этом ничего особенного скройся мутанты где-нибудь за агрегатами и пугай человека своим рыком оттуда интрудеры настораживало другое судя по характеру звуков монстры продолжали перемещаться по тоннелю причем делали это зигзагами словно видели нацеленную на них винтовку и не давали стрелку взять себя на мушку а вот майор водил стволом ВМК направо налево но ни одной цели так и не засек зато теперь отлично понял с кем имеет дело кровососы эти чертовы вампиры зоны прожорливые до такой степени что высасывают у человека без остатка не только кровь но и все прочие жидкости организма насколько сильны настолько и свирепы в отличие от снорка не могут так высоко прыгать зато быстро бегают и не страдают от комплекса неполноценности но пожалуй главный боевой козырь кровососов их умение становиться невидимыми отчего небось стеснительные снорки им всегда завидовали скрыть свое уродство превратившись в невидимку это вам не противогаз на голову напялить идеальный камуфляж из всех что только существует в природе плюс к этому умение беззвучно перемещаться если бы вдобавок кровососы еще помалкивали кальтер и вовсе решил бы что они удрали из этого тоннеля но они не удрали а собирались поквитаться с мерзким человеком что расшевырялся здесь своими сверкающими штуковинами было бы слишком самонадеянно уповать на то что сверхновое ослепило обитателей катакомб что вообще кальтер знал об органах зрения кровососов все что он сделал это лишь отыграл у них маленькую фору и теперь готовился с выгодной позицией шпиговать тварей свинцом у интрудера в арсенале имелись бронебойно-зажигательные пули но майор ограничился стандартными патронами во-первых не факт что огонь нанесет мутантам дополнительный урон и во-вторых зажигалки при попадании взрывались а кальтер все еще не терял надежды добраться до агропрома незамеченным будь кровососы теплокровными как человек майор быстро рассекретил бы их при помощи инфракрасного тепловизора но холодная кожа мутантов способных вдобавок переходить в режим стелс не позволяла отыскать их в темноте этим сканером оставив бесплодные попытки рассмотреть цели кальтер решил стрелять на звук тем более что рык монстров доносился уже с довольно близкого расстояния вновь рычание на сей раз слева около входа и вроде бы там же мелькнуло едва уловимое движение прибывающий на стороже майор мгновенно всадил туда несколько пуль стреляя так чтобы накрыть все секторы вероятного перемещения монстра и кажется попал кальтер отчетливо заметил как в пяти шагах от котла буквально из пустоты возникла и тут же пропала уродливая но почти человеческая долговязая фигура но главное майор успел проследить куда она двигалась и поэтому следующая короткая очередь была выпущена им на опережение и в уверенности что теперь-то количество попаданий непременно повысится действительно мутант замерцал и полностью утратил невидимость чем подтвердил версию некоторых ученых о том что режим стелс отнимает у кровососов чересчур много энергии отчего получив серьезные ранения те перестают сливаться с окружающей средой пока полностью не восстановят силы этот отведавший свинца монстр уже не сумел вернуть себе свой камуфляж но и кальтеру к несчастью не удалось закрепить достигнутые преимущества тварь противно заверещала и шустро ушла из-под огня сиганув за массивный агрегат напоминающий небольшую плавильную печь чертов урод только и успел подумать кальтер а потом что-то врезалось в котел с такой силой что стоящему на одном колене майору пришлось вскочить на ноги дабы удержать равновесие удар пришелся в правый бок бочкообразной емкости и на миг ошеломил стрелка это невидимый собрат подстреленного кровососа выгодил момент и атаковал человека когда тот отвлекся на другую цель более того майор не сомневался что мутанты действовали сообща как и положено охотящимся стаей разумным хищником покидать выгодную позицию кальтер не собирался пусть она и не отличалась устойчивостью полагая что за отвлекающим маневром непременно последует атака интрудер развернулся направо и приготовился встретить взбирающегося на котел кровососа очередью в упор но тот опять продемонстрировал человеку что определение разумный указывает не только на наличие у мутанта мозга но и на умение этим мозгом пользоваться когда майор смекнул какую шутку сыграл с ним кровосос тот успел бесшумно обижать котел и взобраться на него тем же путем каким минуту назад туда залез человек кальтер среагировал на шум карабкающегося к нему врага и даже успел развернуться но все равно произошло это слишком запоздало кровосос ухватил своей ручищей майора за щиколотку и рванул его со всей дури вниз устоять на шатком котле после такого рывка было невозможно и интрудер полетел на пол стараясь не выронить оружие и извернуться в полете так чтобы как можно удачнее упасть на бетон благо вышибив стрелка с огневой позиции мутант разжал пальцы и позволил жертве грохнуться об пол без постороннего вмешательства впрочем это была единственная поблажка допущенная кровососом в отношении человека едва кальтер сгруппировавшись приземлился на пол и совершив перекат назад снова встал на ноги как сбросивший его с котла мутант уже с ревом летел на майора намереваясь устроить тому тотальное обезвоживание организма вкупе с другим членовредительством игры в прятки закончились осалив человека монстр сбросил с себя камуфляж невидимку и предстал перед майором в истинном обличии вот кому в зоне следовало бы постесняться своей физиономии а не снорку чья уродливая морда являлась все же более человекообразной назвать таковым кровососа было уже нельзя голый безволосый и покрытый коростой череп горящие инфернальным светом глаза куцый будто отрубленный нос и пожалуй самое мерзкое отсутствие нижней челюсти вместо которой висят и шевелятся четыре толстых длиной с локоть щупальца именно ими кровосос цепляется к телу жертвы после чего впивается в нее зубами и дарит свой знаменитый поцелуй в засос но перед этим он переламывает ей все кости дабы она была более покладистой так что кальтеру в первую очередь следовало опасаться не оральных ласк кровососа а его жарких объятий еще не встав как следует на ноги майор тут же кувырком ушел в сторону уворачиваясь от щупальца рылого чудовища и полагая что оно не среагирует на финт жертвы и проскочит мимо ошибка координация у мутанта оказалась намного лучше чем у человека не успел интрудер закончить перекат как тут же заработал сокрушительный удар в плечо угоди лапа кровососа кальтеру в голову он неминуемо отправился бы в нокаут и зацелованный до смерти больше из него не вышел не врежься майор лопатками в стену то кувыркался бы по полу до тех пор пока окончательно не забыл где вверх а где низ пули непробиваемые пластины комбинезона смягчили удар однако кальтер все равно не устоял на ногах и сползая по стене плюхнулся задницы на бетон будто присел отдохнуть противник естественно не зевал и ринулся добивать строптивого человека ухватив майора за плечи кровосос будто невесомого поднял его и повторно впечатал в стену чтобы как следует встряхнуть жертву и сбить с нее спесь не прижми кальтер подбородок к груди точно долбанулся бы затылком о кирпичи щупальцы мутанта уже торчали во все стороны словно лепестки багрового плотоядного цветка а из пасти твари раздавалось омерзительное причмокивание и шипение кровосос готовился опутать щупальцами интрудеру голову и приступить к трапезе но сначала монстру следовало обезоружить человека сухопарая но мощная длань кровососа отцепилась от плеча кальтера и метнулась к его винтовке а та уже двигалась ей навстречу словно майор решил капитулировать и сам вручал оружие победителю однако когда пальцы мутанта сомкнулись на стволе ВМК та уже смотрела кровососу точно в пасть маленькую и наполненную множеством мелких иглообразных зубов а кальтер вдобавок пихнул винтовку вперед и не успела тварь ничего сообразить как винтовочное дуло уже торчало у нее в пасти и вовсю плевалось с венцом выпустив в кровососа почти весь магазин прижатый к стене кальтер подтянул колени к груди уперся ботинками мутанту в живот и навалившись изо всех сил оттолкнул от себя врага чей затылок был снесен начисто а шея практически перерублена однако несмотря на это мертвый монстр до последнего цеплялся за жертву и рухнул лишь тогда когда она ему в этом поспособствовала яростный рык выскочившего из-за плавильни второго кровососа пронесся по тоннелю собрат издохшего мутанта опоздал лишь на несколько секунд но именно они все и решили жертва снова крепко стояла на ногах и была готова сопротивляться подраненная но не утратившая прыти тварь бросилась на кальтера стремительную атаку но не добежав до него считанные метры нарвалась на заряд крупной картечи выпущенной майором из-под ствольника ураган свинца что на такой дистанции уложил бы как минимум трех человек заставил кровососа лишь отпрянуть ненадолго замешкаться крупнокалиберный картечный патрон шарахнул в тоннеле раскатистым грохотом но сейчас интрудеру было не до конспирации в магазине ВМК оставалось очень мало патронов чтобы задержать кровососа поэтому пришлось пустить в ход резервное оружие заблаговременно подготовленное для боя в замкнутом пространстве катакомб ошарашенный картечью мутант быстро пришел в себя но человек уже не маячил перед ним а улепетывал в сторону большого и глубокого бассейна очевидно в былые годы этот вделанный в пол открытый резервуар использовался в качестве очистного сооружения сегодня он был совершенно сух лишь на дне его валялся всевозможный хлам скапливающийся там не иначе как всю последнюю четверть века над бассейном возвышался прикрепленный к потолку кран-балка чей лебедочный механизм был в свое время остановлен в центре направляющего рельса а крюк болтался над бассейном словно пребывая в готовности подцепить со дна какой-нибудь мусор почему человек рванул именно туда мутанту было невдомек но он не собирался позволить жертве удрать чересчур далеко нашпигованный картечью кровосос развернулся и с рычанием пустился в догонку за убегающим майором кальтер закинул на бегу винтовку за спину и уйдя в небольшой отрыв от еще не разогнавшегося монстра достиг резервуарного бортика а затем не сбавляя темпа оттолкнулся от него и сиганул вперед и вверх нет интрудер не планировал перепрыгнуть через бассейн для этого у кальтера не хватило бы запаса но дотянуться в прыжке до свисающего над резервуаром лебедочного троса майору удалось без особых усилий ухватившись за него в полете трос этот открепился к крюку через вращающийся блок и потому фактически майор ухватился не за один трос а за два кальтер повис на кране раскачиваясь на болтающемся тросе подобно маятнику шустрый прыгун сумел закрепиться достаточно высоко при желании он мог дотронуться рукой до лебедки в то время как крюк находился на пару метров ниже его ботинок но кальтер не торопился менять это неудобное положение на более практичное продолжая висеть на одних руках защищенных крепкими перчатками в коих майор полз по обезьянии тропе завидев что вытворила жертва кровосос победоносно взревел набрав скорость теперь он несся куда быстрее убегающего интрудера и готовился наброситься на него вцепиться когтями и скинуть в бассейн а уже там на дне окончательно разделаться с глупым человеком решившим что он может удрать от хозяина этих подземелий толчок и мутант взмывает в воздух избрав для прыжка ту же траекторию что и майор кальтер видит несущегося к нему долговязого урода с растопыренными руками и ротовыми щупальцами с оскаленной пастью и горящими злобными глазками интрудер знает что кровосос не промахнется дистанция для броска просто смехотворная а весу в твари столько что она без труда утянет человека за собой вниз монстр в этом тоже не сомневается поэтому и не колеблется тем более что жертва к тому же еще и лишилась возможности стрелять однако то что происходит затем превращается для кровососа в настоящее откровение висевший прямо перед ним человек вдруг разжимает пальцы но не падает а всего лишь быстро соскальзывает по тросу пока не упирается ботинком в блочное колесо крюка это останавливает кажущееся неизбежным падением майора и к тому же позволяет качнуть крюк так что на пути мутанта вообще не остается никаких препятствий тварь пролетает мимо пытаясь из последних сил развернуться в полете дабы успеть зацепиться хотя бы за трос поздно пальцы кровососа лишь задевают его будто струну контрабаса после чего монстр с ревом уносится на дно бассейна и врезается в груду хлама разметав его не хуже разорвавшейся гранаты лестницы внутри резервуара нет видимо раньше его чистили при помощи съемных стремянок вертикальные стальные стенки бассейна не имеют ни выемок ни выступов и могли бы стать непередалимой преградой для упавшего в резервуар человека впрочем как выяснилось и для кровососа тоже вскочив на ноги неистребимая тварь стала словно ошалелой кидаться на стену но так и не сумела дотянуться до бортика снорк тот смог бы но не кровосос чья прыгучесть в сравнении с носителем рваных противогазов оставляла желать лучшего однако болтающемуся на кране интрудеру рановато было праздновать победу осознав безвыходность своего положения мутант в конец остервенел и принялся метать в кальтера все что попадалось ему под руку и пусть с меткостью у кровососа было не ахти бросаемые им предметы обломки труб куски бетона и детали развалившихся механизмов имели внушительный вес и летели с бешеной скоростью при таком усердии монстр рано или поздно добился бы своего и пришиб загнавшего его в западню майора под таким жестоким обстрелом кальтеру некогда было заниматься верхолазанием карабкаться по тросам и стойкам крана на пол оседлав блочное устройство крюка интрудер прицепился поясным карабином к тросу снял винтовку и поменял почти пустой магазин на новый затем дождался пока суетящийся внизу кровосос замлет чтобы замахнуться для очередного броска и всадил мутанту в голову три короткие очереди подряд лишенной половины черепа монстр рухнул навзничь и в довершении уронил себе на грудь тяжелый кислородный баллон которым он собирался запустить вмаячившую у него над головой цель когда же хруст костей мутанта и звон откатившегося баллона стихли по катакомбам пронесся вой долгий душераздирающий и протяжный вот только завывал это уже не мертвый кровосос тот кто исторг и продолжал исторгать из своей глотки жуткие походившие на воздушную сирену вопли находился где-то впереди и похоже двигался навстречу кальтеру майор впился пальцами в стальной трос и почувствовал как шевелятся под капюшоном его подернутые сединой волосы а чужой ветер гонит на него из мрака волны парализующего страха если зона все-таки была живым существом и обладала голосом сейчас интрудер слышал именно ее крик потому что представить издающего подобные звуки мутанта кальтер был не в состоянии говорят у страха глаза великие что ж возможно за периметром зоны так оно обычно и бывает а здесь в обители существующей на его всякой аномальной чертовщины преувеличить собственные страхи невозможно в принципе какой только кошмар не померещился бы вам с перепугу будьте уверены этого еще мало испугались когда же причина вашего страха предстанет пред вами во всем своим жутком великолепии вы сразу поймете насколько бедное у вас воображение реальные чудовища существа восток крат более ужасные нежели их придуманные образы и дело не только в их отталкивающей внешности и кровожадности реальный монстр пугает вас не своей уродливой мордой или клыками а тем что пробуждает в глубине вашей души те страхи которые копились там всю жизнь и извлекает он их на свет не по одному а все разом как рыболов садок с пойманной рыбой из реки вам же в этом случае остается только посочувствовать и пожелать не сойти с ума глядя на то как кошмары тянут к вам свои цепкие руки и обступают вас все плотнее и плотнее не позволяя вырваться из их плена и вновь вдохнуть полной грудью блаженный воздух забвения майор крался по темным тоннелям к выходу из катакомб и переживал именно такие ощущения завывающий и вопящий дикими криками мутант все-таки это был мутант а не мистический глаз зоны как померещилось кальтеру в начале находился где-то впереди и встреча с ним судя по всему была неизбежна тварь явно знала о приближении человека и об убитых им кровососах ведь неспроста же она подала голос в тот момент когда последний из них испустил дух однако бросаться на расправу с интрудером крикливый монстр не спешил это обстоятельство и тревожило кальтера уж лучше бы чудовище набросилось на него как все прочие встречены им мутанты чем изводила майора своими психическими атаками неужели это и был тот самый одиозный контролер о котором кальтеру также доводилось слышать наиболее разумный из всех здешних монстров способный псионическими импульсами своего мозга подчинять себе не только собратьев мутантов но и человека напрочь подавляя его волю и превращая в безмозглую марионетку а то и попросту выжигая жертве мозги если в данный момент контролер не нуждался в ее услугах поводырь насильно собирающий вокруг себя паству готовую ради него на все стоило лишь повелителю махнуть рукой и указать конкретную цель не он ли случаем натравил на майора этих кровососов и теперь оплакивал их гибель оглашая воплями подземелья судя по тому как эти вопли воздействовали на тренированную психику кальтера его догадка была верна рычание снорка и кровососов тоже заставляло интрудера нервничать но оно хотя бы не рассредоточивало его внимание наоборот стимулировало выброс адреналина и как следствие этого собранность и повышенную боеготовность крики скрывающегося в катакомбах мутанта псионика дезориентировали майора вызывая из глубины подсознания смутные образы вроде бы знакомые и в то же время странные словно вырванные из давно забытых снов кальтеру стоило немалого труда игнорировать эти призраки прошлого и держать себя в руках больше всего беспокоило то что борьба с навязчивыми воспоминаниями отнимала внутренние силы которые следовало без остатка посвятить работе но призраки продолжали неумолимо досаждать кальтеру и потому сдерживать их было необходимо любой ценой а иначе что будет иначе майор боялся даже вообразить ни с чем подобным он раньше не сталкивался в ведомстве работал целый штат высокопрофессиональных психиатров владеющих техникой гипноза они тщательно обследовали интрудера после каждой командировки пытаясь всевозможными способами выявить в нем зарождающийся психологический надлом и определить не пора ли майору уходить в отставку но он продолжал удивлять штатных мозгоправов своим хладнокровием и самообладанием которые согласно психиатрическим экспертизам за годы службы кальтера в мизантропе не претерпели ни малейших отклонений при том что средняя продолжительность службы интрудера в качестве полевого оперативника составляла 10-12 лет кто-то из собратьев майора попросту не возвращался из командировки а кто-то после очередного задания забраковывался суровой медкомиссией уйти в отставку по возрасту не смог еще ни один мизантроп кальтер не тешил себя иллюзиями и полагал что и он в данном плане не станет исключением просто ему повезло продержаться на этой работе дольше остальных только и всего призраки забытого прошлого атакующие интрудера под аккомпанемент завываний контролера могли как раз и являться симптомом психологической усталости кальтера пока еще терпимый но все-таки уже имеющий место быть устоять против псионического воздействия мутанта сверхтелепата не способен никто именно так сказали майору инструкторы перед заброской в зону поэтому неудивительно что контролер сумел нащупать в бронированной психике интрудера слабину и начал методично бить по ней надеясь посеять в душе кальтера панику но майор не отступал южная часть катакомб агропрома была уже не такой прямолинейной как северная ряды параллельных тоннелей залов и переходов между ними позволяли разойтись с контролером и добраться до цели несколькими альтернативными путями от интрудера требовалось лишь внимательно прислушиваться откуда доносятся вопли мутанта и если они вдруг начинали приближаться срочно менять маршрут таким образом чтобы сохранять между собой и противником безопасную дистанцию исходя из характеров крика псионика двигался он не слишком быстро примерно со скоростью неспешно бредущего человека так что удирать от него не составляло для кальтера большой проблемы опасность скрылась в том что проклятая тварь знала расположение подвалов намного лучше майора и могла загнать его в тупик поэтому едва он определил что контролер удалился куда-то в западную часть подземного комплекса интрудер тут же припустил в южном направлении дабы как можно быстрее достичь выхода ради этого майор даже пренебрег принципом не спеши и осмотрись нежелание встречаться с контролером вынуждало кальтера на минуту отринуть сомнения и положиться на удачу видимо госпоже удачи польстила оказанное ей доверие и она вознаградила майора за его решительность свет падающий в тоннель из южного колодца известил интрудера о том что он пересек такие злосчастные катакомбы однако радоваться по этому поводу было рано обнаружив долгожданный выход кальтер тем не менее не бросился к нему а напротив развернулся и двинул по уже пройденному пути назад чтобы реализовать кое-какую задумку в стене длинного коридора являющего собой этакую финишную прямую перед южным выходом имелось пять дверей аналогичных той которую кальтер разблокировал в бойлерной куда ведут четыре из них майор понятия не имел знал лишь что пятая дверь самая дальняя отрезает от выхода крайний восточный тоннель по которому интрудер прошел минуту назад но не жажда исследования заставила майора вернуться а желание оборудованы все ближайшие двери не исключено что кое-какие из них могли уцелеть хотя их непрезентабельный вид говорил скорее об обратном взявшись за запирающий механизм самый дальний от выхода двери кальтер с удовлетворением отметил что замок легко поддается его усилиям и мало того даже смазан автомобильным маслом явно перед тем как заминировать колодец военные тоже предпочли на всякий случай перекрыть эту дверь но кто-то наверняка разумный мутант-контролер умудрился ее отпереть майор вновь тщательно закупорил проход и не доверяя штатному блокиратору заблокировал для пущей надежности запор подобранным тут же обрезком толстой арматуры на трех из четырех оставшихся дверей замки тоже находились в рабочем состоянии и тоже были открыты прислушавшись откуда доносятся крики контролера майор оперативно позакрывал пригодные для этого двери благо кусков арматуры вокруг валялось предостаточно и другие запирающие механизмы также были заклинены на совесть с последней незапертой дверью дела обстояли не так хорошо как с остальными поскольку замка на ней не было вообще но беглый осмотр крайнего помещения выявил что запирать его не имеет смысла поскольку второго выхода из него нет а само оно судя по обилию на стенах ржавых обогревателей служило когда-то сушилкой поэтому интрудер оставил пятую дверь в покое и направился к выходу где как подсказывала кальтеру интуиция ловушек и мин было на порядок больше чем в северном колодце до самой темноты майор без передышки занимался расчисткой выхода на поверхность мин и впрямь было много но тот кто устанавливал их обладал не слишком богатой фантазией и опытом в этом деле минер очевидно солдат срочник действовал по принципу чем больше тем лучше маскировка минного заграждения также была выполнена из рук вон плохо и явно рассчитывалось лишь на мутантов даже бандиты коих кальтер отправил к праотцам несколько часов назад проявили в этом деле больше старания пусть в итоге оно их и не спасло после знакомства со здешними аномалиями возня с минами казалось интрудеру чем-то вроде детской игры в песочнице он оползал весь коридор и методично разрядил каждое обнаруженное взрывное устройство успев завершить эту кропотливую работу аккурат к началу выброса терзающие кальтеры причуды растревоженной памяти прекратились как только он заблокировал последнюю дверь либо контролер удалился вглубь катакомб либо попросту оставил майора в покое во что правда не слишком верилось тем не менее едва до интрудера перестали долетать вопли мутанта как разбушевавшиеся в голове кальтеры призраки угомонились и ему заметно полегчало хотя неприятный осадок в душе разумеется остался майор вновь ощутил его когда закончил разминирование и спрятался в сушилке чтобы переждать выброс анализируя пройденный за сегодня путь кальтер был неприятно удивлен когда обнаружил что контролер извлек у него из подсознания такие вещи какие он считал давно и основательно забытыми и отмахнуться от них не так-то просто слишком много грязи всплыло в памяти интрудера чтобы взять и усилием возвратить эту грязь обратно в темные глубины забвения вспомнились даже те ложные картонные мишени за попадание в которые всегда засчитываются штрафные очки и которые будущий мизантроп следуя букве приказа не дрогнув расстрелял все до единой майор хмыкнул наверное также махровые садисты и убийцы вспоминают свое детство а именно кукол с оторванными головами и зверски замученных соседских кошек был ли кальтер на самом деле таким садистом трудно сказать он никогда не испытывал удовольствия от совершаемых им убийств но тем не менее не бросал эту службу потому что не мыслил без нее своего существования устранение любой промаркированной ведомством или случайной помехи было обусловлено стратегической необходимостью которая в свою очередь обусловливалась государственными интересами кальтер любил свою страну и именно поэтому беспрекословно выполнял порученную командованием грязную работу поскольку осознавал кроме него человека с холодным рассудком с нею больше никто не справится невидимые войны что ведутся государством на многочисленных невидимых фронтах не прекращаются ни на миг большинство обычных граждан об этом знает однако лишь немногие догадываются каков истинный масштаб этой бесконечной но необходимой войны та же ситуация с ее правилами шпионские игры допускают убийство врага во благо родины об этом написано немало книг и снято огромное количество фильмов а вот насколько широк может быть и круг этих врагов опять-таки подозревают лишь единицы способен ли ребенок угрожать интересам могучего государства в качестве потенциальной угрозы вполне как способен он отвечать и за своего отца сделавшего его заложником собственных необдуманных поступков карательная машина государственной безопасности разбирается с врагами как прямыми так и потенциальными без каких-либо скидок на их возраст на войне солдатом который являлся кальтер ему встречались и такие противники ведомство досконально рассчитывало какую угрозу они могут представлять для страны в будущем и загодя принимало меры по устранению очевидных последствий на востоке в мире строгих традиций где сыновья почти всегда шли по стопам отца подобные последствия просчитывались с высокой степенью вероятности поэтому миру и не суждено узнать насколько жестоко и кровавой была бы месть Хабиба ибн Зухайра чей отец содержатель лагеря по подготовке наемников и старший брат были приоритетными помехами кальтера 10 лет назад под Гератом Хабиб был младшим ребенком в этой воинственной семье но ведомство без колебаний промаркировало и его с той лишь разницей что присвоило ему рейтинг второстепенная помеха предоставив кальтеру решать судьбу Хабиба по обстоятельствам обстоятельства в тот раз сложились так что интрудер вернулся из командировки не оставив за собой по ту сторону границы никаких долгов и как это контролеру удалось вытащить из наглухо запакованного багажа воспоминаний кальтера этот и подобные ему случаи что ни говори а когда кто-то проникает к тебе в голову и начинает хозяйничать там будто у себя дома мерзкие ощущения от этого выбьют из равновесия кого угодно даже такого невозмутимого человека как интрудер ну конечно вот в чем оказывается дело о вовсе не в нахлынувших на майора предательских реминисценциях и впрямь причем здесь Хабиб Ибн Зухайр и прочие потенциальные враги государства кальтера обеспокоил сам факт вторжения мутана псионика к нему в сознании только и всего майор пережил крайне нетипичный стресс который и вызвал у него столь бурную по критериям мизантропа разумеется реакцию и теперь у кальтера появился иммунитет на этот раздражитель зная первопричину нового стресса интрудер готов обуздать его при малейших признаках повторного появления воспоминания да черт с ними с воспоминаниями зацикливаться на них значит зазря баламутить воду в глубом озере забвения все что необходимо сейчас майору оставить это озеро в покое и тогда плавающие на поверхности воспоминания сами осядут на его вязкое и листое дно туда откуда они внезапно и всплыли задумано сделано сконцентрировавшись на предстоящей этой ночью разведывательной операции в преддверии встречи помех кальтер абстрагировался от провокационных мыслей перекусил и прикорнул в углу сушилки чтобы вздремнуть до окончания выброса поэтому майор и не видел как снаружи небо полыхало багровым заревом зона готовилась к очередному выбросу что вот-вот должен был пройти над проклятыми землями убийственной волной аномальной энергии и горе тому сталкеру что не успел укрыться от выброса за бетонными стенами подвалов и бункеров в эти штормовые часы зона демонстрировала планете свой истинный лик узреть который воочию и остаться в живых не мог ни один человек что именно творилось во время выброса на просторах зоны не знал никто предугадать последствия катаклизма тоже было невозможно возникали новые аномалии и мутировавшие формы жизни иногда взамен старых но чаще в придачу к ним истоптанные сталкерские тропы вмиг становились непроходимыми и наоборот там куда раньше скитальцы не забредали и под дулом автомата теперь могли без опаски появляться даже новички зона непрестанно мутировала вместе с порожденными ею тварями и аномалиями и казалось лишь человек еще умудряется сохранять в ней свою первозданную сущность но так только казалось зона была достаточно могущественна чтобы взять на себя даже права господа бога и изменить по своей прихоти любого скитальца которого судьба заносила в эти края каждый кто пересекал кордон становился игрушкой в руках зоны иногда любимый иногда очень быстро надоедающий а иногда вызывающий любопытство то самое любопытство с каким ребенок разбирает на части заинтересовавшую его игрушку дабы проверить что же находится у той внутри и можно ли будет с нею после этого играть кальтер дремал в полглаза прислонившись к стене и слушал в полуха сопровождающую выброс безумную какафонию атмосферных шумов за годы службы в мизантропе он научился за гривком чуять когда за ним следят и сомневался что в данный момент кому-то поблизости известно о его присутствии разумеется кроме запертого в катакомбах контролера но теперь это орущее чудовище вряд ли могло сорвать планы интрудера кальтеру было невдомек что он ошибается и зона давно положила на него свой всевидящий глаз майор продолжал непрерывно изучать зону а она в свою очередь пристально взирала на майора из-под серой вуали небес и явно чего-то выжидала огромная коварная тварь славилась своей непредсказумой переменчивостью но когда ей было нужно она могла прикинуться смирной затаиться и ждать правда недолго и в случае с катером это недолго похоже подходило к концу этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст сайте russianpodcasting.ru глава пятая вот уж не думал капитан Назар Чупренко что пришедший к ним в батальон с самого верха приказ о полном прекращении огня по небесному пауку позволит капитану наварить на этом обстоятельстве впечатляющий куш такой какой не выпадал Чупренко уже давно с тех пор как его бывшего непосредственного командира полковника Николая Сердобольцева отстранили от занимаемой должности по подозрению в служебных махинациях и отправили на время разбирательства в длительный отпуск по состоянию здоровья с приходом в 6-й миротворческий батальон нового комбата подполковника Пушкаря дела у Назара командира 2-й мотострелковой роты шли не ахти и хоть Пушкарь тоже был человеком Сердобольцева вести бизнес прежними темпами стало опасно но все равно спасибо могучим связям Николая Ивановича который даже находясь под следствием не допустил полного краха своего теневого предприятия особисты из штаба округа шныряли по гарнизону как тараканы и пытались совать свой нос во все чем занимались в зоне миротворцы но раскопать компромат на Сердобольцева и Чупренко особистам никак не удавалось потому что за пределами зоны оба махинатора были чистенькими как слезы Девы Марии всеми преступлениями в которых подозревались Назар и его покровитель они занимались исключительно на территории зоны именно там вдали от любопытных глаз организаторы схемы по незаконной продаже оружия являющиеся в ней лишь посредниками вели переговоры с поставщиками которые без этого связующего официального звена попросту не могли переправить товар через кордон а переправлялся он под видом всего чего угодно только не оружие противорадиационных химикатов научного оборудования инженерных средств горючего и прочих материалов необходимых работающим в зоне исследовательским группам ученых элементарная но благодаря обширным связям Сердобольцева вполне надежная и прибыльная схема наученные горьким опытом ищейки из особого отдела предпочитали не соваться в зону без крайней нужды они знали что не могут полностью полагаться в тех диких местах на прикрытие солдат всему виной была извечная нелюбовь простых вояк к особистам дознавателям из отдела внутренних расследований а на обычном окопном языке крысам рыскающим по гарнизонам с единственной целью выполнить разнарядку сверху по выявлению латентных нарушителей устава независимо от их звания и занимаемой должности в числе этих нарушителей мог оказаться любой даже честный служака стоило ему лишь попасть под подозрение какого-нибудь ретивого особиста в зоне патологическая ненависть военных к своим гнилым собратьям по оружию проявлялась особенно остро каждая пересекшая периметр крыса становилась потенциальной жертвой какого-нибудь мутанта или аномалии в двух случаях из трех спасение от них особистов становилось делом рук самих особистов а сопровождающая их охрана обычные солдаты армейского патруля не больно-то спешила явиться на зов угодившего в передрягу дознавателя или того хуже вставали на сторону какого-нибудь кровососа и помогали тому добыть себе обед в лице опекаемой ими штабной ищейки официально таких случаев зафиксировано естественно не было однако и особисты и вояки прекрасно знали подобное сведение счетов случалось в зоне не раз и не два все это здорово играло на руку капитану Чупренко и его подельникам подчиненным бойцам контрактникам многие из которых только потому и остались на сверхсрочную службу чтобы не выходить из доходного бизнеса Сердобольцева весь третий взвод роты Чупренко состоял из лично отобранных им сверчков солдат и прапорщиков которым кум роты выплачивал второе неофициальное жалование на несколько порядков превосходящее контрактное капитан и его верные Чупренцы чувствовали себя в зоне практически безнаказанно они совершали плановые и внеплановые рейды только в таком строго определенном составе объясняя это нежеланием рисковать жизнью обычных солдат срочников со стороны поведение Чупренко выглядело весьма благородно но особисты давно подозревали что кроется за этим постоянством впрочем доказать они все равно ничего не могли а уж напрашиваться в рейд с командиром второй роты не стремились и подавно никому из особистов не хотелось пополнить собой статистику погибших либо канувших без вести офицеров работающего в зоне миротворческого контингента утро этого в целом обычного для Чупренко дня началось строго по расписанию верный капитану взвод ветеранов контрактников расселся по трем БТРам и во главе с Кумроты выдвинулся в рейд по маршруту темная долина свалка агропром обычное плановое мероприятие по отстрелу мутантов и фиксированию новых очагов аномалий правда сегодня группу Чупренко сопровождали двое ученых на легком грузовике прибывших вчера из Минска с заданием от своего института установить в зоне какие-то датчики оборудование было довольно громоздкое и чтобы его не растащили вездесущие сталкеры датчики следовало разместить на контролируемой военными территории именно к такой и относился район бывшего НИИ агропром там у 6 батальона имелся форпост полевая база где участвующие в многодневных рейдах солдаты точнее военные удерживали под контролем не всю территорию агропрома а лишь его исследовательский центр состоящий из главного трехэтажного корпуса нескольких одноэтажных служебных построек парочки стальных ангаров и проржавевших топливных резервуаров отдаленные от хозяйственного комплекса зданий и железнодорожной станции разумеется не функционирующие как и вся система железных дорог зоны научный центр был огорожен высоким бетонным забором в котором правда зияли небрежно заделанные бреши зато вся территория вокруг центра просматривалась как на ладони и была отлично пристрелена вдобавок военные настроили по периметру забора несколько вышек на них каждое останавливающееся здесь подразделение отрежало наблюдателей именно Чупренко в свое время и застолбил для 6 батальона это козырное местечко с тех пор Назар стал по праву считаться его неофициальным комендантом а среди батальонных командиров поневоле вошло в традицию спрашивать у него добро встать на постой в его крепости формально же командование ею принимал на себя тот офицер чья патрульная группа вступала во владение исследовательским центром бывало что центр и вовсе пустовал по несколько дней но со временем бандиты и сталкеры уяснили что место это крепко облюбовано миротворцами а коли так то не стоит лишний раз рисковать забредая туда куда в любой момент дня и ночи могут нагрянуть войска а если у сталкеров возникала крайняя необходимость укрыться под защитой бетонных стен они прятались в расположенном километром севернее институтском хозблоке вояки забредали туда лишь при проведении зачисток все остальное время заброшенные цеха и железнодорожная станция переходили из рук в руки мелких сталкерских группировок ни одна из которых так и не могла удержать этот объект достаточно долгий срок помимо двух обособленных комплексов зданий НИИ агропром был также известен своими катакомбами подземными коммуникациями соединяющими научный центр с хозяйственной базой соваться вглубь мрачных тоннелей не решались даже военные где-то во тьме катакомб обитал мутант-контролер чье жуткое завывание то и дело нервировало миротворцев Чупренко постоянно собирался взорвать от греха подальше выхода из катакомб и постоянно забывал прихватить для этого лишнюю пару килограммов взрывчатки в суете что обычно предшествовало каждому рейду впрочем обосновавшийся в тоннеле контролер иных проблем кроме крика военным не доставлял более того даже помогал охранять форпост от вероятного противника имеющего шанс проникнуть туда со стороны железнодорожной станции Чупренцы и прикомандированные к ним минские ученые относились друг к другу подчеркнуто отстраненно первые глядели на вторых как нежелательную обузу вторые соблюдали дежурную вежливость но также не набивались к первым в друзья и те и другие были невольниками служебного долга и терпели друг друга лишь в приказном порядке однако их показная антипатия быстро сошла на нет когда конвой из трех БТРов и грузовика пересек внутреннее в зону капитан который ехал до этого на броне головного бронетранспортера велел группе сделать остановку в темной долине и для проформы послал бойцов обследовать местность по обе стороны дороги а сам направился к минчанам и не спрашивая разрешения влез в просторную кабину их автомобиля и снова здравствуйте компанийским тоном поприветствовал Чупренко науку захлопнув дверцу и устраиваясь поудобнее на свободном пассажирском сидении холодок наигранной неприязни в его голосе испарился бесследно слава богу наконец-то мы можем потолковать как нормальные люди безо всех этих гребанных конспираций как добрались проблемы были никаких проблем ответил водитель лысоватый малоприметный тип в оранжевом исследовательском комбинезоне в действительности эти двое были такими же учеными как Чупренко солистом оперного театра с теми документами какие выдают ваши покровители можно даже ядерную боеголовку до Парижа в багажнике довезти кстати Николай Иванович передавал вам огромный привет ваши обычные комиссионные уже переведены на счет в Цюрих можете позвонить проверить а это как и договаривались для ваших помощников водитель дал знак громили напарнику судя по всему телохранителю и тот вытащил из заседения переносной опечатанный контейнер помеченный предупреждающей надписью осторожно радиоактивные образцы после чего протянул его капитану Назар без опаски сорвал пломбу и приоткрыл контейнерную крышку никаких вредных для здоровья материалов под ней естественно не оказалось а то что лежало внутри освинцованного ящика было для здоровья отнюдь не вредно а наоборот весьма полезно причем для здоровья как физического так и душевного по крайней мере всякий раз получая подобные образцы Чупренко переживал эмоциональный подъем и напрочь забывал обо всех терзающих его недугах контейнер был доверху набит тугими пачками денежных купюр и хоть предназначались они не Назару а его подельникам все равно приятно было держать в руках такой груз командир второй роты поотечески любил каждого из своих бойцов и знал как приятно им будет получить от Бати очередной гонорар тем более что сегодня каждому Чупренцу присчиталась не обычная в таких случаях награда а вдвое выше на недавних переговорах с поставщиком Назар специально выдвинул это условие хотя мог выплатить своей команде и обычную премию выяснив какие щедрые комиссионные он наварит на переправке в зону Пурги-Д почти втрое больше обычных Чупренко решил что будет справедливо повысить ставки и для своих хлопцев пусть порадуется а то в последние не слишком удачные полгода кое-кто из них уже начал жалеть что остался на сверхсрочную ну а поскольку счетов в швейцарских банках контрактники не имели из опасения попасться на крючок особистам Чупренко самому пришлось открывать себе зарубежный банковский счет через доверенных лиц им платили наличными которые Чупренцы во избежание проблем по-быстрому сбагривали на гражданку родственникам отлично подытожил капитан закрывая контейнер и защелкивая крепление крышки пересчитывать деньги не требовалось это был серьезный бизнес ведущийся серьезными людьми а не мелкокалиберные криминальные делишки и обман в нем категорически исключался пусть бабки пока у вас полежат на обратном пути заберу и раздам ребятам а теперь краткий инструктаж клиент сегодня не совсем обычный но платит только самыми ценными артефактами причем половину уже внес задаткам которые мы припрятали в агропроме что безусловно вам выгоднее груз займет совсем немного места документы на вывоз артефактов у вас в порядке конечно подтвердил водитель все как положено со всеми печатями и подписями ну и ладненько кивнул Чупренко и напоследок мои обычные правила разговаривать с клиентом будем мы передавать груз и получать оплату тоже а вы в это время должны находиться там куда я вас определю и не шастать без моего разрешения по исследовательскому центру не приведи господь сиганете в аномалию или нарветесь на кровососа а я потом за вас отвечай на этом все вопросы есть вопросов у псевдоученых не было и Назар покинув кабину грузовика приказал временно исполняющему обязанности комсвода старшему прапорщику Бийскому свистать бойцов назад и выдвигаться в дальнейший путь миновав свалку и шуганов из КПВТ намылившуюся было в сторону агропрома кучку сопливых бандитов трусливые ублюдки сами себя рассекретили взявшись при виде военных метаться и прятаться по кустам конвой выехал на расчищенную асфальтированную дорогу она шла параллельно рельсовой ветке которая заканчивалась на тупиковой станции НИИ перевалив через пригорок железная дорога пересекала его по прорытому под ним полукилометровому туннелю Чупренко и его спутники доехали до развилки где свернули налево правый путь был совсем коротким и вел к хозблоку института занятому сегодня как доложили дозорные небольшой группой сталкеров подобно встреченным конвоем бандитам обитатели хозяйственного комплекса при виде военных тоже попрятались по укрытиям но взвод Чупренко проследовал мимо станции не став наносить сталкерам дежурный визит вежливости и выдворять их с обжитого местечка пусть уж лучше там пасутся искатели артефактов чем всякие недоделанные блатари которые неминуемо займут освободившуюся вакантную жилплощадь вскоре дорога повернула на юг и пройдя по аллее пирамидальных тополей достигла шлагбаума коим вояки перекрывали ворота огороженной территорией исследовательского центра форпост не пустовал со вчерашнего дня на нем находилось пятеро чупренцев высланных сюда Назаром в качестве разведгруппы с целью обезопасить район и следить за тем что происходит вокруг Чупренко не терял бдительность и никогда не недооценивал особистов они также могли прознать о намечающейся сделке и отправить к научному центру под видом сталкеров своих людей однако командир дозора старшина Сербаков продолжал ежечасно докладывать капитану что в окрестностях форпоста все спокойно никакой подозрительной активности не наблюдается а стало быть все идет точно по графику в последний раз Чупренко связался с разведчиками на окраине свалки примерно за полчаса до прибытия на место Сербаков исправно доложил что вокруг по-прежнему тихо ни одна из выставленных за ограждением растяжек не сработала а наблюдатель на вышке уже вот-вот должен заметить в бинокль двигающийся к агропрому конвой довольный комрот и похвалил старшину за отличное несение службы и приказал ему организовать горячий кофе для прибывающих в центр уставших с дороги товарищей после чего выключил рацию и в полголоса выругался вспомнив что опять забыл про взрывчатку дабы раз и навсегда завалить этот проклятый вход в катакомбы а теперь Назару вновь предстоит весь день слушать доносящиеся из колодца вопли контролера чтобы он сучара побыстрее сдох или хотя бы на худой конец охрип предвкушая как с минуты на минуту он глотнет горячего кофейку с коньячком Чупренко так усиленно зациклился на этой жизнеутверждающей мысли что невольно прозевал момент когда конвой въехал на территорию исследовательского центра стой рявкнул встрепенувшийся капитан водителю головного БТРа на броне которого Назар проделал весь путь от гарнизона до НИИ сержант Гунявый что уже направил бронетранспортерную площадку возле пустых топливных резервуаров ударил по тормозам и остановил технику на полдороге к стоянке вслед за ним встали как вкопанные остальные БТРы и грузовик ученых замершая колонна растянулась вдоль бетонного забора полностью въехав на территорию форпоста куда чупренцы благополучно добрались аккурат за час до сделки но буквально на последних метрах маршрута неприятный случай все же произошел а успокоенный недавним докладом Сербакова капитан не успел вовремя среагировать на перемену обстановки Чупренко поднялся на ноги и не слезая с бронетранспортера огляделся именно то что они не останавливаясь беспрепятственно въехали на базу и насторожило ком роты непорядок в поднятом шлагбауме и отсутствии на КПП часовых не было бы ничего особенного отправь капитан командиром дозора какого-нибудь сержанта-срочника одного из тех разгильдяев которых хватало у Назара в роте но он поручил это ответственное задание прапорщику Сербакову дисциплинированному исполнителю уже четвертый год служащему под командованием Чупренко Сербаков ни за что не бросил бы главный пост без охраны и лично встретил конвой на КПП и только потом доложив ком роты об обстановке открыл бы шлагбаум и впустил колонну на территорию базы однако ничего этого не произошло хотя недалее как тридцать минут назад капитан выслушал доклад прапорщика о том что окрест форпоста царит тишь да гладь и он готов принять груз остановленные экстренным приказом БТР и грузовик продолжали урчать моторами на холостом ходу оглядевшись и не обнаружив вокруг ни души Чупренко приказал заглушить двигатели и стал изучать обстановку более внимательно Сербаков не обманул на территории агропрома и впрямь стояла редкостная для зоны тишина ни собачьего лая ни рева мутантов ни треска и хлопков аномалий ни отзвуков далекой стрельбы лишь вечный бродяга ветер шелестел кронами тополей и уныло гудел в пустых проемах институтских окон вот только капитана это безмолвие отнюдь не успокаивало пятерка разведчиков что по всем признакам уже обязана была встречать прибывших товарищей как в воду кануло на трех видимых капитану наблюдательных вышках также не маячила ни души четвертая вышка была заслонена от Назара главным корпусом но по всей вероятности дозорный отсутствовал и на ней куда могли запропаститься сербаков и его бойцы за минувшие полчаса неизвестно но пока конвой двигался к базе никакой стрельбы из этого района не доносилось это точно заметили колонну в бинокль открыли шлагбаум и с чистой совестью отправились в полном составе на завтрак хотел бы Назар поверить в подобное но к сожалению у него это не получалось у капитана на душе заскребли кошки но терзаться сомнениями в боевой обстановке было не в его привычке к машинам зычно проорал он продублированный командирами экипажей приказ Чупренко эхом полетел по колонне занять круговую оборону командиры взвода и отделений ко мне боковые люки батейров с грохотом распахнулись и высыпавшие из них чупренцы вмиг рассредоточились вокруг конвоя заняв огневые позиции за близлежащими укрытиями раздолбанными остовами допотопных газиков и зелов грудами бетонных плит железными контейнерами штабелями труб и углами одноэтажных пристроек исполняющие обязанности командира старший прапорщик Бийский и командира отделений старшины Пепеляев и Горбенко командиром третьего отделения являлся исчезнувший Сербаков с оружием на изготовку побежали к Чупренко для получения дальнейших распоряжений Назар спрыгнул с бронетранспортера и категоричным жестом велел парочке ученых оставаться на местах Сопроводители груза тоже не на шутку встревожились и хотели было выскочить из грузовика следом за солдатами но получив приказ капитана вернулись в кабину и затаились в ожидании Чупренко снял автомат с предохранителя и пока младший командирский состав спешил к головному БТРу еще раз бегло осмотрелся Безжизненный форпост выглядел так словно до прибытия колонны на нем как минимум несколько дней никого не было Хотя нет один атрибут недавнего присутствия здесь людей Назар все же обнаружил запах кофе доносился из окон ближайшей одноэтажной пристройки которую заезжие обитателя использовали в качестве казармы главный корпус был слишком холодным и продувался насквозь поэтому солдаты предпочитали останавливаться на постой в тех зданиях которые можно было протопить обычной буржуйкой долетевший до Чупренко кофейный дух явственно указывал на то что прежде чем пропасть без вести сербаков успел выполнить последнее распоряжение комроты а вот доварил прапорщик кофе или нет капитану еще только предстояло выяснить походило на то что забытый на огне котелок был оставлен без присмотра и кипел уже достаточно долгое время подозрительно далеко распространился щекочущий ноздри аромат знойных тропиков чересчур жизнерадостный для здешних мрачных краев пока капитан раздавал оперативные приказы обстановка вокруг не изменилась и пятеро разведчиков так и не дали о себе знать оставив старшину Пепеляева и его отделение охранять груз Чупренко отправил Бийского вместе со вторым отделением прочесать главный корпус и прилегающую к нему территорию а сам Назар вместе с оставшимися бойцами отделения Сербакова направился исследовать пристройки склады и вход в катакомбы последний представлял собой широкий люк с отсутствующей крышкой выдранной давным-давно либо бронетранспортером либо танком попасть в тоннели из подвалов главного корпуса было нереально мешали непреодолимые завалы еще два имеющихся на территории взрывоустойчивых люка были запечатаны как полагается проникнуть в оккупированные контролером подземелья из научного центра можно было лишь через этот единственный лаз но соваться в катакомбы накануне прибытия конвоя сербаков с товарищей явно не стали бы а при возникновении из-под земли какой-либо угрозы просто метнули бы в колодец несколько гранат и дело в шляпе поэтому Назар и сопровождающие его шестеро бойцов решили начать поиск пропавшей разведгруппы с казармы оттуда откуда и исходил аппетитный кофейный аромат вещевые ранцы разведчиков были разложены на панцирных койках доставленных в свое время сюда из гарнизона вместе с матрасами но ни самих дозорных ни их оружия в здании не оказалось а вот забытый на газовой плите котелок с уже засыпанным в него гранулированным кофе и новым мироторцам не выдавали но и на том спасибо без кофе в зоне было бы совсем туго действительно кипел вовсю извергая пар и брызги из-под неплотно прикрытой крышки в избежании пожара Чупренко приказал солдатам снять котелок с огня и выключить газ нехорошие опасения подтверждались прапорщик его бойцы оставили посты и покинули казарму по неотложной причине это подтверждалось и тем что дозорные не сообщили комроты о неожиданно возникшей проблеме что Сербаков непременно бы сделал имейся у него в запасе хотя бы минута времени компактной рации прапорщика настроенной на недоступной радиоразведке особистов кодированный канал в казарме не было а значит Сербаков прихватил передатчик с собой капитан достал из подсумка свою рацию и попытался вызвать командира исчезнувшей разведгруппы а пока Назар занимался этим его отделение проверило еще две пристройки и заглянуло в пустующие ангары удача не улыбнулась никому ни капитану ни его бойцам но если отсутствие поблизости группы Сербакова было еще хоть как-то объяснимо то его упорное нежелание выходить на связь не лезло уже ни в какие ворота что у вас второй осведомился Чупренко обратившись по рации к Бийскому помаячившим в окнах главного корпуса силуэтом капитан видел что группа комзвода уже обыскала первый этаж здания и перебралась на второй ничего доложил Бийский никаких следов ну так это же серб он и его ребята оставлять следы не привыкли продолжать поиски отдал очередной приказ комроты найдете хоть малейшую подозрительную зацепку докладывать немедленно Назар и вернувшиеся к нему после обыска ангаров бойцы стояли озадаченные посреди базы озирались по сторонам и гадали что же здесь все-таки произошло а почему контролер молчит вдруг неуверенно спросила сержант Бойчук толковый малый который должен был демобилизоваться из армии всего пару месяцев назад Назар подключил его к бизнесу одним из последних уговорив сержанта остаться на сверхсрочную и посулив ему золотые горы это было первое настоящее дело Бойчука и он всячески старался продемонстрировать что достоин оказанного ему доверия но повтори что ты сказал комрота резко повернулся к сержанту и вперил в него суровый вопрошающий взор контролер товарищ капитан испуганно заморгав поспешно уточнил Бойчук с тех пор как мы приехали он ведь ни разу даже не вякнул а раньше бывало сутками не умолкал вот я и подумал может быть это как-то связано с исчезновением серба то есть виноват прапорщика сербакова за мной решительно скомандовал Чупренко и бегом направился к ведущему в катакомбы колодцу шестерка сверчков последовала за командиром не отставая ни на шаг за годы службы в зоне рота капитана Чупренко потеряла 14 бойцов в сравнении с другими подразделениями 6-го миротворческого батальона немного поэтому полковник сердобольцев а за ним подполковник пушкарь часто ставили Назаров пример другим командирам дескать перенимайте опыт товарищи офицеры как надо подходить к организации рейдов и подготовке к ним личного состава чего греха таить Чупренко подобные похвалы весьма льстили конечно он догадывался что половина этих похвал обусловлена не образцовой дисциплиной в его подразделении а тем что Назар повязан с комбатом как прежним так и нынешним противозаконным бизнесом но так или иначе список потерь второй роты за время ее участия в миротворческой операции действительно был скромным а стало быть Чупренко и впрямь являлся неплохим командиром с какого боку не подбирались бы к нему ищейки из отдела внутренних расследований максимальное количество потерь какое доводилось претерпеть второй роте за один рейд исчислялось двумя бойцами такое случалось дважды в первый раз парочка самоуверенных первогодков ослушалась приказа командира и сунулась в один из подвалов поискать артефакты а в итоге напоролась на логово огненного полтергейста во втором случае уже порядком обстрелянные бойцы Чупренко отправились в дозор и были застигнуты в чистом поле разразившимся вопреки прогнозам спонтанным выбросам такие катаклизмы порой случаются и уносят жизни тех бедолаг кто не имеет шанса при первых признаках надвигающегося выброса добежать до ближайшего укрытия остальные десять подчиненных капитана погибли либо из-за собственной неосторожности угодив в аномалию либо в перестрелках со слишком борзыми бандитами отвожившимися вступить в бой с патрулем то что стряслось сегодня в научном центре НИИ Агропром стало для Назара настоящим ударом пожалуй самым тяжким ударом пережитым капитаном за всю его армейскую карьеру подбежав к люку и приказав одному из бойцов осветить колодец фонарем Чупренко и сопровождающие его солдаты поначалу не поверили своим глазам на дне шахты прямо у подножия хлипкой железной лестницы лежала целая гора трупов громко выругавшись Назар однако быстро взял себя в руки и унял охватившие его возбуждения после чего пригляделся получше и определил что груда человеческих тел не так огромна как показалось капитану в первые мгновения четверо нет пятеро распластавшихся друг на друге в неестественных позах одетых в армейские комбинезоны мертвецов были скинуты в колодец уже после того как их застрелили неизвестные убийцы всадившие в каждую жертву как минимум по три пули раны на трупах практически не кровоточили Назар отчетливо видел что по меньшей мере трое из убитых получили в голову по пуле кто-то в лоб кто-то в висок а кто-то в глаз именно эти ранения аккуратные но все равно уродующие покойникам лица и не позволили Чупренко сразу опознать обнаруженную разведгруппу и когда это произошло до него наконец дошел весь ужас сложившегося положения закаленные зоны и бойцы прапорщика Сербакова погибли вместе со своим командиром не успев произвести ни единого выстрела а затем их сбросили в шахту дабы прибывшие на базу чупренцы не наткнулись на трупы и не запаниковали раньше времени причем нападение на форпост было спланировано с таким расчетом чтобы идущий сюда конвой совершенно ничего не заподозрил а значит неведомый враг следил за радиопереговорами дозорных с командиром автоколонны и выверил каждый свой шаг с точностью до минуты из чего следовало что врагу надо было обязательно заманить группу Чупренко в исследовательский центр взвод к бою проревел в рацию капитан разумеется приказ предназначался и бойцам его поисковой группы мгновенно вскинувшим автоматы и рассредоточившимся за укрытиями сам кумроты не прекращая отдавать распоряжения также поспешил отступить от колодца за ствол ближайшего дерева второй быстро отводи группу на исходную первый удвоить бдительность пулеметчика на крышу КПП передайте клиентам пусть срочно выдвигаются по дороге на север водителям коробок и бортстрелкам прикрывать груз головой за него ответите всем доложить по исполнении выполнять приказ второй вас понял отходим кратко отрапортовал бийский чье отделение только что проверило последний третий этаж главного корпуса и поднялось на крышу после чего не применил дать капитану отчет об обстановке изученной прапорщиком с высотной позиции второй противника не обнаружил повторяю второй противника не обнаружил бегом марш на исходную второй продублировал команду Чупренко и пока его бойцы перегруппировались довел до их сведения дополнительную информацию Внимание всем на территории объекта противник точное месторасположение неизвестно предполагаемое количество десять возможно больше человек высокая вероятность снайперского огня нулевой отходит на исходную повторяю на территории объекта противник повторить предупреждение Назар не успел ибо в этот миг незримый враг нанес следующий куда более сокрушительный удар кричащий в рацию капитан только-только покинул укрытие и жестом велел своей группе отступать к КПП как вдруг в главном корпусе практически одновременно блеснули две ослепительные вспышки сразу же вслед за ними прогремела пара оглушительных взрывов их раскатистый слившийся воедино грохот прогнал по базе упругую волну горячего воздуха вынудившую капитана закрыть лицо рукавом в глазах сразу же заиграл сон бликов а уши заложила инстинкт самосохранения вынудил Чупренко вновь кинуться за древесный ствол хотя иных неудобств кроме вышеописанных взрывы ему не доставили как и его группе причем некоторым бойцам и вовсе повезло отделаться легким испугом в момент вражеской атаки они крались под прикрытием казармы отчего не увидели вспышки а не особо сильная ударная волна разбилась о казарменную стену с противоположной стороны здания заставив его лишь слегка содрогнуться и только не прошло и пяти секунд как Назар уже пришел в себя и смог определить характер нанесенного по Чупренцам удара и его последствия оба взрыва прогремели в лестничных шахтах главного корпуса пламя не распространилось на этажи и выжгло только эти шахты снизу доверху тот кто заложил на лестницах трехэтажки взрывные устройства не планировал снести здание слишком маломощными являлись заряды место и время когда они были подорваны указывали на то что враг планировал атаку с иной целью и похоже он ее добился второй ответь нулевому гаркнул в рацию Чупренко глядя как угасающий огонь продолжает яростно вылизывать лестничные пролеты второй это нулевой ответь мне ну же письки не отвечал поскольку наверняка был мертв как и старшина Горбенко с восемью отправившимися в трехэтажку бойцами второго отделения выжить в восходящем потоке пламени при подрыве зажигательной минно направленного действия было попросту нереально отдав приказ о срочном отступлении капитан вынудил бойцов бийского дружно кинуться к лестницам а вражеский минер только этого и ждал рация да ведь у противника же имеется при себе рация Сербакова при помощи которой мерзавец прослушивает ведущиеся группы Чупренко переговоры а еще он наверняка занимает позицию с которой ему видно все происходящее на базе ладно некогда гадать где затаился враг надо сначала выбраться из-за подни а потом решать что делать дальше озлобленный как голодный кровосос капитан прислушался в последний раз не доносятся ли из главного корпуса крики раненых ничего кроме треска догорающего пламени и рева бронетранспортеров водители которых приступили к выполнению приказа и врубив задние передачи начали организованное отступление первейшей задачей для Кумроты было вывести по низшую потере группу технику ну и естественно груз с территории исследовательского центра сейчас его бетонные заборы стены и нагромождение всевозможного хлама превратились для Чупренцев из укрытий в ловушку даже если кто-то из бойцов второго отделения еще жив что маловероятно заниматься его спасением когда под угрозой находятся жизни всего взвода было нецелесообразно пригибаясь и ведя тщательное круговое наблюдение команда Чупренка припустила к КПП еще немного мысленно молился Назар еще чуть-чуть и мы на свободе а там запрошу пару вертушек и пусть раздербанят это место ракетами к чертовой матери дерьмо внезапно откуда было было удобнее всего расстрелять кабину грузовика и отдал оперативный приказ внимание бортстрелки цель топливные резервуары уничтожить их огонь установленные на бронетранспортерах 14,5-мм башенные пулеметы КП ударили в три ствола по указанной капитанам цели когда тот со своей группой присоединился к первому отделению свинцовый шквал прошелся по невысоким около пяти метров в высоту и столько же в диаметре емкостям дырявя их ржавые бока и вырывая из них целые куски листового металла Чупренка глянул на простреленное лобовое стекло грузовика и извлекаемые солдатами из кабины тела псевдоученых и отметил что он правильно вычислил позицию снайпера или даже снайперов ясно ясно что они находились на верхушках резервуаров либо на вышке позади них она тоже угодила под обстрел и была растерзана в щепки за считанные мгновения капитану было некогда выяснять насколько результативными оказались его ответные меры солдаты первого отделения уже вытащили из автомобиля мертвых клиентов и сам Пепеляев готовился занять место водителя чтобы повторить попытку вывести груз за пределы форпоста неизвестно сколько еще вражеских снайперов залегло на его территории но наилучшие позиции для ведения снайперского огня подступающей колонии была уничтожена трехэтажку успел досконально проверить бийский проморгавший однако заложенные в лестничных шахтах зажигалки а двускатые покрытые шифером крыши пристроек располагались слишком близко и не могли служить врагу надежным укрытием так думал капитан Чупренко озлобленный и разгоряченный но пока еще способный трезво оценивать обстановку и принимать решения Назар полагал что настало самое время противнику показаться и выйти на прямой огневой контакт кто бы не противостоял Чупренцам он еще не справился со своей задачей и не захватил груз очевидно поганые монолитовцы а кому еще кроме них здесь быть решили грубо нарушить условия сделки и заполучить Пургу Д на халяву хрен вам не на тех напали капитан растерял половину людей но был еще в силах дать врагу достойный отпор конечно если можно так назвать поспешное отступление с поля боя прекратить огонь приказал Назар сделавшим свое дело пулеметчикам БТРов слушай общий приказ продолжаем отход к воротам огонь без команды по любой подозрительной цели двенадцать оставшихся в живых бойцов не считая самого Чупренко водители бронетранспортеров и бортстрелков не паниковали но пребывали на нервах и потому с воодушевлением восприняли приказ командира взявшись стрелять короткими очередями по окнам пристроек и другим потенциальным укрытием все еще незримого противника отважный Пепеляев снова запустил двигатель грузовика и начал выруливать на дорогу перед тем как заглохнуть лишившийся прежнего шофера автомобиль врезался задним бортом в остов раскуроченного газика дабы в свою очередь не врезаться в грузовик водители БТР взбавили ход дожидаясь пока старшина закончит маневр пулеметчик сержант Хвыля забрался на плоскую крышу будки КПП превращенную когда-то посредством мешков с песком в огневую точку установил пулемет на сошке но пока не стрелял дожидаясь появления конкретной цели палить по теням чем в данный момент занимались остальные бойцы он отказывался берег патруны и не желал вызывать своими подозрениями лишний ажиотаж среди и без того перевозбужденных товарищей и потому когда Хвыля открыл таки огонь Чупренко а за ними остальные поняли что он действительно заметил противника однако едва капитан задрал голову стараясь определить куда палит пулеметчик как в капоте грузовика буквально в метре от комроты образовались две рваные дыры величиной с кулак а мгновение спустя из них взметнулись фонтаны огня после чего капотная крышка с грохотом подлетела оторвалась и врезалась в лобовое стекло а вырвавшиеся на свободу пламя вмиг объяла кабину и сидевшего в ней Пепеляева превратившийся в живой факел старшина заорал благим матом и начал дергать дверцу чтобы выпрыгнуть но ему никак не удавалось справиться с замком уничтоживший грузовик огненная вспышка обожгла Чупренко правую половину лица а взрыв кажется повредил барабанную перепонку но капитан почти не почувствовал боли сбив под ножкой наземь находившегося поблизости от него растерявшегося бойчука Назар плюхнулся на асфальт следом за ним а Пепеляев продолжал истошно вопить пытаясь выбраться из огня но все так же безрезультатно держись боец я иду прокричал ему Кумрот и почти не соображая что делает и шатаясь начал подниматься на ноги держись я мигом и тут же был повторно сбит с ног поскольку пятившийся перед грузовиком БТР постигла та же участь что и автомобиль разве что подбит он был не бронебойно зажигательными пулями а миниатюрной кумулятивной ракетой Чупренко даже успел краем глаза заметить откуда прилетел этот снаряд невидимый враг стрелял из слухового окна одноэтажной пристройки с расстояния не более 30 метров выпустив сноб искр ракета в мгновение ока прожгла боковую броню БТРа и взорвалась у него внутри создав в закрытом корпусе бронетранспортера температуру равную температуре нагрева доменной печи ненадолго всего на секунду другую но этого вполне хватило чтобы сдетонировали боеприпасы а экипаж сгорел заживо бронетранспортер изрыгнул пламя из всех открытых люков и бойниц после чего выплюнул из них же густые клубы желтого калильного дыма такого какой обычно вылетает из-под электрода сварщика во время работы еще ни разу в жизни Назару не доводилось попадать в настолько серьезную передрягу те стычки в которых он участвовал в зоне со своим подразделением не шли ни в какое сравнение с этой бойней устроенной чупренцем хладнокровным неизвестным противником солдат заблокировали на их же форпосте и теперь методично расстреливали как мишени на полигоне а им оставалось лишь пытаться вырваться из котла поля наобум во все стороны в то время как враг стрелял редко но на диво метко подрыв БТРа наградил капитана легкой контузией отчего все дальнейшее протекало перед ним словно он пребывал в изрядном подпитии вдобавок Назар почти оглох и слышал звуки окружающего мира будто в гулкую трубу от этого творившийся вокруг чупренка огненно-свинцовый хаос казался вдвойне безумным и иреальным кричал или уже нет объятый пламенем Пепеляев капитан не слышал но ощущал спиной нестерпимый жар и понимал что вот-вот рванет бензобак грузовика первым делом следовало отбежать подальше от автомобиля а уже потом беспокоиться обо всем остальном ухватив за шиворот разлегшегося рядом бойчука Назар хотел помочь замешкавшемуся бойцу подняться но заметил что череп сержанта раскроен надвое отскочившим от подорванного БТРа стальным люком с тупой с тупой отрешенностью Чупренко глянул на свою испачканную в крови и мозгах руку и бросился к будке КПП бетонные стены которые могли защитить его от неотвратимого взрыва ввалившись в будку контуженный капитан обнаружил что в ней уже заняли оборону трое его бойцов куда попрятались остальные Кумрот и не видел но надеялся что они успели отбежать подальше от горящего грузовика он же рванул аккурат в тот момент когда Назар переступил а точнее споткнулся и загремел через порог будки вспыхнувший бензин озарил близлежащее пространство на миг превратив пасмурный день в ослепительно яркий и солнечный жаль только отнюдь не жизнерадостный волноваться за боекомплект Пурги не стоило снаряды ПРК находились в специальных контейнерах и не были подвержены высокотемпературному воздействию лежащий на полу будки Чупренко перекатился на бок а затем поднес карту рацию и прокричал в микрофон борт стрелки огонь на 9 часов цель крыша пристройки повторяю огонь по крыше пристройки после чего расслышал над головой пулеметные очереди и понял что хвыля продолжает стрелять по укрытию врага в местоположении которого он судя по всему не сомневался капитан пригляделся да пулеметчик садил короткими очередями тоже по пристройке а стало быть позицию откуда прилетела кумулятивная мини-ракета Назар определил правильно второй уже не такой плотный но все равно сокрушительный залп КПВТ снес крышу злополучной пристройки вместе со стропилами обломки шифера досок и бруса градом обрушились на прилегающий к главному корпусу двор сколько ураганов выдержала эта крыша со времени своей постройки неведомо но пережить свинцовую метель даже кратковременную она не сумела два крупнокалиберных пулемета начисто срезали ее создание вдобавок испишлив выбоинами облупленные кирпичные стены дважды чупренцы накрывали шквальным огнем вражеские позиции и дважды оставались в неведении дало ли это хоть какой-нибудь результат противник выигрывал у военных с разгромным счетом а они даже обладая внушительной огневой мощью опять отвечали ему с фатальным запозданием и опять не видели ни одного вражьего тела или хотя бы его фрагментов горящие островы грузовика ученых и БТРа намертво перегородили ворота исследовательского центра отрезав уцелевшую бронетехнику от выезда на северную дорогу в бетонном ограждении форпоста имелись еще одни ворота восточные но до них чупренцам нужно было прорываться через всю территорию по которой рыскали незримые но крайне опасные враги поэтому капитан принял единственное пришедшее ему в контуженную голову решение как вырваться из-за подни таранте забор и уходите в пролом прорал Назар по рации водителям и те немежкой приступили к выполнению приказа первый поддал газу и вывернул штурвал головного бронетранспортера вправо БТР взревел выбросил в воздух сизое облако солярного дыма и сметая на пути всякий хлам ринулся прямиком на ограждение что представляло собой установленные вертикально в ряд железобетонные плиты трехметровой высоты проделать в них брешь мощная четырнадцатитонная машина в принципе могла что и продемонстрировала шарахнув острым носом в ближайшую плиту и выбив ее наружу правда не до конца забор оказался достаточно крепок и его пострадавший фрагмент лишь выдавился из общего ряда себе подобных накренился но так и не упал для полного его обрушения требовался еще один удар после чего плита если не рухнет окончательно то наверняка встанет под таким углом который позволит БТР выехать из нее и перевалить через препятствие недолго думая водитель бронетранспортера сдал назад чтобы взять разгон для повторной на сей раз окончательной атаки второй БТР фырчал двигателем но не трогался с места ожидая когда лидер потрепанной автоколонны проторит дорогу а пока водители пробивали в заборе проход Чупренко срывая голос созвал к себе остатки поредевшего взвода на зов командира явилось всего-навсего десять выживших бойцов перебегая от укрытия к укрытию они рассредоточились вокруг КПП в ожидании приказа к теперь уже безоговорочному и окончательному отступлению о том что ожидало их по прибытии в гарнизон ни сверчки ни их командир не задумывались туда еще нужно было добраться обожженный и контуженный Назар ценой неимоверных усилий старался сохранять выдержку и удивлялся как ему это удается слева подвое перебежками до тополиной рощи с интервалом в десять секунд бегом марш хвыля и я на прикрытии скомандовал наконец Чупренко занимая огневую позицию в окне КПП и глядя как головной БТР откатывается назад для последнего тарана покосившейся плиты однако не успела первая двойка бойцов сорваться с места и припустить к воротам как из лишенной крыши только что обстрелянной из КПВТ пристройки вылетела вторая кумулятивная ракета и впилась в борт таранящего забора бронетранспортера его водитель уже направил машину на препятствие и она сумела дотянуть до него и пробить таки ограждение но правда лишь за тем чтобы застрять в нем этакой дымящейся железной затычкой ставшей кремационной печью еще двум бойцам ветеранского взвода второй роты все Чупренцы и Назар заметили что вражеская ракета из какого поэтому не сговариваясь открыли огонь по рассекреченному укрытию противника единственная проблема огонь этот велся под сильным углом к стене здания и стало быть враг мог при желании легко отыскать в нем безопасный уголок реально достать ублюдка мог лишь стрелок последнего уцелевшего БТРа чье башенное орудие уже нацелилось на коварный оконный проем если враг еще не выскочил из пристройки значит сейчас он будет разорван на куски градом крупнокалиберных пуль КПВТ ударил по уже изрешеченным стенам с расстояния не более двух десятков метров пули каждая из которых шутя перешибала железобетонную шпалу сначала разворотили межоконные перемычки а потом расчистив себе путь взялись крушить внутренние деревянные перегородки здания обращая их в щепки и целыми пролетами роняя на пол дощатые потолки как вздец тебе мразь процедил сквозь зубы Назар прекратив автоматный огонь пользы от которого сейчас было немного глядя на кумроты хвыля и прочее тоже отставили стрельбу один из готовых к отступлению бойцов обратился к Чупренко желая уточнить его последний приказ товарищ капитан как быть с отходом прикажете отступать отставить рявкнул Назар решительно аннулируя свое предыдущее распоряжение ярости в капитане бушевало столько что она начинала перехлестывать через край он уже практически забыл зачем вообще сюда пожаловал все что хотелось Чупренко это схватить хотя бы одну вражескую гниду и выпустить ей в башку целый автоматный рожок отделение слушаю мою команду приказываю обойти пристройки со двора и как только коробка прекратит огонь тщательно прочесать тот квадрат готов поспорить где-то там и находится схрон в котором прячутся от нас эти твари группой команду сержант Цурич я хвыль и Тарасенко зайдем с фронта в пролом задача ясна тогда вперед восемь бойцов пригнувшись помчались в указанном направлении Чупренко и Тарасенко ненадолго задержались подождав когда к ним присоединится спустившийся с крыши хвыля и только потом рванули к БТРу его пулеметчик как раз расстрелял очередную патронную ленту и судя по всему прилаживал к орудию коробку со следующей отставить огонь хотел скомандовать Назар экипажу бронетранспортера Кумроты опасался как бы бортстрелок в горячке не накрыл очередью своих же товарищей двигающихся позади обращенного в руины здания однако со своим приказом Чупренко малость запоздал впрочем даже успея передать его по рации это абсолютно ничего бы не изменило КПВТ в любом случае не произвел бы ни единого выстрела поскольку внезапно нашелся человек который тоже был в силах заставить бортстрелка умолкнуть с той лишь разницей что уже не временно она вечно Чупренко Тарасенко и бегущий с пулеметом на перевяз как заправский Рэмбо Хвыля находились на полпути между КПП и бронетранспортером когда с противоположной стороны носовой на него вскочила стремительная гибкая фигура в сером камуфлированном комбинезоне на фоне затянутого дымом пасмурного неба фигура эта была практически незаметна Назар обратил на нее внимание лишь тогда когда запрыгнувший на броню человек приступил к действиям а действия его были мягко говоря далеки от миролюбивых все произошло настолько быстро что когда Чупренко спохватился и открыл по противнику огонь тот уже спрыгнул с БТРа а экипаж машины был мертв первым делом враг дал короткую очередь из своей бесшумной винтовки в водительский люк находившийся у него прямо под ногами побрызнувшим вверх искром и огненным всполохом Назар смекнул что монолитовец Чупренко продолжал быть уверенным что заваренная на форпосте каша дело рук сектантов расстрелял водителя теми же бронебойно-зажигательными пулями какими он подорвал грузовик вырвавшаяся из пробитого люка пламя еще не схлынула а убийца уже просунул винтовочный дул в узкую башенную бойницу поверх торчащего оттуда ствола КПВТ и прострелив защитный кожух разрядил остаток магазинов пулеметчика после чего молниеносно ретировался туда откуда явился однажды Назар ввозил в зону партию таких чудо-патронов каждый из которых стоил как пачка обычных однако наблюдать эти суперпули в действии Чупренко до сего момента не доводилось разумеется их эффект был и близко не сравним с эффектом от взрыва кумулятивной ракеты но поскольку противник не стремился поджечь БТР а лишь вывел из строя орудие и экипаж очередной вражеский удар был не менее продуктивен чем предыдущие машина не выгорела в мгновение ока изнутри как остальные но возникший в ней обычный пожар тушить было уже некому изрешеченные пулями водитель и бортстрелок погибли на боевом посту наверное так и не поняв что их убило мразь расферепев заорал во все горло Чупренко вскидывая автомат и поливая очередями крышу думящегося бронетранспортера Тарасенко и Хвыля дружно поддержали командира огнем однако вот досада разъяренные вояки стреляли уже в небо показавшийся им всего на несколько мгновений враг скрылся с глаз и был в данный момент заслонен от стрелков корпусом БТР а бежав машину Назар и Сверчки не удивились когда выяснили что ни в кого не попали пальнув для срастки по ближайшим вероятным укрытиям противника троица засела в развалинах дабы самой не нарваться на суперпули монолитовца через полминуты пробравшись через завалы обломков капитану присоединилась группа сержанта Цурича они уже начали повторно обыскивать пристройки когда заслышали стрельбу и решили что товарищам требуется помощь но прибыв к последнему подбитому БТР выяснили что теперь помощь требуется им всем враг находился от них в двух шагах и мог расстрелять любого бойца даже сквозь стену кто-нибудь заметил этого гада он должен был пробежать мимо вас спросил капитану Цурича восемь бойцов переглянулись и неуверенно помотали головой отдышавшись Чупренко подвел в уме разгромные итоги боя и пришел к поразительному выводу что им противостоит всего-навсего один но отлично подготовленный и знающий местность противник каждый из нанесенных по Чупренцам ударов был единичным коротким производился с перерывом и бил точно в цель причем не абы в какую а только в ту что своей гибелью блокировало отступление угодившей в засаду колонны действуя враги в составе подразделения они попросту обложили бы солдат со всех сторон и учинили им жаркую кровавую баню выверенные атаки серого-одиночки начиная с уничтожения разведгруппы Серпакова и заканчивая подрывом последнего БТРа являлись частицами одной большой мозаики и планомерно складывались ее автором в целостную картину картину неотвратимой смерти на которой предстояло быть запечатленными всем кто ступил в это утро на территорию форпоста и в центре этого батального полотна находился он капитан Назар Чупренко чьи незаконные делишки и мечты о красивой жизни привели к гибели стольких замечательных ребят служивших под командованием алчного до легких денег командира что будем делать товарищ капитан спросил Цурич выглядывая краем глаза из-за укрытия похоже эти долбанные уроды просто так от нас не отвяжутся отделение слушай мой приказ угрюмо но твердо заявил Чупренко проглотив внезапно подкативший к горлу комок с этой минуты вашим командиром назначается сержант Цурич сержант Цурич я на миг замешкавшись откликнулся тот причиной этой заминки был странный тон командира в голосе которого звучали непривычные нотки а глаза застилала нездоровая мутная пелена сейчас ты возьмешь свое отделение и бегом уведешь его к северным воротам продолжал назар а затем будете отступать по дороге пока не окажетесь в безопасности после чего доложишь по рации в штаб расскажешь все как есть и вызовешь вертушки чтобы они вытащили вас с агропрома задача ясна так точно товарищ капитан трогнувшим но четким голосом подтвердил Цурич добежать до ворот затем отступить на безопасное расстояние доложить в штаб и вызвать вертушки все верно кивнул Чупренко вот держи мою рацию позывные ты знаешь а теперь забирай ребят и бегом марш отсюда и чтоб когда я досчитаю до десяти на базе уже вашего духу не было время пошло раз но а как же вы товарищ капитан вы что не с нами вновь замешкался сержант растерянно глядя как взор командира становится все мутнее и безумнее выполнять без разговоров гаркнул Назар мигом выводя из ступора не только Цурича но и остальных бойцов также удивленных распоряжением комроты кто задержится еще хоть на миг пристрелю нахрен и для убедительности навел на сержанта автомат гнев командира возымел эффект и подстегнул нерешительных чупренцев к действию на счет два парни уже выскочили из пристройки а на три улепетывали к воротам во все лопатки будто у Назара в руках была взведенная бомба с отсчитывающим последние секунды таймером капитан с замиранием сердца проследил как десять его выживших бойцов подбегают к КПП и ощутил облегчение лишь тогда когда замыкающий их нестройную колонну Цурич скрылся с глаз в растущей за забором тополиной рощи молодцы сынки удачи вам и помните деньги это пыль причем гораздо хуже радиоактивной севшим голосом напутствовал Чупренко убежавших бойцов а затем встал в полный рост и без опаски вышел во двор перед главным корпусом надежды Назара оправдались серый невидимка не выпустил вслед его парням ни одной пули то ли не успел среагировать на поспешное отступление противника то ли невидимке и впрямь был нужен лишь Чупренко и никто иной что ж если это действительно так настала пора раз и навсегда разобраться с этой проблемой Эй тварь ты меня слышишь хрипло прокричал впавший в смертельный раж капитан после чего отшвырнул на асфальт калаш извлек из ножен штык-нож и храбрясь перебросил его из руки в руку выходи потолкуем как два мужика один на один давай падла я жду или ты только мостах пацанам из-за угла в спины стрелять иди сюда мудозвон тухлый я тебя сейчас как шмацало на ломтике покромсаю ну где ты сука ко мне бегом марш никто не отзывался лишь где-то за пределами форпоста тоскливо завыла псевдо собака словно разделяя охватившая Чупренко беспросветное отчаяние ахмурое небо все так же равнодушно взирало на капитана как и в тот день когда он впервые очутился в этой проклятой двуличной зоне она подарила Назару несусветное по его меркам богатство а теперь вынуждала Чупренко запоздало сожалеть о содеянном беззаконии верно говорят сталкеры рано или поздно но зона будет судить каждого кто хоть однажды ступил на ее проклятые земли и никто не получит от нее оправдательного приговора потому что здесь нет невиновных а путь на небеса отрезан неприступным барьером свинцовых туч добро добрался добрался до места назначения этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст директории RussianPodcasting.ru Глава после его подстан в этом плане Назару несказанно повезло как впрочем и со смертью приняты им не от кровожадного монстра или аномалий а от руки профессионального палача в зоне также имеет немаловажное значение как человек умирает в муках или бизонах ибо большинство здешних смертей не пожелаешь и заклятому врагу Чупренко мог с куда большей вероятностью погибнуть угодив на обед кровососу или став жертвой какой-нибудь аномалии но Назару выпал шанс пасть на поле боя от вражеской пули как и подобает умирать на войне настоящему боевому офицеру жаль правда никто кроме Кальтера этого так и не оценит продолжая удерживать помеху на прицеле майор поднялся из-за своего укрытия позволил Чупренко себя заметить и только потом трижды спустил курок смелость достойна награды пусть даже такой сомнительной как возможность взглянуть в лицо своему убийце уважить храбреца иным способом Кальтер не собирался и уж тем более не мог ответить на брошенный ему вызов капитан вызывал на честный поединок противника который ни разу за свою карьеру в ведомстве не воевал по благородным правилам и не собирался впредь отступать от подобной линии Чупренко уже считал себя мертвецом в то время как Кальтер продолжал выполнять задания и намеревался выжить вот и все обычная работа в которой нет места излишнему геройству и эмоциональным порывам майор стрелял с короткого расстояния тремя одиночными выстрелами два в грудь и один в голову планируя прикончить Назара мгновенно но тот завидев врага успел в последний миг инстинктивно отпрянуть и потому последняя пуля интрудера прошла мимо цели так что умереть быстрой смертью у Чупренко не вышло споткнувшись он упал набок а затем уже находясь в агонии перевернулся на спину продолжая судорожно стискивать рукоять штык ножа подойдя к распластавшемуся на асфальте капитану кальтер наступил ему на запястье сжимающей оружие руки и нацелил винтовку в лоб умирающему противнику Чупренко шумно хрипел простреленными легкими кашлял и пускал кровавые пузыри и пусть глаза его уже подернулись пеленой тем не менее он был жив и прожил бы наверное еще минуты две или три но палач не собирался продлевать ему жизнь на этот срок безмерно короткий для живого но весьма щедрый для умирающего она судит всех сквозь кашель из последних сил прохрепел Назар когда ему на лицо упала тень убийцы потому что здесь нет невиновных и тебя тварь она тоже судит скоро уже скоро и умолк навеки стукнувшись простреленный в упор головой об асфальт лужа крови вытекающая из развороченного затылка капитана начала разливаться вокруг его головы словно зловещий багровый нимб самый что ни на есть подходящий нимб для искупившего свою вину грешника помеха устранена пробормотал кальтер как делал это всегда когда исполнял возложенный на него приказ тоже своего рода традиция закрепившаяся за майором чуть ли не с первой его боевой командировки этакая аминь подводящая черту под очередным этапом работы к сожалению пока не финальным задание интрудера заканчивалось лишь по возвращении его к пенатам ведомства давным-давно ставшего для кальтера родным домом другого дома куда майора тянуло бы после долгого отсутствия на родине у него не было интрудер был твердо уверен что такие как он не должны заводить семью поскольку вряд ли из этого вышло бы что-нибудь хорошее кальтер был и оставался одним из лучших мизантропов во многом благодаря тому что никогда никому не привязывался на войне в которой он участвовал вот уже два десятилетия семья служила первейшей мишенью для вражеского удара вопреки расхожему мнению надежным тылом для интрудера было не наличие семьи а отсутствие таковой сильнейшее подспорье для солдата теневых воин враг не мог подобраться к кальтеру с тыла и потому находясь в длительной зарубежной командировке мизантроп был спокоен как скала он полностью концентрировался на работе и не думал об отвлеченных вещах тогда когда любая несвоевременная мысль могла стоить ему жизни помеха была устранена но уходить из агропрома кальтер пока не собирался стратег предвидел что весть о нападении на участников нелегальной сделки дойдет если уже не дошла до командира 6 батальона ставленника Сердобольцева раньше всех и люди подполковника Пушкаря прибудут сюда быстрее особистов и готовых сопровождать их в зону оперативников ведомства после чего можно будет напрочь забыть о каких-либо доказательствах причастности Чупренко и его покровителей к продаже украденного ПРК поэтому единственным вариантом добыть компрометирующей банду Сердобольцева улики было поручить их сбор непосредственно кальтеру о возвращении Пурги-Д речь понятное дело не шла даже отбей майору противника неповрежденный грузовик интрудер ни за что не провез бы ракетную установку через свалку в объезд аномалии бандитов и высланных на экстренный перехват груза солдат Пушкаря сбор необходимых доказательств должен был пройти на порядок быстрее и проще кальтеру предписывалось всего лишь извлечь из Пурги-Д модуль с центральным микротипом трансформации так называемым ЦМТ главной деталью секретного ПРК без которой он являл собой всего-навсего бесполезную груду железа затем следовало вытащить из каждой ракеты не менее ценный микрочип сателлит а после уничтожить ракетный комплекс мощным взрывным зарядом технологию демонтажа майор успел отработать на лабораторном прототипе этого оружия и мог вынимать из него нужные детали хоть с закрытыми глазами однако даже пройдя подготовку интрудер тратил на извлечение электронной начинки не менее четверти часа так что у него не было в запасе и минуты на передышку покончив с Чупренко кальтер со всех ног бросился к КПП туда где горел подбитый майором грузовик псевдоученых взрыв бензобака сорвался автомобильной рамы кузов и перевернул его отчего термоустойчивые контейнеры прорвав горелый тент в беспорядке вывалились на дорогу возиться с ними вблизи догорающего грузовика было невыносимо жарко и интрудеру пришлось сначала оттащить тяжелые ящики на безопасное расстояние к шлагбауму и только потом вскрывать их и приступать к делу больше всего хлопот доставил контейнер с самим ПРК весу в коем было не менее центнера пришлось буксировать груз посредством двух связанных вместе ремней снятых с автоматом убитых солдат каждая из четырех ракет была упакована в отдельный ящик из-под сейсмических датчиков и весила гораздо меньше но из-за неудобной тары их также пришлось тащить волоком эвакуировав последний контейнер майор осмотрелся и все же позволил себе полуминутную передышку если бы не нестерпимая жара по вине которой кальтеру пришлось в прямом смысле суетиться как угорелому эта трудоемкая работа не отняла бы у него столько сил а второстепенные помехи покупатели волею обстоятельств приходилось забыть в идеале конечно следовало бы дождаться когда вся банда соберется здесь в полном составе и только потом наносить по ней удар но вряд ли покупатель прибыл бы на сделку без эскорта так что никакой идеальной атаки у кальтера не получилось бы он и без того рисковал замахнувшись разом на уничтожение Чупренко и продавцов охраняемых моторизованным взводом солдат а примкни к ним вдобавок головореза Монолита интрудеру и вовсе противостояла бы небольшая армия прежде когда майору доводилось заниматься чем-то подобным он тратил на подготовку операции не одну ночь а гораздо больше времени сегодня кальтеру и так несказанно повезло особенно с выверенной до минуты ликвидации дозорной группы Чупренко допустим майор даже малейшую оплошность и Назар получил бы по рации сигнал тревоги после чего затея интрудера пошла бы коту под хвост но благодаря установленным ночью в казарме и на КПП миниатюрным подслушивающим устройствам кальтер имел возможность следить за всеми ведущимися там разговорами поэтому и не проморгал последний сеанс радиосвязи старшего разведгруппы с командиром роты а также выведал много другой полезной информации касательно намечающегося в агропроме мероприятия предвкушая щедрый куш и будучи уверенными что никто из них не стучит особистам дозорные трепались между собой обо всем не стали бы говорить в открытую за пределами зоны к утру кальтер был уже в курсе сколько продавцов пожалуют на сделку и какие силы будут их сопровождать о покупателе дозорным было известно не больше чем Сидоровичу сектанты Монолита планирующие установить Поргу-Д на трофейный вертолет и нанести из секретного ПРК удар по небесному пауку также независимо друг от друга Чупренцы и кордонный торговец сходились во мнении почему секта питала к пауку столь жгучую ненависть торчащая над рыжим лесом загадочная агрессивная цитадель была для хозяина тех территорий Монолита будто бельмо в глазу но основная проблема паук не позволял сектантам приблизиться к радиолокационной станции что занимало господствующую высоту и являлось для Монолита стратегически важным объектом именно на базе РЛС секта некогда соорудила тот самый выжигатель мозгов источник вредоносного пси-излучения что не позволял сталкерам из других кланов приближаться к рыжему лесу и намертво перекрывал им все подходы к Припите и Чернобылю три недели назад накануне уже ставшего историей грандиозного штурма ЧАЭС некий героический сталкер Кальтер подозревал что Сидоровичу известно имя того героя но по каким-то соображениям старик его замалчивает прорвался на радиолокационную станцию и отключил выжигатель чем собственно говоря и спровоцировал хлынувшую на Припять волню сталкеров коим больше ничто не препятствовало заняться поисками легендарного исполнителя желаний штурм саркофага захлебнулся монолитовцы выстояли и решили снова изгнать из своей территории чужаков однако не тут-то было возникший откуда ни возьмись над рыжим лесом небесный паук не позволял сектантам приблизиться к РЛС и заняться восстановлением их психотронного оружия за что и обрек себя на уничтожении другим оружием заказанным сектой из-за кордона новейшим ПРК Пурга-Д майор извлек из кармана разгрузки универсальный складной инструмент и приступил до прибытия военных оставалось минут 30-40 вряд ли подполковник Пушкарь проводил сегодня над своим сектором зоной вертолетное патрулирование среди вертолетчиков могли оказаться агенты особистов которые имели возможность следить с воздуха за агропромом и группой Чупренко поэтому командир 6-го батальона наверняка запретил в это утро все полеты над вверенной ему территорией и теперь по срабатыванию сигнала тревоги винтокрылая машина должна была добираться до НИИ с гарнизонного аэродрома на что естественно требовалось больше времени нежели барражируя она сейчас где-то над зоной согласно добытым кальтерам ночью сведениям покупатели тоже должны были объявиться здесь в ближайшие полчаса но после того как над агропромом взвелись столбы черного дыма делегация сталкеров скорее всего уже не сунется в институт и постарается в кратчайший срок покинуть опасную территорию так думал кальтер извлекая из технического отсека Пурги-Д необходимый компонент четыре с половиной минуты рекорд майора который он установил на демонтаже платы ЦМТ во время тренировки вопреки завету великого полководца Суворова заниматься этой работой в бою оказалось ничуть не легче чем на учениях но все же извлечь электронный модуль уложившись в пять минут интрудеру удалось упаковав маленькую не превышающую размерами тысячерублевую купюру деталь в специальный карманный контейнер кальтер без промедления приступил к вскрытию блока управления первой ракеты но в этот момент до майора донесся шум вертолетных винтов замерев и навострив уши майор понял что невидимый из-за деревьев вертолет приближается причем достаточно быстро значит прогнозы насчет отсутствия сегодня в небе авиапатрулей не оправдались похоже один из них все-таки кружил над свалкой или темной долиной и услыхав сигнал тревоги от уцелевших чупренцев тут же прибыл на место отгремевшего боя времени снимать ракетные микрочипы сателлиты у майора уже не было оставался один выход по-быстрому заложить в корпус установки и на каждую из ракет по радиоуправляемой мине и ретироваться по проверенной чупренко-асфальтовой дороге только она позволяла кальтеру удирать что из духу без опасения вляпаться в аномалию а затем когда интрудер отбежит на безопасные для подрыва расстояния он свернет в тополиную рощу юркнет в кусты и активирует радиодетонаторы даже если вертолетчики заметят с воздуха чужака и решат выбросить на форпост десантную группу предотвратить уничтожение ПРК они уже не сумеют установка компактной но разрушительной мины Гиенна обычно занимает немного времени но поскольку кальтеру пришлось устанавливать весь свой минный боезапас майор так или иначе не успел скрыться от вертолета до того как тот нарисовался над исследовательским центром когда интрудер наконец заметила врага грозный Ми-24 снизился и шел по над верхушками тополей рассекая воздух размашистыми лопастями промчавшись в полусотни метров над головой майора изгоревшей автоколонной вертолет сбросил скорость и завис над разгромленными топливными резервуарами а потом развернулся и полетел обратным курсом только теперь двигаясь на самой малой скорости кальтеру оставалось подготовить всего одну мину когда экипаж Ми-24 заметил разложенную на асфальте ракетную установку и копошащегося возле нее человека чье обмундирование не походило на стандартный армейский комбинезон майор решил было бросить все и метнуться в поисках укрытия поскольку не сомневался пилот откроет огонь из пулемета не разбираясь в кого стреляет в устроителя бойни или обычного сталкера-мародера однако размещенная на носовой турели вертолета скорострельная винтокрылый танк развернулся к интрудеру левым бортом после чего десантный люк на нем распахнулся и позволил высунуться наружу стрелку со снайперской винтовкой оснащенной лазерным целеуказателем пока Ми-24 маневрировал Кальтер пристроил последнюю мину к последней ракете и когда вражеский снайпер открыл по нему огонь майор уже находился за стопой железобетонных плит что совсем недавно служило укрытием для чупренцев укрытие это располагалось возле заминированной пурги Д и давало интрудеру защиту не только от пуль снайпера но и от пулеметного огня Кальтер живо смекнул что экипаж вертолета в курсе какое устройство лежит неподалеку от догорающего грузовика поэтому пилоты и отказались накрывать это место свинцовым шквалом предпочтя ему точный снайперский огонь по одиночной цели осведомленность противника о ценности разложенного на асфальте груза давала майору с подготовленным ко взрыву ПРК было некогда тем более что пользуясь снайперским прикрытием со снизившегося вертолета уже высаживался десант семеро бойцов спускались поочередно по сброшенным из люка двум фалам кумулятивных ракет для подствольника у Кальтера больше не осталось а перезаряжать винтовку бронебойно-зажигательными пулями и расстреливать Ми-24 было попросту некогда вражеская семерка уже находилась на земле и двигалась к диверсанту перебежками от укрытия к укрытию майору требовалось срочно уносить ноги и активировать детонаторы только так он мог избежать нежелательной для него перестрелки снайпер продолжал удерживать интрудера за плитами всаживая в них пулю за пулей а пилот вертолета сбросив десант взялся неторопливо облетать стопу плит вынуждая Кальтера перемещаться вокруг укрытия и в итоге подставиться под огонь окружающей его пехоты расклад был хуже некуда и майор решил действовать пока враги окончательно не загнали его в угол едва очередная снайперская пуля чиркнула по бетону Кальтер швырнул подвернувшийся под руку кирпич в высокую траву что росла рядом с плитами и куда планомерно выгоняли жертву вертолетчики в следующий миг туда же ударило несколько пуль стрелок оперативно среагировал на подозрительное шевеление полагая что у противника сдали нервы и он кинулся к новому убежищу а вот а настоящую цель снайпер среагировать не успел швырнув приманку интрудер моментально выкатился из-за плит с другой стороны с ВМК на изготовку и взял на мушку вертолет красная точка вражеского прицела метнулась к лежащему на спине кальтеру тогда когда он уже дважды спустил курок лазерный луч целеуказателя полоснул по майору и ушел в сторону а снайпер отлетел внутрь кабины выставив майору на обозрение лишь подошвы своих ботинок и вновь кальтеру пришлось отринуть принцип не спеши и осмотрись Ми-24 завис над дорогой позволяя майору пробежать под ним и выскочить из ворот без опаски получить в спину пулеметную очередь но затем когда пилот развернет машину и прицелится беглецу придется срочно рвануть под защиту деревьев и активировать детонатор а иначе вертолетчики не поскупятся пустить в догонку интрудеру ракету кто знает насколько они осерчали при виде распластанных на асфальте тел павших товарищей впрочем товарищи ли что-то здесь явно не так и убитый кальтером снайпер и спустившиеся по фалам десантники не походили на военных сталкеров за которых поначалу их принял интрудер обмундирование противников не напоминало штатное армейское а их штурмовые винтовки выстрелы коих уже слышал мизантроп являлись довольно современными германскими моделями в то время как вертолет без сомнения принадлежал одной из воинских частей нашего миротворческого контингента вон номер на борту имеется не иначе это и есть покупатели на чье появление кальтер уже не рассчитывал монолит зловещая военизированная секта которая умудрилась при недавнем штурме саркофага отбить у вояк вертолет а сегодня обнаглела настолько что осмелилась прилететь на нем прямо на армейскую базу за товаром исходя из ночных разговоров дозорных они об этом не знали а следовательно появление монолитовцев на Ми-24 должно было стать для Чупренко неприятным сюрпризом да что там практически плевком в лицо который капитан опасаясь сорвать сделку и утереть не мог поэтому Назару в какой-то степени даже повезло что он не дожил до визитов конец распоясавшихся покупателей сектантов но если рассуждать по существу на чем еще кроме вертолета монолиту везти груз через неконтролируемые секты свалку и дикие земли сектанты тоже наверняка догадались что сегодня утром в этом районе не будет ни одного авиапатруля поэтому и дерзнули выгнать свой трофей из ангара и подделав бортовой номер совершить воздушную прогулку до агропрома не исключено что намеревались сразу же навесить ПРК на оружейную консоль и прямо отсюда лететь обстреливать небесного паука и монолитовцы до сих пор четко придерживаются своего плана не теряя надежды заполучить ПРГУ Д хотя и видят какая беда приключилась с продавцами воистину лишь фанатики способны на такое самоубийственное упрямство воспользовавшись заминкой пилота кальтер рывком пронесся в клубах пыли под брюхом Ми-24 и выскочил в открытые ворота форпоста вслед майору засвистели пули десантников но поскольку те поздно заметили и жертва вырвалась из окружения то и выстрелы их были сделаны в торопях навскидку а петляющий зигзагами интрудер выбежал на дорогу и рванул по ней приняв к обочине дабы его и монолитовцев разделяла бетонная будка КПП синхронный взрыв пяти гиен должен был уничтожить все живое в радиусе сотни метров и в случае удачи вдобавок зацепить вертолет кальтер сильно рисковал находясь при подрыве мин так близко от места их закладки но идущая вдоль дороги канава могла послужить неплохим укрытием от ударной волны и обломков бетона интрудеру оставалось лишь плюхнуться в кювет и нажать кнопку пульта радиодетонаторов прежде чем нырнуть в канаву интрудер оглянулся решив напоследок убедиться что все идет как задумано враги были там где кальтер рассчитывал семеро сектантов приближались к заминированной пурге Д а вертолет закончил разворот и нацелил пушку на дорогу однако в этот момент у ворот форпоста случилось еще кое-что не ускользнувшие от внимания мизантропа из десантного вертолетного люка откуда по кальтеру ввел огонь снайпер вылетел непонятный округлый предмет величиной с двухпудовую гирю мерцающий красным светом словно автомобильный стоп-сигнал грохнись выброшенная вертолетчиками штуковина на асфальт и вряд ли майор сумел бы ее как следует рассмотреть но она вопреки всякой логике повисла в воздухе на высоте трех метров от земли и сразу же начала испускать полупрозрачные радиальные волны они искажали пространство и походили на быстро надувающиеся и тут же лопающиеся мыльные пузыри размером с один из тех резервуаров что были разнесены в клочья пулеметчиками БТРов возможно при этом странный предмет издавал какие-нибудь звуки но расслышать их из-за вертолетного шума было нереально кальтер понятия не имел что за крупный и наверняка весьма ценный артефакт а это бесспорно был он вышвырнули с вертолета сектанты однако зачем они это сделали диверсант понял когда попытался активировать детонаторы и обнаружил что те не сработали майор повторил попытку еще несколько раз бесполезно ни одна из гиен не желала взрываться чего на памяти мизантропа не случалось еще никогда да и сегодня грешить на неполадке ведомственного оборудования было не резон просто сотрудники технической лаборатории ведомства не сумели обеспечить свой продукт защиты от аномальных помех их судя по всему и ставил между источником и приемником радиосигнала артефакт сектантов он надежно экранировал участок с заминированным оборудованием не позволяя взорваться детонатором сколько не давил майор на пусковую кнопку дистанционного пульта монолитовцы правильно догадались зачем кальтер крутился возле ракетной установки и почему он не обратился в бегство при первых же звуках приближения вертолета сектанты отлично разбирались в свойствах артефактов и быстро нашли способ пресечь готовящуюся диверсию вероятно использованный покупателями артефакт был взят из партии ценного груза которым они собирались расплатиться с поставщиками оружия трудно поверить что этот громоздкий установщик радиопомех входил в штатное снаряжение путешествующих по зоне сталкеров монолита миссию кальтера в зоне постигла первая ощутимая неудача нет не провал потому что основную часть работы он все-таки сделал в своем нынешнем состоянии Пурга-Д и ее ракеты представляли собой дорогостоящий но небоеспособный хлам стрелять из ПРК без модуля ЦМТ было невозможно но четыре уцелевших микрочипа сателлита могли быть проданы на черном рынке за баснословные деньги не имеющие аналогов высокотехнологичное оборудование разлетелось бы с прилавка как горячие пирожки поэтому стратег и настаивал либо на возвращении уникальной электронной начинки Пурги-Д либо на ее полном уничтожении без иных вариантов на деле же вышло так что кальтер захватил только одну половину стратегического груза оставив вторую не ко времени прибывшим покупателям а они тем временем не собирались отпускать майора восвояси отиравшийся возле Пурги-Д подозрительный сталкер не зря вскрыл блок управления ПРК прежде чем заминировать его отиравшийся возле Пурги-Д подозрительный сталкер не зря вскрыл блок управления ПРК прежде чем заминировать его как долго до этого диверсант провозился с ним и сколько ценной электроники успел похитить сектанты могли лишь догадываться в одном они были уверены наверняка в том что подарив врагу жизнь они допустят непоправимую Ми-24 шарахнул из скорострельной пушки по дороге, вздыбив асфальт неподалеку от того места, где только что прятался кальтер. И хотя майор уже выбрался из кювета и двигался в направлении рощи, он отметил, что вертолетчик явно не ошибся с прицелом, поскольку не ставил перед собой задачу прикончить беглеца. Все, что требовалось пилоту, это спугнуть его, заставив выскочить из канавы и показаться на глаза преследователям. Стреляя в него из бортового орудия, сектанты могли уничтожить вместе с диверсантом украденные им детали ракетного комплекса. И потому, как бы не хотелось монолитовцам побыстрее разделаться с врагом, обстоятельства вынуждали их действовать аккуратно и без поддержки с воздуха. Этой короткой психической атакой участие Ми-24 в охоте на беглеца и ограничилось. Одному из сектантов, видимо, сведущему в саперном ремесле, пришлось тоже отстать от товарищей, дабы заняться разминированием ПРК и погрузкой его на борт вертолета при помощи пилотов, которые вознамерились посадить винтокрылую машину во двор перед главным корпусом. За это время остальным монолитовцам предстояло изловить интрудера живым или мертвым и отобрать у него все, что он успел похитить. Растянувшись в цепь, шестерка сектантов последовала за кальтером в тополиную рощу, превратившуюся за четверть века из некогда облагороженного парка в натуральный лес. Вибрирующий датчик извещал, что роща кишит всевозможными аномалиями. Первый же брошенный майором Болтерс секретил сразу три жарки, притаившиеся в ближайших кустах. Тройной столб огня взмыл вверх, подобно пробудившемуся вулкану, превращая кусты в угли, но, к счастью, не задевая окрестные деревья. Жарки были явно свежими и возникли здесь после вчерашнего выброса. Более старые и уже не раз вспыхивающие очаги огненных аномалий определялись по выжженному пространству вокруг них. Не успело пламя растревоженных жарок уняться, как позади кальтера заговорили автоматы-преследователи, получивших отличную наводку на цель. Пули застучали по стволам деревьев и по земле, взрыхляя сырой дерн справа и слева от притаившегося за тополем интрудера. Одна из очередей угодила в пульсирующего неподалеку от огнеопасных аномалий их собрата — трамплина. Сработав в холостую, тот громко хлопнул, раздраженно разметал вокруг себя сухую листву и затаился в ожидании более достойной жертвы, чем несколько кусочков летящего свинца. Кальтер обогнул выгоревшие кусты, рассекреченный трамплин и вновь остановился, опасаясь бежать на авось без предварительного зондирования местности. Но перед тем, как швырнуть болт, интрудер осторожно высунулся из-за тополиного ствола и вскинул ВМК, намереваясь изловить на выстрел какого-нибудь из палящих вслепую врагов. Или двух, если повезет. Они же, в отличие от майора, двигались по лесу гораздо увереннее, не суматошными перебежками, а в неторопливом, но безостановочном темпе, успевая одновременно вести огонь, замечать аномалии и обходить их. Трижды фигуры сектантов мелькали между деревьями, и только в четвертый раз Кальтер сумел взять одного из них на мушку. Однако не успел интрудер спустить курок, как вдруг его цель с грохотом взлетела в воздух, разорвавшись на две неравные части. Вместе с монолитовцем и его оторванной ногой вверх также взмыли коми земли и опавшие листва. Лишенная ноги тела кувыркнулась в воздухе, ударилась о сук ближайшего дерева и, будто сорвавшийся с турника гимнаст, мешком брякнулась озимь. Брыжущая кровью конечность сектанта приземлилась чуть поодаль. Майор был знаком далеко не со всеми здешними аномалиями, но ту, в которую угораздило вляпаться преследователю, Кальтер знал превосходно, поскольку не однажды сталкивался с ней за пределами зоны. Противопехотная мина. Коварная тварь, унесшая за весь предолгий срок своего существования столько человеческих жизней, что в сравнении с ней зона выглядела просто невинным младенцем. Интрудер догадывался, что военные обнесли свой форпост минными заграждениями, но отсутствие предупредительных знаков, что в обязательном порядке были расставлены вокруг минных полей по периметру зоны, ввело интрудера в заблуждение. И только сейчас до него дошло, почему он не видит в округе ни одной таблички «Осторожно, мины». На внешней границе кордона подобные знаки должны были в первую очередь отваживать желающих сунуть нос за проволочные ограждения, а во вторую – показывать отирающимся вокруг зоны журналистам и международным инспекторам, что внутри огороженной периметром горячей точки соблюдаются все правовые нормы и конвенции. Здесь же, вдали от цивилизации и ее законов, минная война велась по одному единственному правилу. «Моя мина, где хочу, там и ставлю. Главное, самому про нее не забыть и товарищей предупредить, а на остальных – начхать. Будьте бдительны, денно и ночно, проживете дольше». Насколько бы ни был опытен наступивший на минус сталкер Монолита, зарытый в лесу сюрприз от военных он проморгал. Впрочем, на месте этого несчастного мог оказаться и кальтер. Это при обычном передвижении по вражеской территории интрудер предельно сосредоточен и ступает при ходьбе так, что может в четырех случаях из пяти почувствовать, что находится у него под ногой еще до того, как коснется ею земли. А при уходе от погони, когда необходимо сосредоточиваться на более животрепещущих вопросах, о технике мягкой ходьбы задумываешься отнюдь не в первую очередь. Но теперь, после того, как выяснилось, что лес стоит в себе не только аномалией, майор стал двигаться более осторожно, равно как и преследователи. Увидев, что случилось с их товарищем, они тут же прекратили стрельбу на обум и начали тщательнее смотреть себе под ноги. Погоня сбавила обороты, но продолжала двигаться через усеянную ловушками территорию. Петлять по лесу, пытаясь замести следы, кальтер даже не думал. Он и без того двигался, словно в лабиринте, постоянно рискуя оказаться в глухом тупике. Дважды он натыкался на мины и три раза попадал болтами в невидимые аномалии, тревоживая их зыбкий покой и неизменно выдавая тем самым свое местоположение. Как только это случалось, сектанты открывали по интрудеру беспорядочную стрельбу, и ему приходилось отсиживаться за древесными стволами. Всякий раз после вражеского огня майор устраивал обмен любезностями, дожидался пока в просветах между деревьями появлялся кто-либо из преследователей и старался попасть в него до того, как тот опять скроется с глаз. Результативность подобных контрмер была нулевой и не стоила потраченного на нее времени, за который монолитовцы успевали подобраться к беглецу еще ближе. Двигались они тихо, поэтому нельзя было предугадать, где и когда среди серых тополей промелькнет серая вражеская фигура. Лишь однажды кальтеру удалось подстрелить одного из сектантов, да и то не смертельно. Получив пулю в плечо, тот зарычал, будто раненый зверь, и не удостоил интрудера даже коротким ругательством. Словно не люди преследовали кальтера, а натуральные зомби. Не прилетя они в агропром на вертолете, майор именно так о них и подумал бы. Во время последней стычки мизантроп отметил, что противник подобрался к нему совсем близко, на расстоянии броска гранаты. Именно она и помогла кальтеру определить расстояние, разделяющее его и врага. Прилетев откуда-то слева, вражеская граната упала аккурат к подножию дерева, за которым притаился майор. А потом шарахнуло так, что все ближайшие трамплины взялись вторить ей дружными хлопками, а одна, незнакомая интрудеру аномалия, что маячила в воздухе облаком золотистого тумана, выдрала с корнем молодой тополь и переломила его пополам, словно прутик. Не заметь кальтер, брошенную в него гранату, и не плюхни с ниц, заткнув уши, точно заработал бы контузию и через полминуты был бы пленен врагами без единого выстрела. Но не успели подброшенные взрывом коми земли опасть, а майор уже улепетывал дальше, на восток. Скоро лес должен был кончиться, а на смену ему прийти большое, заросшее травой поле, то самое, которое раскинулось по бокам ведущей в исследовательский центр дороги. Главное, как можно скорее взбежать на какую-нибудь возвышенность и расстрелять из нее сектантов, едва не выйдут из леса. В чистом поле им не удастся остаться незамеченными. И тогда-то кальтер продемонстрирует им, насколько быстро и метко умеют стрелять мизантропы. Прогнозы майора оправдались. Вскоре перед ним действительно забрежил край леса. Однако добраться до вроде бы уже близкой опушки представлялось на первый взгляд совершенно невыполнимой задачей. Концентрация аномалий на окраине тополиной рощи была просто немыслимой. Десятки скелетов и не до конца разложившихся тел мутантов – людей среди них определенно не было, сталкеры точно не дерзнули бы ходить этой дорогой – валялись среди засохших деревьев, прозрачно намекая кальтеру, что лучше бы ему возвращаться назад, пока не поздно. Майор замер ненадолго, прикидывая свои шансы, но засвистевшие у него над головой пули быстро помогли ему определиться с выбором. К тому же вроде бы в дебрях аномалии интрудер разглядел таки более или менее безопасный коридор. Конечно, он мог завести кальтера и в тупик, но времени подыскивать альтернативный путь уже не было. Сектанты неминуемо приближались, и у майора оставалось около минуты, чтобы добраться до опушки, после чего попасть в него из автомата будет не сложнее, чем в ростовую мишень на стрельбище. Для таких стрелков, как Сталкер и Монолита, вопрос одного-двух прицельных выстрелов. Проход через усеянную аномалиями окраину леса начинался сразу за глубокой впадины, похожей на воронку от разорвавшейся давным-давно авиабомбы. Возможно, это и впрямь была воронка, наследие войны, отгремевшей здесь 70 лет назад. Любопытно, что аномалии по неведомой причине избегали впадины, словно она являлась для них таким же источником вредоносной энергии, каким сами аномалии были для человека. Аномальные очаги наблюдались в изобилии вокруг воронки, но ее пологие склоны и дно оставались чистыми. Перед беглецом находился, пожалуй, самый крупный участок леса, на котором человек мог чувствовать себя в относительной безопасности. Майор, естественно, в это не поверил, но брошенные им в воронку несколько болтов не вызвали никакого энергетического возмущения. Интрудер не успокоился и выпустил для пущей гарантии туда же несколько пуль, зона вновь не обиделась. Это слегка обнадежило Кальтера, и он, ступив на склон впадины, начал спускаться по устилающим ее сухим листьям. Болтов в подаренном Сидоровичем мешочке оставалось совсем немного, и Кальтер решил подобрать те из них, которые он бросил в воронку. Благо привязанные к ним тряпичные ленточки позволяли без проблем отыскать болты в опавшей листве. Первый валялся на дне воронки, и чтобы поднять его, беглецу нужно было лишь наклониться. Но едва он подхватил с земли болт, как под ногами Кальтера что-то отчетливо хрустнуло, будто он ступил на тонкий лед. Или на... Вот дьявол! Майор рванулся вперед, намереваясь допрыгнуть до земляного склона, но вместо того, чтобы подбросить в воздух тело, ноги Кальтера окончательно проломили находившуюся под ними непрочную точку опоры. Конечно, под ногами майора был непредательский лед, хотя в зоне даже в разгар лета замерзшие лужи никого бы не удивили. Интрудеру угораздило ступить на дощатый настил, который его строители намеренно упрятали под тонким слоем дерна, а лиственный покров скрыл от беглеца все огрехи этой нехитрой маскировки. Хлипким и подгнившим от сырости доскам недоставало лишь небольшой нагрузки, чтобы обрушиться. Чем и послужил для них сейчас спустившийся в воронку человек. Настил провалился под Кальтером с громким треском и настолько быстро, что майор испохватиться не успел, как уже падал по узкому двухметрового диаметра колодцу. Его бетонные стены указывали на то, что интрудер, слава богу, не угодил в специально вырутую волчью яму. Но это обстоятельство слабо утешало летящего в неизвестность беглеца. Круг света у него над головой вмиг сузился до размеров монеты, а низвержение Кальтера во мрак все не кончалось. Ухватиться внутри бетонной трубы было абсолютно не за что. И потому майор предпочел не суетиться, пытаясь остановить падение, а подготовиться к жесткому приземлению. Свел вместе слегка согнутые в коленях ноги, локти прижал к телу, а подбородок к груди. И вовремя. Как только интрудер сгруппировался, он тут же врезался ногами в дно колодца. Так, по крайней мере, ему сначала показалось. Но Кальтер ошибся. Вместо ожидаемого удара о бетонное дно, или того хуже, нанизывания на прутья арматуры, майор упал на грязную деревянную поверхность, которая в следующее мгновение опять ушла у него из-под ног. И мизантроп полетел дальше, надеясь, что следующая его остановка уж точно будет последней. Насколько глубокой не была бы шахта, вряд ли она уходила глубже расположенных под лесом катакомб. Да и куда еще кроме них она могла везти? Второй этап падения Кальтера в колодец выдался на порядок короче первого. Едва утратив контакт с непрочной поверхностью, майор через секунду вновь обрел его, и на сей раз окончательно. Крупный обломок дощатого настила, именно он застрял на выходе из шахты, грохнулся на пол из-под потолка мрачного подземного зала. О его размерах можно было судить лишь по гулкому эху, раздавшемуся вслед за ударом. Впрочем, упавшему на доске майору было не до таких подробностей. Перегородив колодец поперек, сломанный настил замедлил интрудеру падение, но не настолько, чтобы оно выдалось безболезненным. Отбив ноги, Кальтер постарался из последних сил сохранить координацию. Упал набок и совершил перекат через плечо, делая таким образом приземление менее травмоопасным. Возможно, все в итоге и обошлось бы, не окажись на пути майора, незамеченного им в темноте невысокого парапета. Интрудер треснулся о него головой так, что мрак в глазах беглеца взорвался тысячами разноцветных искр. Но Кальтер все же сумел закончить амортизирующий перекат и не отбил жизненно важные части тела. Хотя и одного удара по темечку хватило с избытком. Майор не лишился сознания, но был почти на грани этого. В голове Кальтера помутилось, перед глазами продолжали плясать радужные кляксы, а в ушах стоял нескончаемый звон. Осыпаемый сверху щепками и комьями земли, интрудер попытался встать на ноги, но его сразу же повело в сторону, и он снова расстелился на полу. Организм майора давал понять, что в таком состоянии ему нужно лежать и не шевелиться, до тех пор, пока он опять не начнет полностью контролировать свое тело и разум. Однако сейчас Кальтер не собирался разлеживаться, потому что не мог позволить врагу застать себя врасплох. Оружие. Когда майор летел вниз по шахте, ВМК находилось при нем, а сейчас его руки были пусты. Но винтовка не могла упасть далеко от обломков настила, так что найти ее не составит особых проблем. Кальтер встал на четвереньки и включил Ноктюрн, после чего тут же его выключил. Пользы от прибора ночного видения не было, наоборот, только голова еще больше закружилась. Хотя худо-бедно сориентироваться в пространстве майору все же удалось. Главным ориентиром для него служил столб света, падающий с потолка на куски рухнувшего сверху настила. Это означало, что колодец был не таким глубоким, как показалось интрудеру при падении, явно не глубже южного выхода из катакомб. Но свет, проникающий сюда сквозь дыру в потолке, все равно не позволял контуженному кальтеру определить, проходил он уже по этому тоннелю или нет. Винтовка и впрямь отыскалась довольно быстро. Она лежала возле груды ломаных досок в паре шагов от майора. Но ему пришлось поднапрячься, чтобы дотянуться до оружия и потом удержать ВМК в одной руке. Другая все время служила кальтеру опорой, поскольку ему было трудно устоять даже на четвереньках. Вновь стиснув пальцы на прикладе винтовки, он ощутил себя намного увереннее. Еще бы совладать с головокружением, этим отвратительным звоном в ушах, и интрудер был бы в полном порядке. Комья, дерна и деревянные обломки уже не сыпались из колодца, поэтому майор сразу заметил, как сверху на груду хлама упали два одинаковых металлических предмета, напоминающие по форме крупные куриные яйца. Отскочив от досок, они звякнули о бетон и раскатились по полу в разные стороны. Чертыхнувшись, кальтер подскочил, будто ужаленный, и, зная, что контуженный он все равно далеко не убежит, просто перевалился через парапет, о который минуту назад шарахнулся головой. Кирпичная оградка перегораживала зал поперек и могла послужить укрытием от взрыва ручной гранаты. Так, по крайней мере, подумалось упавшему за парапет майору. Два гранатных разрыва прогрохотали в зале гораздо оглушительнее, чем это случилось бы на открытом пространстве. К тому же контузия лишила майора расторопности. Кое-как достигнув убежища, он, к несчастью, не успел заткнуть уши. После чего заполучил на свою многострадальную голову новые потрясения. Прежний звон в ушах многократно усилился, и сквозь него до интрудера не долетали уже никакие звуки. Но как ни крути, а отделался он все-таки удачно. Контузия пройдет, надо только забиться в укромный уголок и отсидеться там какое-то время. Головная боль и тошнота помучают майора дольше. Не исключено, что имеет место легкое сотрясение мозга, но у него в аптечке найдется парочка сильнодействующих препаратов, которые помогут ему игнорировать эти посттравматические эффекты. А вот лишись кальтер сознания и останься валяться на обломках настила, сектанты точно добились бы своего, и сейчас интрудер представлял бы собой истерзанный осколками труп. Короче говоря, повезло. Все могло сложиться гораздо хуже. Сжимая винтовку в руках, майор перевернулся на спину и замер в этом положении, собираясь с силами перед тем, как подняться. Двухцветный мир, который состоял лишь из тьмы и одного единственного светового пятна, все еще плыл у кальтера перед глазами. Но мысли его уже обрели ясность, достаточную для того, чтобы связывать их в простейшие логические рассуждения. Хотя о каких рассуждениях сейчас можно вести речь? Волею судьбы интрудер вновь очутился в катакомбах. Сектанты сюда точно не сунутся. Во-первых, кальтер не заметил у них при себе никакого верхолазного снаряжения. А во-вторых, даже если оно имеется в вертолете, у монолитовцев остается крайне мало времени до прибытия на форпост тревожного подразделения военных. Поэтому упустившим кальтера охотникам остается лишь одно – бежать со всех ног обратно, грузить ПРК и сматываться с теми трофеями, какими сектанты успели поживиться на костях чупренцев. А уж потом, когда в агропроме улягутся волнения, секта сможет отправить сюда тайком группу для поиска тела диверсанта и похищенных им деталей ракетного комплекса. Ну а диверсанту лучше побыстрее вколоть себе анаболик и попробовать выбраться обратно на поверхность, тем же путем, каким он сюда попал. В арсенале интрудера помимо мини-лебедки имелась раскладная кошка, что при необходимости заряжалась в подствольник и выстреливалась вместе с тросом на довольно приличную высоту. Иного пути покинуть катакомбы Кальтер сегодня не знал. После обрыва обезьяньей тропы коридор с аномалиями стал совершенно непроходимым, а железные двери у южного выхода были намертво заблокированы с обратной стороны. К тому же где-то в том краю шатался жуткий мутант Псионик, встречаться с которым майору теперь и подавно не хотелось. Держась за парапет, Кальтер поднялся на ноги, после чего отпустил опору и попробовал самостоятельно удержаться на ногах. С трудом, но ему это удалось. Что ж, прогресс. Но без допинга все равно не обойтись. Для этого требуется извлечь из аптечки нужный шприц, вколоть его в плечо, а потом присесть на парапет и подождать пару минут, пока препарат подействует. Кальтер потянулся в карман разгрузки за аптечным пеналом, но вмиг забыл о нем, поскольку в этот момент на интрудера нахлынул такой порыв чужого ветра, какой за двое суток в зоне майор еще не испытывал. У едва оклемавшегося мизантропа перехватило дыхание и подкосились ноги, отчего он где стоял, там и рухнул на колени. Пронизывающий до костей и вгоняющий в дрожь чужой ветер дул навстречу Кальтеру сурраганной силой и превратил катакомбы в настоящую аэродинамическую трубу. Даже пребывая майор в хорошей физической форме, и то вряд ли он устоял бы на ногах в несущемся по тоннелям воздушном потоке. Ведущий наружу потолочный люк проливал свет лишь на малую толику того, что творилось сейчас в зале. По воздуху носились пыль и мелкий мусор, а в лицо интрудеру то и дело били водяные брызги. Подземный ураган мчался по подвалам агропрома с южного направления и наверняка вырывался из северного колодца, словно из реактивной турбины. А вот где зарождалось это дыхание подземелий, совершенно непонятно. Что за аномалия устроила форсированную вентиляцию катакомб, и аномалия ли вообще в этом виновата? Слух Кальтера оставлял пока желать лучшего, и потому он не мог слышать рев ветра в тоннелях. Какофония, которая пробивалась сквозь поразившую майора глухоту, походила на множество известных ему шумов вместе взятых. Вой, грохот, треск, яростные вопли, канонада далеких сражений. Все это смешалось воедино в шумовом хаосе, доносившемся до интрудера вместе со стягающими его пылью и каплями влаги. Кальтер продолжал стоять на коленях и стучать зубами, но не от холода, а от всепроникающего инстинктивного страха, который он пытался безуспешно обуздать. Свирепый страх и железная воля мизантропа сцепились между собой не на жизнь, а на смерть, как два бойцовых пса и на кого из них следует делать ставку, майор не имел ни малейшего понятия. Хабиб ибн Зухайр, внезапно донесся до интрудера хриплый с противным подсвистом голос, создавалось впечатление, что у говорившего надрезаны голосовые связки и продырявлены щеки. Человек без прошлого думал, что он забыл имена мертвых, чьи крики ему доводилось слышать. Это не так. Мертвые живут в человеке без прошлого и продолжают кричать. Хабиб ибн Зухайр тоже кричит. Громко. Намного громче остальных мертвых. И сейчас человек без прошлого снова услышит его крик. — Кто ты, мать твою? — скрипнув зубами, спросил кальтер, едва расслышав собственный вопрос, и только потом сообразил, что не может слышать сейчас чей бы то ни было голос, даже склонись говорившей к самому уху майора. Но тем не менее речь невидимки звучала пусть приглушенно, но вполне разборчиво. Опять происки контролера. Только теперь эта тварь, похоже, сумела подобраться к кальтеру на близкое расстояние. Неудивительно, что контуженный майор так легко подпустил к себе мутанта-псионика. Хоть ори, контролер, как орал вчера вечером, играя с интрудером в догонялки, хоть молчи, как рыба, кальтер все равно не расслышал бы приближение мутанта. Однако, вступив в ментальный контакт с человеком, этот контролер вел себя весьма странно. Он не превращал жертву в свою безропотную марионетку и не выжигал ей мозги. Или, если быть точным, не торопился с этим. Мутант-псионик вновь взялся баламутить Ил в омуте забвения, который представлял о собой память интрудера. Майора предупреждали, что контролеры самые коварные и непредсказуемые порождения зоны. Однако, кальтер и представить себе не мог, какие причудливые формы способны принимать их коварство. В ответ на вопрос майора контролер закричал. Только крик этот издавала не глотка мутанта, а его всепроникающий разум, который обстреливал телепатическими волнами и выжимал как губку мозг кальтера. Но самое страшное крылось в другом. Ментальный вопль псионика послужил лишь детонатором, от активации которого в сознании интрудера начало твориться нечто невообразимое. Не успел он схватиться за, казалось, едва не лопнувшую голову, как в ней грянул такой душераздирающий ор, какой, наверное, не способны издать даже тысячи человек запертых в горящем доме. И крики эти принадлежали уже не контролеру, а кальтеру. По сути, это он орал сейчас на тысячи голосов, заглушая все на свете, хотя вряд ли кто-то еще, кроме мутанта и самого майора, мог слышать какофонию, бушующую в голове последнего. Затем показался сам зловещий телепат. Выйдя из мрака, подпадающий из колодца луч света, контролер остановился в этом ярком ореле с воздетыми к потолку руками, подобно святому, купающемуся в потоках божественной благодати. Вот только вид у мутанта был отнюдь иконописный. Закутанный в грязную и рваную плащ-палатку, человекообразный монстр не мог быть принят за человека лишь из-за своей гипертрофированно уродливой головы в местилище единственного оружия этого мутанта, его убийственного супермозга. Покрытый бугристыми наростами лысый череп и наполненные вселенской тоской огромные глаза придавали контролеру отталкивающий, но вместе с тем немного трогательный вид. Во взгляде псионика не было кровожадной ярости, какой пылали глаза кровососов. Сам же он выглядел вовсе не злым, а беспредельно измученным и в конец усталым. Не знай, Кальтер, кто стоит перед ним, он бы удивился, почему это медлительное и печальное существо является опаснейшим из мутантов, которого боятся как огня не только сталкеры, но и вооруженные до зубов военные. Однако майора не мог ввести в заблуждение безобидный облик контролера. То, что тот вытворялся психикой Кальтера, было намного хуже атаки кровососов, ибо последние бились жертвы практически на равных силой и хитростью. Для честного боя с псиоником у интрудера не было оружия, а монстр все продолжал терзать сознание человека, будто треплющая ветошь игривая собака. Многоголосый хор воплей в голове Кальтера не смолкал ни на секунду. Он не мог сосредоточиться ни на одной, даже простенькой мысли, не говоря уже о том, чтобы предпринять какие-либо действия в свою защиту. Контролер словно вонзил в мозг интрудера нагревательную спираль и не собирался вынимать ее оттуда, пока содержимое черепной коробки жертвы не выкипит без остатка. «Кричи, Хабиб ибн Зухайр!» прошипел на фоне нескончаемой какафонии все тот же мерзкий голос. Он как будто был наложен поверх безумного шума, что и позволяло разобрать каждое произнесенное контролером слово. «Кричи, мальчик! Как же долго ты не мог докричаться до человека без прошлого! Но сегодня он тебя услышал, будь уверен, а также многих других, с кем тебе приходилось годами кричать в пустоту!» Трудно поверить, что контролер предвидел дальнейшее развитие событий. Все указывало на то, что псионик допустил фатальную ошибку, ведь в противном случае приходилось признать очевидный факт, мутант и впрямь невыносимо страдал и намеренно позволил жертве покончить с собой. Однако существовала и третья версия. Контролер являлся лишь пешкой в чьих-то более могучих руках, и этот игрок решил пожертвовать отыгравшей своей фигурой. Но кто вообще мог контролировать контролера? Разве только зона, что направила его к кальтеру тем ураганным порывом чужого ветра? И в голове интрудера, стало быть, хозяйничала тоже она? Или все-таки причина крылась в обычной ошибке, от которой, как выяснилось, не застрахованы даже высшие разумные мутанты? Продолжай псионик и дальше изгаляться над кальтером. Неизвестно, сколько бы еще издевательств выдержал майор, прежде чем окончательно сошел с ума. Но как только в рвущиеся из подсознания майора крики вклинился знакомый ему мерзкий голос, это вынудило интрудера сосредоточиться на смысле услышанного и вывело кальтера из ступора. Бессмысленные крики наполняли ему голову такой же бессмысленной аморфной субстанцией. Но первое же отчетливое слово дошедшее до сознания майора заставило его вспомнить где он находится и самое главное кто сейчас стоит перед ним. Заговорив с жертвой контролер не ослабил ее мучения но вернул к реальности после чего интрудер мгновенно включился в борьбу и со своей предательской немощью и с вызвавшим ее врагом. Не успел псионик закончить свое обращение к почти десять лет как мертвому Хабибу Ибн Зухайру а Кальтер уже целился в мутанта из ВМК. Руки майора ходили ходуном но силы удержать оружие в них нашлись. Расстояние до врага было небольшим и майор не промахнулся бы даже не глядя а контролер похоже и не собирался уклоняться хотя отчетливо видел направленную на него винтовку. Он так и продолжал стоять воздев руки к свету и взирать на Кальтера огромными тоскливыми глазами. Вырвавшийся из-под ствольника заряд крупной картети начисто отстрелил мутанту голову превратив ее в фонтан кровавых ошметков. Могучий мозг псионика способного повелевать в зоне всеми был разнесен в клочья горстью свинцовой дроби а укутанная в плащ палатку тело просто шагнула назад и вышла из луча света словно растворилась в воздухе. К счастью это была только иллюзия. Обезглавленный контролер отчебуч мертвый враг нечто подобное. Но он всего-навсего отшатнулся и грохнулся навзничь, а потом замер без движения, как и все мутанты, коих прикончил до него кальтер. А майор уже стоял на коленях, содрогаясь от жутких спазмов рвоты, выворачивающей его наизнанку, подобно той знаменитой аномалии, которая проделывает такое с человеком в буквальном смысле. Из носа майора текла кровь, а из глаз обильные слезы, будто кто-то брызнул ему в лицо ударную дозу слезоточивого газа. В придачу к этому кальтер околотил жуткий озноб. Казалось, к каждой мышце его тела подсоединен электрод, а на каждом электроде имеется собственный прерыватель. Настолько хаотичны и в разнобой сокращались мышцы интрудера. Чувствовал он себя при этом, пожалуй, ничуть не лучше контролера в последний миг его жизни. Голова у майора раскалывалась с такой силой, будто ее тоже разрывала кортечь, только в режиме очень замедленного времени. А затем, едва мизантроп уселся на парапет, чтобы прийти в себя, умыться и прополоскать рот, сознание все-таки оставило майора, и он, закатив глаза, рухнул на пол. Озноб продолжал трясти кальтера, но с каждой минутой утихал, пока наконец не перешел в редкие единичные конвульсии. Бесчувственный майор дышал редко, и при каждом выдохе у него из горла вылетали отрывистые хрипы. Если бы в этот момент кто-нибудь из сталкеров следил за майором и прислушался к издаваемым им звукам, он понял бы, что на самом деле это вовсе не хрипы, а повторяемые вновь и вновь короткое двусложное слово. А вот что оно означает, удалось бы догадаться уже не всякому сталкеру. Лишь единицы узнали бы вылетающие из уст кальтера экзотическое для здешних мест восточное имя. И уж точно никто из сталкеров не сумел бы объяснить, почему майор твердит это имя в горячичном бреду. Хабиб. 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 Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории RussianPodcasting.ru Глава седьмая. Полковнику Петренко, заместителю генерала Воронина, командира группировки Долг, весь вчерашний день и сегодняшнее утро не давала покоя одна новость, облетевшая по сталкерской сети всю зону. Нет, Замком, Замком Долг, так называли его в шутку за глаза подчиненные, вовсе не утратил из-за этой новости покой и сон. Однако не проходило и часа, чтобы Петренко не возвращался думами к случившейся позавчера на агропроме Бойни. Мыслим или дело гибель целого моторизованного взвода солдат. Причем не от когтей взбесившихся мутантов или иных превратности зоны это было бы еще не так удивительно. Вояки погибли от рук каких-то отморозков, устроивших на них засаду прямо в известном на всю зону форпосте миротворцев. К тому же эти отморозки якобы еще взорвали в придачу три БТРа и один армейский грузовик. Лихие бродяги, ничего не скажешь. Сеть кишела слухами и терялась в догадках касательно произошедшего. По почти единодушному мнению всех здешних политических аналитиков, нападение на патруль военных было лишено всякого смысла. Вряд ли победивший их при недавнем штурме саркофага Монолит дерзнул провести карательный рейд по глубоким тылам противника. Вот если бы три недели назад военные надрали задницы монолитовцам, тогда еще понятно, сектанты вполне могли бы устроить армейцам вендетту. Но поскольку это именно миротворцы бежали от ЧАЭС, поджав хвосты и растеряв технику, то и мстить по логике должны были они. Да и разгромив военных на их базе, Монолит наверняка сразу взял бы на себя ответственность за эту акцию. Но секта до сих пор упрямо хранило молчание. Долг из списка подозреваемых вычеркивался автоматически. Клан Воронина и военные всегда соблюдали негласное, но твердое перемирие. Цели миротворцев и альтруистов долговцев были во многом схожи, а конфликты между ними случались редко и исключительно по недоразумению. Разве только это поработала группа долговца ренегата Черепа, но он скорее ударил бы по обескровленной свободе, чем по такому зубастому противнику. Окупировавшей подвалы лаборатории Х-18 по трепанной свободе ныне хватало иных забот, чтобы заниматься такими самоубийственными выходками. Сегодня анархистов в первую очередь тревожила проблема хлеба насущного, а не очередная конфронтация с собратьями по недавнему поражению. Бандиты? Абсурд. Эта публика шарахается от военных как от огня, а в стычки с ними вступает лишь тогда, когда те загоняют бандитов в угол. На агропроме была проведена настоящая боевая операция, выверенная настолько, что даже войсковая разведка не сумела заблаговременно рассекретить вражескую засаду. А погибший армейский взвод, по слухам, сплошь состоял из контрактников, солдат закаленных и обстрелянных. Каждый из них стоил пятерых здешних бандитов, приблотненных трусоватых гопников. Оставалось еще несколько мелких сталкерских кланов, у которых могли быть счеты с военными. Но интуиция подсказывала Петренко, что причина этой бойни не имеет отношения к межклановым конфликтам и лежит за пределами зоны. Три БТРа и грузовик. Последний явно лишний для проведения обычного патрулирования в составе взвода. Значит, это был не патрульный рейд, а сопровождение какого-то важного груза, который, скорее всего, и стал целью напавших на вояк неизвестных врагов. Груз был ввезен в зону, а не вывозился из нее. Какие из этого следуют выводы? Полковник мог поспорить с кем угодно на ящик водки, что в грузовике военных находилось оружие. А раз так, значит, на него существовал и покупатель. Но в зоне гораздо практичнее и безопаснее выкупить подобный товар за артефакты, чем рубить топором кормящую тебя руку. Даже будь у покупателя конкурент, имеющий виды на партию этого же оружия, он скорее попытался бы перекупить товар, либо захватить его после совершения сделки, когда мафия в погонах уже умоет руки. Судя по всему, в агропроме произошла разборка не сталкеров, а закордонных оружейных баронов. То есть игра совсем другого уровня, недоступного пониманию полковника Петренко и подобных ему обитателей зоны, чья связь с внешним миром была предельно ограниченной. Однако с замком долго все равно терзало любопытство, кто же выступал на стороне конкурентов хозяев уничтоженного каравана. Были это наимитые из числа матерых сталкеров, или же нападение устроила залетная команда вольных стрелков? Но что за левые головорезы могли пройти по зоне до агропрома и не только выжить, но еще и нигде не засветиться? Нет, версия с местными наемниками выглядела гораздо правдоподобнее. Раз так, значит, рано или поздно но Петренко выяснит детали этого темного дела. Были еще две новости, которые заинтересовали полковника, хотя и не настолько, как мусолившаяся в сети главная тема дня. Обе новости тоже являлись нетипичными и касались монолита. То, что нарисовалось в новостных сводках первой, принадлежало к разряду слухов. Но после истории с небесным пауком над подобными слухами в зоне больше не принято было смеяться. Поэтому известие о том, что монолитовцы сбили над военными складами НЛО, было воспринято сталкерами уже не как шутка, а как любопытный факт, нуждающийся в конкретном подтверждении. Свидетель скоротечной победы сектантов над летающей тарелкой предпочел остаться неизвестным. Как-никак он в данный момент находился на территории Монолита и сообщил, что все доказательства лежат от него в трех километрах на опушке леса неподалеку от холмистой гряды. Вот только подобраться к обломкам НЛО и сфотографировать их свидетель не может, потому что сейчас сектантов в том районе видимо-невидимо. На этом сетевой репортаж с места событий прервался и с тех пор новых подробностей оттуда не поступало. Следующая новость обнаружилась в сети сегодня утром в разделе коммерческой информации, куда Петренко тоже периодически заглядывал. Необычность одного из свежих объявлений как раз и состояла в том, что вывешено оно было Монолитом, редким гостем в виртуальном пространстве зоны. Сектанты ежедневно фигурировали в новостных сводках и тем не менее почти не участвовали в сталкерской сетевой жизни. Они заходили в сеть лишь для того, чтобы подбросить дезинформацию или взять на себя ответственность за ту или иную громкую акцию. В словесной баталии с врагами среди всеми обитателями зоны не принадлежащими к секте на форумах монолитовцы не вступали, а между собой общались только по закрытым каналам. Поэтому каждое публичное сетевое сообщение от монолита всегда вызывало среди сталкеров закономерный ажиотаж. На сей раз секта выступила с деловым предложением ко всем скитальцам зоны, которые могут предоставить монолиту информацию о некоем сталкере-одиночке экипированном нестандартным бесшумным оружием и защитным снаряжением серой камуфляжной расцветки. Другие приметы средний рост, сухощавое телосложение, предположительно смуглая кожа. Возможно недавно был травмирован. Тому кто может сообщить достоверные сведения о подходящем под это описание человеке секта обещает хорошее вознаграждение в размере. Петренко округлил глаза. Да, премия действительно была щедрая и способная привлечь к поимке нестандартного сталкера многих здешних сводников. Так называют друг друга некоторые охотники за головами. Причем поймать этого скитальца требовалось непременно живым. В противном случае монолит сначала объявил бы его своим врагом, а уже потом предлагал премию за информацию о нем. Таковы негласные правила подачи в зоне подобного рода объявлений. Заказывать по сети чье-то убийство открытым текстом тут не принято. В сталкерском мире тоже есть законы сетевой вежливости. Для найма охотников за головами используются завуалированные послания. Обычная просьба предоставить информацию о ком-то означает, что интересующий наниматель объект нужен ему живым. Предложение предоставить информацию о враге развязывает сводником человеческую голову намного проще, нежели конвоировать по зоне живого клиента. И пусть упрощенная работа оплачивается дешевле, в этих краях надбавка за риск, даже самая щедрая, никогда не покрывала ту опасность, какой подвергались сводники при транспортировке живого товара. Нестандартное оружие и экипировка. Чем же таким досадил монолиту этот искатель приключений, из-за чего секта прилепила к нему столь крупный артефактов. Наверняка серый сталкер получил ее, уходя от погони. А коли он нужен сектантам живым, должно быть у него имеется при себе нечто такое, что ранее принадлежало монолитовцам и о чем они предпочли не распространяться в объявлении. Что же это может быть? Уникальный артефакт? Если да, то вещица небось и впрямь ценная. Раньше секта никогда не проявляла чрезмерного беспокойства из-за похищенных у нее артефактов. Конечно, если такие похищения вообще когда-нибудь имели место. Полковник перевел взгляд с экрана ПДА на запертые железные стеллажи. После завтрака он доложил Воронину, что идет в арсенал на плановую инспекцию оружия, а сам вот уже полчаса гоняет чаи и изучает утренние новости. Надо хотя бы для виду открыть несколько стеллажей, а то вдруг генерал вздумает лично прийти и взглянуть Большая группа сектантов хотела прорваться по его окраине на дикие земли, но долговцы заметили вторгшегося на их территорию неприятеля и предотвратили прорыв. При этом уничтожили больше половины врагов, захватив у них полтора десятка почти новых натовских стволов и даже одну гауссовку. Инвентаризации этих трофеев и планировал заняться замком долгом. Работа несрочная, но за отсутствие у полковника на сегодня других дел, откладывать ее на потом было нежелательно. Петренко встал из-за стола, потянулся, хрустнув суставами и уже направился к оружейным шкафам, но в этот момент в дверь арсенала постучали. Черт, не вовремя, раздраженно подумал полковник, полагая, что его опасения насчет визита генерала оправдались. Нет, конечно, Воронин не станет распекать заместителя за нерасторопность и наверняка даже не поинтересуется, почему тот еще не приступил к проверке. Дело не горело и, стало быть, Петренко мог позволить себя заниматься им без суеты и спешки. Но все равно отпирание стеллажей после прихода генерала выглядело был попыткой запоздалого оправдания в задержке работы. Поэтому полковник решил, что нехай лучше шкафы остаются запертыми, чем он будет иметь перед командиром виноватый вид, пусть даже это вышло невольно. «Входите, открыто», откликнулся Петренко, отворачиваясь от стеллажей и возвращаясь к столу. Когда генерал сердился, он всегда входил в кабинет младшего по званию без стука. Но, находясь в благорасположении духа, Воронин предпочитал быть деликатным и не смущать подчиненных своим внезапным появлением. Дверь открылась, однако на пороге возник не генерал и даже не один из долговцев, а незнакомый полковнику Сталкер. Появление посторонних в западной части бара, закрытой территории, превращенной долгом в свою штаб-квартиру, было возможно лишь в том случае, если кто-то из командиров группировки поручался за этого человека. И потому Петренко не удивился, увидев перед собой незнакомца. К тому же доверенным лицам долга всегда разрешалось затовариваться у него на базе оружием и боеприпасами. Само собой, не бесплатно. Так что в визите Сталкера к заведующему арсеналом тоже не было ничего противозаконного. Однако, кое-что полковника в этом визитере все-таки смутило. А что именно, замком долг понял несколько мгновений спустя. Он чувствовал беспокойство от того, что упорно не желал смотреть в глаза явившемуся к нему Сталкеру. Боевой полковник Петренко, второй после генерала Воронина человек в долге, находясь в штабе клана, ощущал неуверенность перед каким-то проходимцем, чем бы этот тип и не заслужил к себе доверие долговцев. Да что за странные мотивы наваждений вдруг нашло на полковника. Я тебя слушаю, бросил незнакомцу замком долг. Хотя к чему он сейчас действительно прислушивался, так это к собственным непривычным ощущениям. Они были сродни тому чувству, какой Петренко всегда испытывал, глядя на незнакомую аномалию. Никогда не узнаешь, чего от нее ожидать, пока не швырнешь в мерзавку болт. Зачем пожаловал? Здравия желаю, товарищ полковник, поприветствовал его аномальный сталкер. Вы меня не узнаете? Петренко решительным усилием воли отринул неуверенность и взглянул в лицо визитера так, как и подобает смотреть на незваных гостей хозяину дома. Перед ним стоял смуглый объект среднего роста, сухощавый, но на вид довольно крепкий. Он был экипирован в нестандартный сталкерский комбинезон серой камуфляжной расцветки, а из-за плеча посетителя торчал приклад штурмовой винтовки, незнакомой полковнику модели. Постойте-ка. Мало замком долгу внезапной беспричиной неуверенности, так в придачу к ней еще дежавю нарисовалась? Чего там без для полноты картины этому типу не хватает? Ах да, травмы. Ну так ведь написано же, возможно, был травмирован, значит, не факт, что это действительно так. Как, впрочем, и не факт, что перед полковником стоит тот самый серый сталкер из ориентировки Монолита. В зоне всякого нестандартного контингента хватает. Однако скиталец утверждает, что Петренко обязан его помнить. А ну-ка, ну-ка. Замком долг вгляделся в лицо гостя. У полковника была хорошая память на лица, как-никак десять лет прослужил в ведомстве оперативником и еще пять на посту командира регионального отделения после того, как получил на службе тяжелые ранения. Дьявол! Этого не может быть! Спустя пару секунд пробормотал Петренко криво усмыхнувшись. Ты? Но какими судьбами? Вот уж не думал, что когда-нибудь доведется встретиться, а тем более здесь. Вынужден попросить вас, товарищ полковник, обходиться без имен. Невозмутимым тоном потребовал кальтер, имя которого Петренко только что вспомнил и уже был готов произнести вслух. В настоящий момент я нахожусь при исполнении, поэтому вынужден соблюдать хорошо известные и вам, и мне инструкции. Называйте меня просто майором. Да, разумеется, кивнул однако хороший сюрприз, ничего не скажешь. Проходи, майор, присаживайся. Давай без вы и без товарищей, какие тут вообще могут быть официальности. Как видишь, здесь у меня не только пороховой погреб, но заодно и служебный кабинет. Кальтер вошел в арсенал и уселся на предложенный стул, сняв перед этим винтовку и прислонив ее к стене рядом с собой. Петренко поставил на газовую плитку пузатый чайник, достал из шкафчика пакет с бутербродами и вернулся за стол. А ведь двадцать лет прошло с тех пор, как мы в последний раз виделись, заметил полковник, откидываясь на спинку стула. Почти полжизни, да? Как перед теми стрельбами нас всех по одиночке разбили, так больше и не дали встретиться. Даже попрощаться и то не позволили. Значит, получается, мы с тобой все это время под одной крышей работали? Что ж, кому как ни нам знать, что мир не только тесен, но еще и чертовски темен. Скорее полупрозрачен, раз иногда позволяет кое-кому из нас отыскать нужного человека, поправил кальтер хозяина. Что верно, то верно, согласился Петренко, после чего полюбопытствовал. Ну, как идет служба? Честно сказать, я удивлен, что ты еще в седле. И поскольку на тебе красуется эта арабская дрянь, полковник коснулся пальцем собственной щеки, словно смахнул с нее соринку, значит, ты разрубаешь узлы где-то там, я правильно понял? И Петренко указал рукой на южную стену комнаты. В подтверждении его догадки кальтер лишь коротко кивнул. Я кое-что мельком слышал про символ Аль-Шаддада, но никогда его не видел, продолжал замком долг. Должен признать, он достоин своей мрачной славы. По крайней мере, увидев его сейчас, я слегка растерялся. Не надоедает каждый раз наносить, а потом сводить эту татуировку? Моя не сводится, ответил майор. Я ношу ее с того самого дня, когда у нас отобрали камуфляжную краску и приказали использовать этот символ. «И за какие такие грехи тебя им навечно заклеймили?» удивился Петренко. «Это было мое добровольное решение, а не приказ командования», признался кальтер. «Мне не хотелось каждый раз тратить уйму времени на возню с маскировочной маской, поэтому я и добился разрешения сделать себе несводимую татуировку. Командование не возражало». «Очень странный выбор», пожал плечами полковник, а потом махнул рукой. «Впрочем, какое мое дело, верно? Раз решил, значит решил». «Лучше признайся, каким образом ты проник в нашу крепость? Сдается мне, кроме меня о твоем присутствии больше никто не знает». Пробрался сегодня перед рассветом через крышу ангара на западной стороне базы. Не стал скрывать кальтер. «Ваши ребята думают, что сплошная бетонная стена десяти метровой высоты надежное ограждение. Видимо, поэтому плохо следят за тем сектором периметра». «Но в полусотни метров оттуда на крыше соседнего здания расположен наблюдательный пост», с недоверием прищурился Петренко. «Я заметил», «как ни в чем не бывало», ответил майор. «Но между идущими по стене ангара и через его крышу параллельными вентиляционными коробами есть неширокая мертвая зона, которая не просматривается с позиции ваших наблюдателей. Этого в пространство вполне достаточно, чтобы перемахнуть через ангар и затеряться среди здешних построек». «Проклятие!» Полковник поморщился и раздраженно стукнул кулаком по ладони. «Сегодня же прикажу бойцам залезть на крышу и разобрать тут чертову вентиляцию». «Да, не мешало бы», согласился Кальтер, затем все же подсластил пилюлю. «Вообще-то, это единственная непростительная брешь в вашей обороне, которую я обнаружил за ночь». «Да ты, я посмотрю, уже неплохо тут обжился», хмыкнул Петренко, после чего поднялся из кресла, чтобы снять с плиты закипевший чайник и засыпать в него заварку. «Ладно, майор, хватит учить меня искусству войны. Крепость у нас, конечно, не Брестская, зато защитники у нее ничуть не хуже. Давай рассказывай, зачем тебя прислали в наши холодные края. Неужели в связи с глобальным потеплением этот регион теперь тоже считается югом?» «Только учти, я уже пять лет как в отставке и сегодня всецело служу долгу и считаю мою нынешнюю службу своим истинным призванием. Поэтому, если ты потребуешь от меня предать моих товарищей по борьбе, я откажусь». «Не беспокойся, полковник. Сегодня наши с вами интересы целиком и полностью совпадают», заверил интрудер бывшего сослуживца. «Конечно, мы не одобряем твой поступок, но если бы командование перестало тебе доверять, меня бы здесь попросту не было». «Или наш разговор закончился еще на пороге», мрачно усмехнувшись, добавил Петренко. «Такая расплата за недоверие кажется мне более вероятной». Кальтер молча развел руками. «Кто знает, всякое могло случиться». Затем продолжил. «Мне нужна информация о монолите и небесном пауке. Вся, какая вам только известна. Желательно подкрепленная подробными картами местности. Если ты поможешь мне получить то, что я хочу, вашим врагам придется стать нашими врагами. А какими методами ведут войну рубщики узлов, тебе прекрасно известно. И я не покину зону, пока не выполню порученную у меня задачу». «Ты видел утренние сводки новостей?» полюбопытствовал полковник, указав на лежащие перед ним ПДА. «Еще нет», признался Кальтер и поинтересовался в свою очередь. «А что, там есть информация, которая может быть мне полезна?» «Зайди на доску объявлений», порекомендовал замком долг. «На ссылку разные. Ищи послание, оставленное твоими, вернее, нашими врагами. Нашел?» Бегая пальцами по мини-клавиатуре ПДА в поисках нужной ссылки, майор молча кивнул. Потом ознакомился с деловым предложением Монолита. Все это время Петренко внимательно наблюдал за Кальтером, но так и не увидел, чтобы у него на лице отразились хоть какие-нибудь эмоции. «Никого не напоминает это описание?» хитро осведомился Петренко, разливая по кружкам чай и раскладывая перед гостем рафинад и бутерброды. «С чего ты взял, что здесь говорится именно обо мне?» спросил мизантроп. «Мало ли у секты может быть смуглых врагов в серых комбинезонах?» «Брось, майор!» отмахнулся Долговец. «Нам ли с тобой играть друг перед другом в непонятки?» «Но, если угодно, я так уж и быть ни на что не намекаю. Просто хочу предупредить старого знакомого о том, что он слишком похож на разыскиваемого монолитовцами сталкера». «Что ж, спасибо за предупреждение», поблагодарил интрудер. «Вот только я попросил тебя показать мне не свежие новости, а предоставить доступ к вашим архивным материалам. Такое возможно?» «Без санкции генерала Воронина?» «Нет», категорично помотал головой Петренко. «Хорошо, тогда устрои мне встречу со своим командиром», потребовал Кальтер. «Думаю, он не откажется помочь моему горю». «Не исключено», не стал утверждать наверняка полковник. «Но хочу тебя заранее предупредить. Воронин в курсе, где я служил до ухода в отставку. И я не намерен ни перед кем юлить и выдавать тебя за кого-то другого. Поэтому, если тебя не устраивает такой расклад, устраивает», поспешил согласиться майор. «Но в таком случае я вынужден настаивать на конфиденциальной встрече с генералом. И желательно в таком месте, где нас не смогут подслушать». «Я приведу Воронина в арсенал», сказал Петренко. «Это надежная комната с толстыми стенами. И чтобы генерал не заподозрил меня в чем-то неблаговидном, заранее доложу ему, кто ты и откуда. А пока мы не придем, ты посидишь здесь под замком. Не подумай ничего такого. Просто не хочу, чтобы кто-нибудь зашел сюда в мое отсутствие». «И еще, учитывая то, как ты к нам проник, не жди от генерала благодарности за аудиторскую проверку нашей бдительности. Окажись на твоем месте кто-то из сталкеров, Воронин без колебаний поставил бы его к стенке по всем законам военного времени». «А что, в зоне бывают и другие времена?» С издевкой поинтересовался Кальтер, беря со стола кружку с чаем. И перед тем, как сделать первый глоток, подытожил. «Ладно, полковник, я согласен на все твои условия. На войне, как на войне. Хочешь получить союзника, будь готов идти на компромиссы. Поэтому давай узнаем, что мы можем предложить друг другу для взаимовыгодного сотрудничества». Пока Петренко отсутствовал, запертый в арсенале Кальтер успел выпить две кружки сладкого чая, подкрепился полковничьими бутербродами и даже позволил себе немного вздремнуть. За проведенные в зоне четверо суток майор впервые очутился в таком месте, где он почувствовал себя в относительной безопасности и поэтому мог ненадолго расслабиться. С небольшой натяжкой таким же безопасным убежищем можно было назвать и катакомбы агропрома, где обессиленный интрудер провалялся без сознания несколько часов. После гибели контролера в институтских тоннелях не осталось ни одной мутировавшей души, а крысы, чью возню интрудер расслышал, когда пришел в себя, к беспомощному человеку почему-то не приближались. Не иначе чуяли незримую ментальную метку, оставленную на кальтере псиоником и боялись трогать его клеменную собственность. По мнению некоторых ученых, крысы являются телепатами от природы и обладают единым коллективным разумом, так что между ними и контролером вполне мог возникнуть ментальный симбиоз. Несмотря на то, что все эти часы кальтер пребывал в глубокой отключке, силы она ему не вернула. Наоборот, майор очнулся вымотанным, как после длительного марш-броска по пересеченной местности. И это накануне предстоящего кальтеру теперь уже всамделичного похода вглубь зоны? Если бы не анаболики, вряд ли интрудер добрался в таком состоянии до бара, не говоря уже о скрытном проникновении на его хорошо охраняемую территорию. Выбираться из колодца пришлось при помощи кошки, выстреливаемой из подствольника и прикрепленного к ней лебедочного троса. Легкий якорь лишь с пятой попытки зацепился за верхний край колодца, некогда спрятанного под дощатым настилом. После чего обессиленному кальтеру по сантиметру вытягивая себя из шахты. Дело продвигалось медленно и требовало кропотливого подхода. Любое резкое движение было чревато тем, что кошка могла сорваться с бортика колодца и майору пришлось бы вновь падать в катакомбы. И хоть он загоди убрал снизу все обломки досок и прочий хлам, рассчитывать на второе удачное столкновение с бетонным полом было бы слишком самонадеянно. Все произошедшее после падения в шахту и до того, как он очнулся, майор помнил смутно, словно кошмарный сон. В ушах еще стоял звон, а голова продолжала раскалываться от боли. Но мыслил майор вполне адекватно и мог без проблем шевелить руками и ногами. Обезглавленное тело контролера так и лежало возле разбитого настила, а значит, встреча с ним действительно имела место, а не пригрезила скальтеру после того, как он ушиб голову о парапет. Но очень уж странной была та встреча. По законам зоны майор имел шанс убить контролера, лишь находясь от него на достаточном расстоянии, таком, чтобы псионик не дотянулся до сознания человека своими телепатическими щупальцами. Однако супермутант стоял от интрудера в восьми шагах, а кальтер сумел поднять на него оружие и выстрелить. Что-то здесь не срасталось. Тем паче, что перед тем, как издохнуть, контролер несколько минут кряду бомбил мозг жертвы потоком псионического излучения. Майор помнил эту деталь их битвы с мутантом отчетливее всего, но лишь в образе дикой боли, распирающей голову изнутри. Кажется, при этом монстр еще что-то говорил. А может и нет. Всякое могло почудиться, особенно когда твоя черепная коробка превращается в кипящий паровой котел. И тем не менее, кальтер поймал себя на навязчивой мысли, что он упорно старается вспомнить, о чем именно толковал ему контролер. Даже если тот нес всякий бред, в этом бреду крылось нечто такое, от чего было невозможно просто взять и отмахнуться. И это нечто лежало не только за пределами зоны, но и вне настоящего времени. Противный, будто жужжащий зумер сигнал из далекого прошлого. Узнать бы еще, как перерезать идущие к нему провода, чтобы этот сигнал заткнулся. Впрочем, долгое восхождение по колодезной шахте стало для майора чем-то вроде медитации, восстанавливающей мысленный порядок и душевное равновесие. Постепенно от необъяснимого финала битвы с псиоником Кальтер перешел к обдумыванию насущных проблем и планов на ближайшее будущее. И когда Верхолаз по неволе выбрался наконец из катакомб в хорошо известную ему лесную впадину, его волновали уже не слова контролера, а четыре захваченных монолитом ракетных микрочипа. К счастью, дальновидный стратег предусмотрел подобный вариант развития событий и снабдил Кальтера инструкциями, к кому еще, кроме Сидоровича, можно обратиться в зоне за помощью. Даже с учетом нынешней спорной репутации полковника Петренко, ведомство решило, что оно может положиться в критической ситуации на содействие отставного оперативника, каким бы идеалом он сегодня не служил. В конце концов, долг являл собой строгую военную организацию с четко прописанными принципами бороться с порождаемыми зоной аномальными явлениями и не дать им выплеснуться за ее пределы. Если кого и было привлекать здесь ведомству в качестве союзников, то только дисциплинированных долговцев. Прочие группировки зоны такого доверия не внушали. Зона это зараза, а долг антисептик, заявил кальтеру основатель и идейный вдохновитель этого клана генерал Воронин, такой же, как Петренко отставной служака, для которого спокойная жизнь военного пенсионера была хуже проклятия. Мы воюем с зоной, а она тратит силы на борьбу с нами. Мы не стремимся ее победить, майор, потому что трезво осознаем, насколько могущественный противник нам противостоит. Но задача антисептика состоит не в излечении болезни, а в том, чтобы не дать заразе распространяться на здоровой ткани организма. Пока долг помогает сдерживать рост этой гнойной язвы, лучшие ученые умы планеты ломают головы над изобретениями эффективного лекарства, способного раз и навсегда покончить с зоной. Они станут настоящими победителями в этой войне, а мы всего лишь скромные солдаты, вносящие свой посильный вклад в общее дело. Но вас, майор, я так понимаю, подобные вещи не интересуют. Вы прибыли сюда с иной целью. Проникли к нам в штаб, как вражеский шпион. Требуете от меня выдать вам стратегическую информацию, утверждая, что действуете в наших общих интересах, но при этом не спешите вскрыть подоплеку навязываемого вами сотрудничества. Нет, майор, так дело не пойдет. Я могу с чистой совестью выдворить вас вон. Однако не сделаю этого лишь по одной причине. Такие серьезные люди, как вы, не часто захаживают к нам на огонек. Будет глупо отказываться от помощи столь солидной организации, тем более в нынешние неспокойные времена. Но ваши условия нас не устраивают. Согласитесь, обещание пойти и убить парочку монолитовцев слишком мизерная цена в обмен на доступ к нашей базе данных. Давайте поступим следующим образом. Вы рассказываете, за кем или зачем именно охотитесь, а мы подробно знакомим вас с обстановкой. А потом, если вдруг выяснится, что на вашем маршруте обнаружится ненужный вам, но привлекательный для нас цель, с вами отправится несколько наших разведчиков. Они прикроют вас и помогут сориентироваться в зоне, а вы, в свою очередь, поможете им. Вот что мы понимаем под взаимовыгодным сотрудничеством. Таково наше встречное предложение. Что вы на него скажете? Справедливо, согласился Кальтер. Нечто подобное он и предвидел, поэтому успел заранее обдумать свой ответ. Тем более, что без помощников провести запланированную им операцию было невозможно. Ее схема нарисовалась в голове интрудера после того, как Петренко ознакомил его с опубликованным в сети объявлением Монолита. Сектанты считали, что разыграли весьма сильный козырь, и это действительно было так. Но выложив его перед Кальтером, они сами того не подозревая, облегчили ему задачу, избавив майора от нудной поисковой работы и позволив приступить к конкретным действиям по возврату похищенных микрочипов. «Что ж, я рад это слышать», заметил Воронин. «Однако понимаю, что сами вы не станете с нами откровенничать. Значит, буду задавать вам наводящие вопросы. Вероятно, мой заместитель тоже захочет вас о чем-нибудь спросить. Можете делать это в любое время, товарищ полковник, и напрямую, без обращения ко мне». «Итак, майор, что вы не поделили с Монолитом?» Кальтер рассказал в общих чертах о причине своей заброски в зону. Ровно столько, сколько ему дозволялось рассказать об этом в рамках предусмотренного стратегом возможного обмена стратегической информацией. Конкретизировать насчет нужных ему микрочипов майор не стал. Просто сообщил, что послан, чтобы уничтожить ракетную установку, нелегально добытую Монолитом. Обеспокоенный наличием у врага мощного оружия, генерал потребовал уточнить, что представляет собой этот ракетный комплекс. «Экспериментальный вертолетный модуль противозенитного назначения», пояснил Кальтер. «Наш ответ НАТО, а точнее ее сухопутному зенитному комплексу Тайтан-Скай. На данный момент мы первые, кто сумел подмочить его безупречную репутацию». «Как давно секта заполучила это оружие?» спросил генерал. «Меньше недели назад», ответил майор в своей привычной туманной манере. «Монолит» приобрел ПРК по обычному каналу или в зоне появились новые поставщики оружия», включился в дознание Петренко. Вопрос был явно провокационный, и Кальтер это понял. Он не догадывался, насколько подробными сведениями располагает долг о произошедшей в агропроме бойне. Возможно, лишь теми, что были почерпнуты в сети. Но не исключено, что у Воронина имелись данные, полученные из более информированных источников. Долговцы, скорее всего, и впрямь не знали о характере захваченного сектантами груза, но само участие монолитовцев в позавчерашнем эксцессе могло быть для долга неоспоримым. Воронину и Петренко было проще простого сопоставить полученную от Кальтера информацию с уже известными им фактами и сделать на этой основе правильные выводы. Поставщики товара наверняка вам хорошо знакомы, но секта предпочла не расплачиваться с ними и отобрала груз силой. На сей раз интрудеру пришлось солгать, приписав врагам собственные боевые заслуги. Но даже будь у майора право раскрыть Воронину истину, он не сделал бы этого. Кальтер знал, как отнесется боевой офицер к жестокому убийце-солдат, пусть те и являлись подручными своего нечистого на руку комроты. Думаю, нет нужды уточнять, где это произошло. Я прибыл на место встречи продавца и покупателя, опоздав к началу сделки всего на несколько минут и застал лишь конец их недолгих переговоров. Монолитовцы как раз грузили отобранный товар в трофейный вертолет. Я попытался помешать им взлететь, но они были готовы к нападению. И в итоге мне самому пришлось уносить ноги. Тогда-то они меня и засекли. Секта догадалась о моих намерениях и теперь боится, что я предприму повторную попытку уничтожить ракетный комплекс. Поверили долго в цикальтеру или нет, но представленная им версия недавних обсуждать все услышанное в присутствии гостя Воронин и Петренко разумеется не стали. Но майор был уверен, что эти двое независимо друг от друга смекнули, для чего Монолиту понадобился самый эффективный ПРК из всех, что существует на постсоветском пространстве. По данным нашей разведки, двое суток назад на вертолетную площадку военных складов произвел посадку армейский Ми-24, сообщил в свою очередь Воронин, сочтя должным отплатить кальтеру откровенностью за откровенность. Судя по всему, это и есть тот вертолет, который вы заметили в агропроме. Тем более, что иной авиацией Монолит не располагает. Разведка также сообщила о том, что сектанты сразу же убрали Ми-24 в ремонтный ангар. Какие именно работы они проводили, к сожалению, выяснить не удалось. Мы решили, что вертолет попросту нуждался в ремонте. Впрочем, с учетом новых известных нам фактов, можно предположить, что монолитовцы занимались монтажом разыскиваемого вами ракетного комплекса. По идее, его установка не должна занять много времени, однако вертолет до сих пор находится в ангаре. Почему? Как вы считаете? Возможно, он и впрямь поврежден. Я всадил в него полмагазина бронебойно-зажигательных пуль, пожал плечами интрудер. Возможно, сектанты элементарно не могут разобраться в установке экспериментального бортового вооружения. Но я бы все-таки предположил первый вариант. Предоставленную кальтеру информацию было трудно переоценить. Если сектанты и впрямь спрятали Ми-24 в ангаре на военных складах, без подсказки Воронина майор мог сколь угодно долго бродить вокруг монолитовской базы, но так и не догадаться, что Пурга-Д находится поблизости. Естественно, с вертолетом все было в порядке. Разве только он мог получить повреждения при недолгом перелете от агропрома до складов, но это маловероятно. Загнать Ми-24 в ремонтный ангар сектанты могли по одной причине. И закончить монтаж ПРК им мешало лишь отсутствие ключевой электронной платы. Кальтер не успел тогда завершить задуманное, но он так или иначе связал монолиту руки и сорвал атаку на небесного паука. Теперь оставалось лишь добраться до этого ангара и завершить работу. «Вы получите подробный план этой базы, майор», сказал Воронин. «В последний месяц она для здешних кланов словно переходящий вымпел. Кто только за это время не успел на ней побывать. До того, как монолит отбил штурм саркофага и начал экспансию на юг, базой недолго владели мы, отвоевав ее в свою очередь у свободы. К сожалению, мы не успели переоборудовать базу в надежный форпост и были вынуждены отступить на наши главные позиции». Раскол долга перед штурмом ЧАЭС не позволил нам одновременно удерживать склады и бар, поэтому пришлось выбирать, какая из позиций для нас важнее. База расположена на стратегической высоте, но потеряемая нашу нынешнюю штаб-квартиру, это отрезало бы нас от кордона и свалки. Сегодня долго еще рановато говорить о повторном захвате военных складов, но вы окажете нам неоценимую услугу, если лишите сектантов авиации. Однако это еще не все. Я дам вам в поддержку трех отличных бойцов, но за это вы должны будете помочь им ликвидировать одного важного монолитовца по прозвищу Гурон. Мы знаем, что он прибыл на базу вместе с вертолетом и сейчас находится там. Подобраться к нему сложно, но, полагаю, если вам удастся взорвать вертолетный ангар, это выманет Гурона из укрытия и сделает мишенью для снайперов. «Значит, это он командовал нападением на армейский конвой?» спросил Кальтер. «Наверняка», подтвердил генерал. «Гурон довольно одиозная личность в зоне. Этакий серый кардинал монолита. Некоторые сталкеры полагают, что именно Гурон верховодит секты, но это не так. Он всего-навсего полевой командир, ответственный за проведение спецопераций, наподобие той, что сектанты провернули в агропроме». «А кто стоит во главе секты?» осведомился интрудер. «Есть мнение, что об этом неизвестно будто ими повелевает их одушевленный фетиш, исполнитель желаний», пояснил вместо командира полковник Петренко. «Но это лишь домыслы. Долг придерживается версии, что монолитом руководят те люди, которые ответственны за второй выброс четвертого реактора». «Насколько они теперь люди, сказать трудно. Не исключено, что все они давно переродились в мутантов наподобие контролера». «Но то, что зону создали не инопланетяне, пришельцы из иного мира, это однозначно». «Откуда у вас такая уверенность?» скептически поинтересовался майор. «Все очень просто», развел руками замком долг. «Превращение зоны отчуждения вокруг ЧАЭС в современную зону больше напоминает последствия неудавшегося эксперимента, нежели четко спланированную акцию». «После взрыва ядерного реактора в 86-м здесь каких только исследований не проводилось. Ученый-люд со всех концов света съезжался сюда проверять на практике свои самые смелые научные гипотезы. Местные власти на этом такие деньги зарабатывали. Ого-го! И впрямь чего бояться? Если по вине чьих-то опытов и нарушится экология, то любое из этих изменений, даже самых чудовищных, можно списать на последствия первого радиоактивного выброса». Для государства прежняя зона отчуждения являлась стабильным источником пополнения казны. Всяк, кто был в состоянии платить по прескуранту, мог творить здесь все, что хотел. С нашей нынешней зоной уже сложнее. Слишком пристально следят за ней международные наблюдатели. Но так или иначе, пока наука отыщет лекарства от этой заразы, на ней многие ушлые проходимцы успеют сколотить капитал. В том числе и те, которые в правительственных креслах сидят. Главное, чтобы мировая общественность не прекращала выделять средства на борьбу с зоной. А иначе эта тварь на госбюджете такой гири повиснет, что мало не покажется. Давайте не будем отвлекаться от темы, товарищ полковник. Деликатно, но настойчиво прервал заместитель Воронин. А то мы глядишь слово за слово от политики на летающей тарелке переключимся. Время-то идет. Итак, майор, что вы можете сказать по поводу наших условий? Договор есть договор, пожал плечами Кальтер. Я помогу вам ликвидировать Гурона. Но не гарантирую, что в суете, которая поднимется после взрыва вертолета, снайперы долго сумеют обнаружить нужную цель. Во-первых, с такими хорошими проводниками, как ваши люди, я намерен провести операцию ночью. Это на порядок упростит мне работу, но настолько же усложнит задачу моим сопровождающим. А во-вторых, когда прогремят взрывы, я намерен быть уже в километре от вражеской базы. Столь быстрое отступление по ночной зоне опять-таки невозможно организовать без высококлассных проводников. Как видите, генерал, задуманный вами план ликвидации Гурона слишком рискован и станет для нас только помехой. Однако я хотел бы — майор поднял ладонь жестом, попросив Воронина дать ему договорить предложить вам альтернативный вариант решения этой проблемы. Полковник Петренко оказал мне услугу, предупредив о том, что Монолит объявил в сети награду за мою поимку. Причем награду весьма ценную. Как вы считаете, усидит ли на месте Гурон, когда узнает, что некая группа охотников за головами выполнила заказ сектантов и назначает им деловую встречу неподалеку от военных складов? Догадываюсь, к чему вы клоните. На лице генерала появилась хитрая ухмылка. Но будет вам известно, что какие бы жесткие условия сводники не предъявили сектантам, Гурон в любом случае спрячет в ближайших кустах целую армию и вряд ли принесет с собой контейнер с артефактами. Сами видели, каких принципов придерживается этот монолитовец. В то время как нам придется четко соблюдать все правила сводников, дабы не вызвать у Гурона ни малейшего подозрения. В таком случае ознакомьте меня с этими правилами, попросил Кальтер. Хоть сделка ожидается липовой, однако товар на ней будет выставлен самый, что ни на есть подлинный. А это уже гарантирует, что на крючок попадется именно та рыба, которая нам нужна. «Значит, вы отказываетесь отвечать на мой вопрос, товарищ полковник?» спросил генерал Воронин у своего заместителя спустя 14 часов, прошедших с момента предложения Кальтерам его стратегии по ликвидации Гурона. Не предвещавший с утра никаких сюрпризов день, принес с собой столько хлопот, что к полуночи Воронин и Петренко чувствовали себя измотанными до предела. Поэтому едва интрудер и сопровождающие его трое долговцев покинули базу и выдвинулись к месту проведения операции, генерал и полковник решили хлопнуть по 100 граммов успокоительных капель и отправиться спать. А уже в 4 часа утра быть готовым выслушать доклад вышеупомянутой группы о прибытии ее в заданный район. «Я не однажды предупреждал вас, товарищ генерал, что есть вещи, о которых я при всем уважении к вам не имею права рассказывать», ответил Петренко, разливая по стаканам водку. Он понимал, что Воронин сторожится в шутку и отказ полковника не повлечет за собой никаких дисциплинарных взысканий. Но все равно от таких генеральских шуточек, пусть и безобидных, Петренко каждый раз становилось не по себе. «Могу лишь сказать, что наш майор служит в том крыле моей бывшей конторы, которая не значится ни на одном официальном плане этого здания». «Не дурак, уже понял», подмигнул Воронин и взялся помогать полковнику, приступив к нарезке ароматного шмота копченого сала. «Ладно, не обращай внимания на мою грубость. Просто издергался, устал, да еще неизвестно, чем кончится эта затея с Гуроном. На майора мне сказать по правде начхать, но вот если с Корсаром, Мракобесом и Бульбой что-нибудь случится, их смерть я себе вряд ли прощу». «Последний вопрос про этого скользкого типа задам и баста, лады? Если опять заставлю тебя нарушать подписку о неразглашении, тогда молчи. Но очень уж хочется узнать, что у твоего майора с лицом? Весь день смотрел, так толком и не понял. Похоже на татуировку типа мелкой арабской вязи или восточного орнамента, такого, который на стенах мечети рисуют. Не знаю, как там у тебя, а у меня от созерцания майорской морды натурально мурашки по спине пробегали. Хотя, казалось бы, с чего? Обычные сложные абстракции, а не боевая индийская раскраска». «Это символ Аль-Шаддада», пояснил полковник немного помешков. Было заметно, что ему не хочется откровенничать, но над этой тайной своего прошлого Петренко мог приподнять завесу. Восстановлен одним из наших арабистов, якобы по свиткам средневековой мусульманской секции ассасинов. Этот исследователь работал по совместительству консультантом в моей бывшей конторе и все время находился под колпаком, поэтому его открытие получило огласку лишь в очень узких кругах, имеющих к науке весьма отдаленные отношения. «Забавно, а я-то считал, что в подобных конторах интересуются только новейшими достижениями науки и техники, но никак не археологией», хмыкнул Воронин, беря в правую руку протянутый заместителем стакан, а в левую ломтик сала. «Вы бы удивились, товарищ генерал, если бы узнали, какими науками мы в свое время интересовались», хмыкнул Петренко, следуя примеру командира, «с той лишь разницей, что замком долг привык обычно держать стакан в левой руке». Так вот, открытый нашим консультантом древневосточный знак обладал воистину удивительными свойствами, можно даже сказать, мистическими. Но в мистику у нас не верили и получили первооткрывателю символа Аль-Шаддада разобраться, в чем кроется секрет. «Ладно, давай вздрогнем, а то не гоже держать емкость на боевом взводе и толковать об истории», перебил Воронин полковника, после чего разрядил стакан, залпом усушив его и метнул вдогонку водки сало. Тут речь идет не столько об истории, сколько о психологии, поправил генерал Петренко, в точности повторив все его действия и даже крякнув от удовольствия, так же, как это сделал командир. Если бы не допущенная замком долгом короткая заминка, со стороны могло бы показаться, что Воронин и вовсе выпил со своим зеркальным отражением. Символ способен воздействовать на подсознание человека, подобно вращающейся концентрической спирали. Только та притягивает взор и гипнотизирует, а символ наоборот отталкивает и повергает в смятение. Вы верно подметили, спокойно смотреть на татуировку нашего майора не получается при всем старании. Ты все время пытаешься отвести взгляд, и только когда намеренно заставляешь себя взглянуть майору в глаза, тебе это удается. Однако неосознанное желание отвернуться и разговаривать с ним, глядя куда-нибудь в другое место, не утихает, словно зубная боль. Носитель символа Аль-Шаддада способен пройти сквозь толпу и остаться незамеченным, даже если толпа кишит разыскивающими его соглядатаями. На Ближнем Востоке, откуда, как ты сказал, к вам пришел этот символ, носить его и вовсе удобно, заметил генерал, устало откинувшись в кресле. Мусульмане в тех краях предпочитают однотипную одежду, а если у тебя я раньше считал, что эти ассасины только и умели что гашишем обкуриваться да людей из-под тишка резать. Они, оказывается, еще и прекрасного не чурались. В смысле, мудреные узоры да орнаменты на досуге плели. Специфическое, правда, искусство было у членов той секты, но один хрен куда более тонкое, чем всякие там черные квадраты и прочий кубизм. Чудные дела, твои господи. Столько лет топчу зону, казалось, с кем только за эти годы здесь не сталкивался. Ха, падиш ты, до сих пор встречаются люди, способные меня удивить. И что самое любопытное, ведь этот ассасин, виноват, оговорился, майор, является, по сути, с нами одного поля ягоды. Такой же упертый служака. Ни дома, ни жены, ни детей. Он боится отставки, потому что знает, стоит только ему остаться не у дел, и он окажется в социальном вакууме. Ты снимаешь военный мундир, переодеваешься в гражданскую одежду, и вдруг понимаешь, что мир, в котором тебе теперь предстоит жить, чужой, и ты ему совершенно не нужен. Не по этой ли причине мы с тобой в свое время оказались в зоне? В ней такие изгои, как мы, вновь обретают четкую цель и начинают с упоением к ней стремиться. Здесь мы живем, а вне зоны даже не существуем. Нас там просто нет. Так же и твой майор. Он один из нас, и это отчетливо вижу. Но не менее ясно вижу и то, что мир зоны для него такой же чужой, как и тот, который остался по ту сторону кордона. — Ты сумел рассмотреть у майора глаза? — Само собой, хоть это было и трудно, подтвердил Петренко. Глаза как глаза, вроде бы карие, а что в них такого особенного? — В том то и дело, что ничего. — Понимаешь, о чем я? — Не совсем. — Ничего именно это и означает. Ничего. Даже не будь на лице майора маскировочной татуировки, я не уверен, что при случайной встрече даже на мгновение задержал бы взгляд на его глазах. Их словно нет. Или же они смотрят не на наш с тобой мир, а сквозь него, туда, куда мы попадем лишь после смерти и не раньше. Такое впечатление, что окружающие майора люди видятся ему бездушными марионетками, не заслуживающими никакого внимания. Для него что живой человек, что мертвый, все едино. Иными словами, в гробу майор видел всех нас и прочее человечество, заметил Петренко, косясь на початую бутылку водки. — Мудрены вы выражаетесь, товарищ генерал, но, кажется, я вас понял. Разрешите высказать все, что я думаю по поводу вашего наблюдения. — Валяй, поморщившись, дозволил Воронин. Столько лет он упорно твердил заместителю, чтобы тот забывал о субординации в подобных дружеских беседах. Однако полковник столь же упорно не желал избавляться от этой дурной привычки. — Постараюсь сформулировать покороче, так как сами знаете, что бывает, когда я начинаю говорить на отвлеченные темы, — сразу предупредил Петренко. — Несет похуже того Остапа. В общем, вот вам мое скромное мнение. — Насчет никаких глаз майора спорить не буду. По мне вполне обычные глаза, разве что и впрямь не особо выразительные. Причина, которая вызвала ваше удивление, товарищ генерал, кроется в другом, а именно в мировоззрении. Вы, офицер с солидным боевым опытом, успели насмотреться в жизни всякого. И без примерного геройства, и обыкновенного малодушия, и безропотного солдатского фатализма, с которым, скрипя зубами, идет в бой большинство простых бойцов. И в том, и в другом, и в третьем случае психология этих людей вам вполне понятна. Вы пытаетесь привить подчиненным те идеалы, в какие сами искренне верите. А уж насколько ваши солдаты проникаются ими, показывает реальная боевая обстановка. Но существует еще один редчайший тип солдата, с которым вы, судя по всему, никогда не сталкивались. Эта категория бойцов в равной степени отдалена от всех вышеперечисленных и вряд ли станет преклоняться перед чьим-либо авторитетом. Хотя каждый из них беззаветно предан Родине не меньше нас с вами. Однако они воспринимают ее не как страну, состоящую из лесов, полей, рек, населенную братьями-сотечественниками, а в образе некоего символа, чистоту которого следует оберегать тщательнее, чем зеницу ока. Эти отщепенцы, разрешите называть их так, неуютно чувствуют себя в солдатском коллективе, поскольку их угнетает любое общество. Они не способны проявить себя, служа в обычном армейском подразделении. Зато действуя в одиночку и обретя относительную свободу на пути к цели, отщепенцы демонстрируют невероятную самодисциплину, хладнокровие и оперативность мышления. Они трезво оценивают любую обстановку и прилагают для достижения победы ровно столько сил, сколько необходимо. Отсюда вывод, что отщепенец ставит перед собой лишь достижимые цели и не прет на рожон, даже если ситуация это позволяет. Значит, твой майор и есть такой отщепенец? спросил Воронин. Современный фанатик-ассасин, для которого религии служит истовая любовь к символу родине? Совершенно верно, отщепенец, кивнул Петренко и тут же помотал головой. Но он не фанатик, ибо тот слеп в своей единственной страсти, а майор хладнокровен настолько, насколько нам с вами этого даже не вообразить. Вы учили и продолжаете учить солдат любой ценой защищать свою родину, если потребуется отдать за нее жизнь. В полной мере осознавая это, бойцы будут поддерживать в себе необходимый моральный дух и идти в бой уверенными, что их дело правое. «А как же иначе?» удивился генерал. «Высокий моральный дух солдата первейший залог победы. Если сомневаешься, почитай историю». «Никак нет, не сомневаюсь и полностью с вами согласен», ответил полковник. «Но мы сейчас говорим об отщепенцах, а они мыслят иными категориями и смотрят на войну со своей обособленной позицией. Для них залог поддержания высокого морального духа — возможность бить противника отщепенец полагает, что недостаточно просто оберегать свой священный символ от поползновений врага. Эта прагматичная категория солдат искренне верит, что для достижения победы следует сначала подчистую уничтожить все вражеские святыни, а уже затем позволить таким солдатам, как вы, товарищ генерал, приступать к разгрому деморализованного противника». «Радикалы войны», недовольно скребился Воронин. «Голые амбиции и никаких моральных принципов». «Но разве они редкость?» «Да таких в генштабе больше половины сидит». «Позвольте уточнить», заметил Петренко. «Одно дело сидеть в генштабе и планировать нанесение ядерных ударов по территории противника, а другое самому оказаться на этой территории в качестве карателя и обогреть руки кровью не только самих врагов, но и членов их семей. Нанести предельно жестокий точечный удар, дабы нагнать страху на других врагов и продемонстрировать, что их ждет, если они не откажутся от своих враждебных намерений». «Нам с вами, товарищ генерал, никогда не поручили бы такую работу, потому что мы обычные солдаты, которые свято чтут устав и присягу. Командование знало, что у нас есть принципы, которыми мы не можем хладнокровно поступиться, даже повинуясь приказу. Для столь нетипичной работы требуется нетипичный исполнитель, такой, как наш отщепенец майор. Вы и он обладаете различными взглядами на жизнь и на войну. Однако, как бы то ни было, родина в равной степени нуждается в вас обоих. Проблема в том, что отщепенца не так легко выявить и рекрутировать на эту работу. Все они индивидуалисты, которые быстро разочаровываются в воинской службе и уходят из армии еще до того, как моя бывшая контора успевает к ним присмотреться. Про срочников и говорить нечего. Отщепенец должен в обязательном порядке иметь крепкую психику и полностью сложившееся мировоззрение. Только такие рекруты способны в полной мере осознать, в чем будет заключаться их служба еще до того, как сами к ней приступят. И как следствие этого не разочароваться в выборе жизненного пути. И то, что наш майор до сих пор в седле, доказывает лишь одно. Он занимается своим делом, насколько отвратительным и гнусным оно бы нам не казалось. Виноват, товарищ генерал. Хотел высказаться покороче, а получилось как всегда. Да, есть за тобой такой грешок. Чего уж там, улыбнулся Воронин. Но в любом случае, благодарю за откровенность. Хотя ничего такого, о чем бы я раньше не догадывался, ты мне не сообщил. Глупо обижаться на родину за то, что помимо меча она не брезгует воевать и отравленным кинжалом. И тут ты совершенно прав. Меч и кинжал разные орудия убийства, даже когда боец дерется ими одновременно. Трудно сказать, чем при этом будет нанесен врагу решающий удар. Все зависит от ситуации. Поэтому на поле брани надо быть готовым ко всему. Ладно, прячь бутылку и пошли на боковую. Завтра будет ранний подъем и трудный день. Надеюсь, наш кинжал окажется достаточно острым и ядовитым. Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на RussianPodcasting.ru Глава 8 Дикие земли были, пожалуй, единственной в зоне территории, которая получила свое название не за внешний облик, а фигуально выражаясь за сущность. Когда сталкеры-новички, плохо изучившие перед походом в зону ее географию, впервые слышали о расположенных к западу от Бара краях, они представлялись новичкам голым, безлюдным пространством, облюбованным аномалиями и стаями четвероногих мутантов. Каково же было удивление этих недалеких сталкеров, когда вместо зловещих пустырей их взору представала железнодорожная сортировочная станция, обширный, но плотно застроенный участок местности, изрезанный рельсовыми ветками, что до сих пор были загромождены вагонами, локомотивами, а то и целыми составами. Многочисленные депо, разгрузочные площадки и склады зарастали травой и кустарником, пробивающимися сквозь асфальт и бетон к тусклому солнышку зоны. Жгучий пух длинными космами свисал с опор лэб, трубопроводных магистралей, пешеходных эстакад и ржавых козловых кранов. Хватало в изобилии и прочих аномалий, подстерегающих искателей артефактов порой в совершенно неожиданных местах. Один из замеченных кальтером трамплинов обосновался даже в кабине тепловоза. Порой из глубин темных ангаров раздавались рычания и крики таившихся там мутантов, но, как сказал майору Долговец Маркобес, в этом районе диких земель обитает не так уж много монстров. Все они предпочитают ошиваться южнее, возле ведущей на янтарное озеро дороги. По словам Маркобеса, там у мутантов прикормленное место. Со стороны лаборатории Х-16 все еще продолжали тянуться на восток пораженные пси-излучением зомбированные сталкеры, лакомая добыча для вечно голодных снорков и кровососов. Психотропный генератор в подвале лаборатории сегодня тоже был отключен, но бродящих окрест в нее неприкаянных зомби, не восставших из мертвых, а скорее не умерших до конца искателей артефактов, еще оставалось столько, что вряд ли здешним хищникам в скором времени будет угрожать голод. Как и повсеместно в зоне, на сортировочной станции также царили разруха и запустение. Но назвать эту территорию дикой лишь по одному и этому признаку язык не поворачивался. По сравнению с тем же агропромом станция пребывала в гораздо лучшем состоянии. И если в отношении первого можно было подумать, что он заброшен явно не одно десятилетие, то вторая выглядела так, словно жизнь здесь замерла максимум года три назад. Видимо, причиной этого следовало считать стоящие на рельсах вагоны и локомотивы. Именно из-за их обилия казалось, будто станция еще функционирует, просто в данный момент все работы на ней до поры до времени приостановлены. Так что на первый взгляд дикие земли звались таковыми явно незаслуженно. Впрочем, опытные сталкеры знали, за что на самом деле железнодорожный узел между Баром и Янтарным озером получил свое грозное название. Уже давно в диких землях бессменно хозяйничали мелкие и крупные кланы наемников, выбравших эту непривлекательную для других группировок территорию в качестве своей вольницы. Пройти по ней беспрепятственно могли разве что армейские патрули, однако не факт, что и они не угодили бы в какую-нибудь наемничью ловушку. По представителям прочих сталкерских кланов, что осмеливались забредать на дикие земли, здешние хозяева всегда открывали огонь без предупреждения. Исключение составляли лишь те визитеры, кому была назначена на станции деловая встреча. Насчет званых гостей наемники предупреждали друг друга накануне. После того, как практически все наемники ринулись на штурм саркофага, назад из них вернулась от силы четверть, поэтому сегодня в диких землях стало намного спокойнее. Или, иначе говоря, риск путешествия по ним сравнялся с риском хождения по другим территориям зоны. Наемники теперь нападали лишь на сталкеров-одиночек, да и то не всегда, потому что ныне было сложно застать на станции ее хозяина. Сократившееся количество наймитов не уменьшило спрос на их услуги, и пока он заметно превышал предложение, сидеть без дела вольным стрелкам не приходилось. Они беспрерывно мотались по зоне, а в вольницу заглядывали, чтобы позволить себе короткую передышку перед следующим заданием. Оттого и предпочитали не ввязываться в невыгодные для них стычки. Сменив форменные красно-черные комбинезоны Долга на обычные, без опознавательных знаков, Долговцы, Корсар, Мракобес и Бульба прибыли в Дикие Земли, выдавая себя за группу сводников, коим посчастливилось изловить нужного монолиту сталкера. Кальтеру приходилось играть самого себя, но он был разоружен и взят под конвой уже на месте встречи с сектантами. Получив известие об имеющейся у неких наемников достоверной информации касательно серого сталкера, монолитовцы затребовали переслать им обязательное в таких случаях подтверждение несколько фотографий товара. Интрудер фотографировать себя естественно запретил, тем более, что сектанты все равно не рассмотрели его как следует в агропроме. Роль пленника на снимках пришлось сыграть похожему на кальтера террасложением с муглолицем у долговцу. Майор передал ему для фотосессии свой комбинезон, после чего дублер встал на колени со связанными руками и корсар запечатлел его на цифровую фотокамеру, а затем отправил снимки по указанному сектантами электронному адресу. Туда же ушли координаты другого адреса, на сей раз не виртуального, а реального. Сводники извещали секту, что если захваченный имя человек действительно нужен покупателю, то товар будет ждать его завтра в 6 часов утра на верхнем этаже недостроенной многоэтажки самой высотной точки в диких землях. Ничего подозрительного в условиях продавца не было. Наемники всегда предпочитали осуществлять подобные обмены на своей территории, чтобы в случае возможных эксцессов заручиться поддержкой находящихся поблизости собратьев. Получив фотографии, недоверчивые сектанты спросили, где именно был пойман пленник и потребовали прислать вдобавок снимок его оружия. Под диктовку майора Корсар отписал, что серый сталкер был схвачен неподалеку от агропрома и что клиент сильно хромает из-за ушиба ноги. Поразмыслив насчет второго дополнительного условия, Кальтер решил, что фокус с подменой ВМК на австрийский АУГ, который лишь отдаленно напоминал винтовку мизантропа, не удастся. Сектанты не зря запросили фото его оружия в качестве гарантии, так как успели определить, что беглец вел по ним огонь из уникального ствола. Пришлось подчиниться требованию покупателя и отправить им нужный снимок с припиской, что если монолит имеет какие-то виды на эту модерновую пушку, то сектантам придется раскошелиться еще на энную кругленькую сумму либо равноценное ей количество артефактов. Сектанты ответили, что пушка клиента им даром не нужна, но теперь подлинность товара не подлежит сомнению, и потому их делегация прибудет завтра в условленное время на оговоренное место встречи, не забыв, разумеется, прихватить с собой обещанную премию. Долговцы намеренно выбрали время сделки с таким расчетом, чтобы успеть на нее в срок могла лишь та группа сектантов, которая находилась ближе всего к диким землям. Добираться до них от военных складов было всего на пару часов дольше, чем от бара. Монолит не настоял на срочке встречи, а значит покупатель отправится за товаром с южного форпоста монолитовцев. Конечно, не было твердой гарантии, что за пленником явится именно Гурон, но по всем предпосылкам этой работой должен был заняться именно тот сектант, который упустил беглеца в агропроме и затем дал объявление о его поимке. Место предстоящего обмена также выбиралось не случайным образом. Проводить запланированное мероприятие на открытой местности было рискованно, враг не устоял бы перед искушением разместить снайперов на крышах ближайших ангаров. Встреча с сектантами внутри какого-нибудь депо тоже не давала должной уверенности, что все пройдет гладко. В заставленных техникой гигантских цехах могла незаметно рассредоточиться хоть целая рота головорезов, опять-таки заманчивый соблазн для покупателя. А вот находясь на последнем этаже недостроенной многоэтажки, можно держаться вне досягаемости снайперского огня. Все потенциальные позиции снайперов в таком случае располагались намного ниже их целей и вести с высоты наблюдение за округой. И при малейшем подозрении скрыться еще до того, как крупные силы противника подступят к зданию и окружат его. Неизвестно, на сколько этажей хотели замахнуться строители станционной высотки, не вмешайся в их планы чернобыльский катаклизм. Все, что успели сотворить здесь зодчие будущих диких земель, это возвести каркас из свай, перекрыть его двумя ярусами плит, соединить их лестницами и полностью закрыть дом из трех готовых этажей внешними стенными панелями. Верхний этаж был огорожен ими лишь с одной стороны, южной. Остальные три направления оставались открытыми. Лишь торчащие по периметру площадки концы свай и натянутая между ними толстая проволока ограждали недостроенный этаж взамен отсутствующих стен. Это обстоятельство позволило кальтеру созерцать панораму северного участка диких земель, озаряемых бледными лучами безрадостного рассвета зоны. Уследить за всей раскинувшейся перед майором территории он, понятное дело, был не в состоянии, поэтому сразу предупредил напарников, что, дабы не сидеть бестолку, он берет на себя контроль за северо-восточным сектором обозримого пространства. Правда, делать это приходилось без бинокля, поскольку руки-интрудеры были скованы за спиной наручниками, ноги связаны веревкой, а сам он был усажен возле единственной на этаже стены в неудобной позе. В общем, вживался в роль ожидающего своей участи пленника, что, однако, не мешало ему вносить посильный вклад в наблюдение за округой. Вместе с майором на площадке находились два его конвоира Мракобес и Бульба. Третий участник операции Корсар занял скрытую позицию в соседней кирпичной двухэтажке. Из окон ее верхнего этажа не было видно, что творится на площадке для переговоров, зато отлично простреливались все подступы к недостроенной высотке. У Корсара имелся при себе одноразовый гранатомет Муха и ПКМ, с помощью которых Долговец собирался расчистить товарищем путь к отходу, когда начнется заваруха. А в какой именно момент переговоров это произойдет, предстояло решать Кальтеру, конечно, в том случае, если сектанты не нападут первыми. Ведь если кто из явившихся по душу Гурона убийц и мог подобраться вплотную к жертве, так только сам живой товар, с которым покупатель непременно захочет познакомиться поближе. Нестихающий на верхотуре ветер вынудил всех надеть респираторные полумаски. Еще в баре Кальтер поинтересовался, а не стоит ли кому-нибудь из сводников конспирации. Дескать, пара-тройка кровоподтеков могла бы добавить легенде правдоподобия. Но знакомые с правилами этого наемничьего бизнеса долговцы ответили, что у сводников не принято кантовать хрупкий товар при транспортировке, поскольку в случае даже малейшей его некондиции покупатель может сбить цену. Уж лучше раскрыть перед Гуроном карты до того, как сектант заметит подмену, чем вгонять его в сомнение набитой физиономии клиента. Защитная полумаска в данной ситуации будет смотреться гораздо естественнее, тем более, что ветер на высотной площадке для переговоров и впрямь дул ощутимый. На часах было без 10-6, когда Бульба заметила приближающуюся с севера делегацию сектантов. Они шли в колонну по одному между заставленными вагонами с железнодорожными путями и расположенными вдоль них длинными разгрузочными платформами. По каждой из платформ двигалась пара дозорных, ведущих флангами. 16 человек, 6 автоматчиков, 6 броненосцев и 4 гаусса, не отрываясь от бинокля, сообщил Бульба сидящему у стены майору. Кальтеру была не видна идущая сюда вражеская группа, но встать и произвести оценку лично он не мог. За сводниками наверняка тоже велось наблюдение, и товару не следовало расхаживать по площадке, вызывая тем самым подозрения покупателей. — Броненосцев? — переспросил Кальтер, не успевший как следует ознакомиться со сленгом напарников. — Уроды в боевых экзоскелетах, — уточнил вместо Бульбы Маркабес, который, как и товарищ, тоже лежал у края площадки и следил за монолитовцами в бинокль. — Ходячие мини-танки, мать их! В таком форсированном костюмчике можно и стену кулаком пробить, и джипу колесо без домкрата поменять. — Ясно, — кивнул Кальтер, получив представление о каких броненосцах толкует Бульба. — Ручные пушки Гаусса, экзоскелеты, Пурга-Де. Да, это секта не свидетелей иеговы или адвентисты седьмого дня. Создается впечатление, что военные не осознают, какой монстр наращивает мускулы у них под боком. Скоро, глядишь, монолит дозреет до того, что объявит зону суверенной республикой и потребует вывести ее из состава государства. Ведь ничем этих сепаратистов не урезонишь. Ни армией, ни экономической блокадой. Выжигатель мозгов и плодящиеся как грибы артефакты обеспечат независимость и стабильное пополнение бюджета маленькой аномальной республики, которой участь Косово уж точно не грозит. Как бы ни чесались у военных руки подвергнуть зону бомбардировкам, швырять бомбы по ЧАЭС не рискнет даже самый ортодоксальный миротворец. Покупатели шли не таясь и без спешки, давая понять продавцам, что беспокоиться не о чем. Покинув разгрузочную платформу, сектанты проследовали мимо ряда дощатых обитых жестью складов и ступили на двор второй площадки, в центре которой возвышалась многоэтажка. Корсар сообщил товарищам по закрытому каналу ПДА, что отлично видит всю группу и готов по первому же приказу открыть по ней огонь из пулемета. Что можно было и впрямь сделать, сумеет долговцы определить, кто из сектантов является Гуроном. Прицельная очередь и все, можно разбегаться. Но, увы, пока что псевдосводники видели перед собой 16 врагов, облаченных в одинаковые асфальтового цвета комбинезоны и стальные шлемы с забралами из поляризованного стекла, что служили одновременно и защитными масками. Рассмотреть под ними лица было совершенно невозможно. У шестерых монолитовцев комбинезоны действительно были усилены экзоскелетами, стальными накладками-бандажами, соединяющими их подвижными металлическими тягами, поясом с аккумулятором, питавшим все это оборудование, и кабелями, покрытыми высокопрочной изоляцией. Один из ходячих мини-танков держал в руке большой и, судя по виду, тяжелый контейнер с обещанными сводником артефактами. Хотя с тем же успехом там могли оказаться и обычные кирпичи. Долговцы понятия не имели, как принято у сектантов расплачиваться с наемниками, чьими услугами монолит изредка пользовался. Не исключено, что для многих сталкеров, подписывающихся работать на секту, эта работа становилась последней в их жизни. Потопив взор, втянув голову в плечи и прижавшись к стене, кальтер окончательно вошел в образ подавленного своей участью пленника. Подтянувшиеся к подножию высотки монолитовцы были ему все так же не видны, поэтому он поглядывал на правую руку мракобеса. Опознав главную цель, тот должен был незаметно для гостей оттопырить большой палец. Вражеская делегация прибыла, но долговец меркал с подачей условного сигнала. Кальтер понял, что рассчитывать на быстрое устранение гурона уже не стоит. Он не желал выделяться из своих бойцов, а стало быть, интрудеру придется действовать по наитию, выясняя на ходу, кому из сектантов подчиняются остальные пятнадцать. «Стойте, не двигайтесь», потребовал мракобес, взирая на покупателей с высоты и предупреждающе подняв ладонь. Монолитовцы подчинились, и долговцу не пришлось повторять команду. «Эй ты, а ну открой ящик, только аккуратно, без дергания». «Так, а теперь отойди от него, отойди, кому говорю, не видно же, блин, ничего». «Давай-ка посмотрим на ваше богатство, вернее, наше». Мракобес снова поднес к глазам бинокль и вперился вниз на услужливо открытый ему контейнер. Его содержимое наверняка интересовало и бульбу, но он не поддался искушению взглянуть на драгоценные артефакты, продолжая удерживать гостей на прицеле автомата. Кальтер скосил глаза на соседнее здание и с удовлетворением отметил, что Корсар выбрал себе надежное укрытие, незаметное даже с верхней площадки многоэтажки. Жаль, Воронин не выделил на эту операцию больше людей. Рассадить бы по позициям еще трех-четырех стрелков, и тогда никаких спектаклей не нужно. Обложили Гурона и компанию со всех сторон да расстреляли, как стаю бешеных собак. «Ну-ка, достань и покажи мне вон ту хреновину!» «Не, не эта, а которая рядом!» «Ага, она!» «Вынимай!» Мракобес был вынужден изображать из себя мнительного наймита, поскольку доверчивый сводник являл собой такой же нонсенс, как и кровосос-вегетарианец. «Это чего? Ночная звезда?» «Так и есть», отозвался со стройплощадки сектант, демонстрирующий своднику, что называется «хабар лицом». «Что-то слишком мелковата она для ночной звезды», усомнился Долговец. «На какой помойке ты подобрал этот огрызок?» «Да ты вообще хоть раз в жизни видел наяву ночную звезду?» оскорбился покупатель. «А как же!» с вызовом заявил Мракобес. «Стал бы я тогда тебя о ней спрашивать. Думаешь, мы что, те первогодки, которые можно спихнуть вместо смачного хабара всякую туфту?» «Не на тех напали, джентльмены!» В договоре было сказано, «всего прочего, входит одна ночная звезда. Все прочее я прекрасно вижу даже отсюда, а вот звезду почему-то не замечаю. А у меня, да будет вам известно, на нее уже покупатель выгодный найден. Я ему, между прочим, дал слово, что завтра нужный артефакт будет у него. И что я, по-вашему, ему принесу? Этот скукожившийся сухофрукт, который вы решили мне сбагрить вместо полноценной ночной звезды?» «Короче, тема такая. Или вы сейчас же кладете в ящик то, что нам нужно, или ваш хромоногий сталкер получает пулю в башку, и через полминуты здесь собирается моя братва, а вы с потрохами переходите в нашу собственность. Ты ж, блин, чего удумали Петьку воробья на хабаре провести?» «Успокойся, сводник!» раздался снизу другой голос, гораздо более уверенный и властный. «Ты за свой товар отвечаешь, и мы тоже. Клянусь тебе, что это и есть самая настоящая ночная звезда. Надеюсь, ты слышал о том, что до нее не может долететь ни одна пуля. Если сомневаешься, можешь проверить». «Хочешь сказать, что если сейчас ты положишь эту типа звезду вон на тот камень, а мой кореш выпустит из нее пол рожка патронов, все пули просто возьмут и повиснут перед ней в воздухе?» издал нервный смешок мракобес. В действительности нервы у него были не хуже, чем у кальтера, и голова варила отменно. Майор только сейчас понял, зачем на самом деле Долговец завел препирательство с покупателем. При угрозе срыва переговоров выступающие от секты шестерка не осмелятся самостоятельно принять ответственные решения. Это сможет сделать лишь командир группы, которому так или иначе придется раскрыть свое инкогнито. Что сейчас, по всей видимости, и произошло. Мракобес тоже смекнул, что его хитрость возымела успех. Как только в разговор вступил третий участник, большой палец напряжатый к бедру ладони Долговца оттопырился в сторону, и майор получил свой долгожданный условный знак. Осталось лишь узнать, кому именно из шестнадцати монолитовцев принадлежит этот авторитетный голос. — Можешь быть уверен, все произойдет именно так, как ты сказал, ответил на вопрос сводника монолитовец, а затем отдал приказ демонстрирующему артефакт бойцу. — Сделай, как парень просит. — Ладно, мужик, не суетись. Все пучком, капитулирующий поднял ладони в миг подобревший мракобес. — Так и быть, убедил. — А теперь слушайте сюда, бродяги. Сейчас один из ваших трансформеров принесет нам наверх эту коробку и заберет отсюда клиента. А пока он ходит, вы можете перекурить, перемотать портянки, справить нужду или стекла на противогазах протереть. Короче, занимайтесь чем угодно, но если хотя бы один из вас сунется в здание, случится то, о чем я уже предупреждал. Это еще не все. Потом, когда трансформер уведет клиента, вы все дружно и с песней маршируйте назад, той же дорогой, откуда пришли. Задержитесь хоть на полминуты, и я свищу на всю округу и навожу глобальный шухер. Задача ясна? Тогда давай скажем «вон ты». Или нет, лучше ты. Долговец поочередно ткнул пальцем стоящих внизу броненосцев. «Хватай ящик и дуй к нам». И поторопись, у клиента уже ноги затекли. Не так шустро, сводник. К старшему группе такой вариант обмена явно не приглянулся. Собственно говоря, на это хитрый мракобес и рассчитывал. Он знал, что конкретно в его затее придется покупателям не по нраву и какое контрпредложение они выдвинут в ответ. «Откуда нам знать, сколько там вашей братвы залегло на вершине и что у вас на уме? А вдруг клиент этой ночью дал от вас деру и вы пришли пустыми? Наш боец поднимется, вы его прикончите, заберете у него экзоскелет и контейнер, потом займете круговую оборону и вызовете подмогу, а нам придется уходить не с тем. Предлагаю провести обмен на втором этаже этого здания. Трое ваших и клиент против троих наших и контейнера. Меняемся и расходимся во своясе». «Нет уж, обломись», не согласился в свою очередь Долговец. «Сейчас между нами и вашими гауссовками несколько толстых слоев бетона, и это нас здорово утешает, а на втором этаже мы будем чувствовать себя уже не так спокойно. Поэтому, пока вы не уберетесь с диких земель, мы отсюда не сойдем и не мечтайте». «И что же ты предлагаешь?» спросил командир Монолитовцев. «Потоптаться друг напротив друга и разойтись?» «Я уже сказал, какой вариант нас устроит», упорно стоял на своем мракобес. «Придется вам или согласиться со мной, или проваливать к чертовой матери. Уж извини, но то, что вы сдержали слово и притащили настоящие артефакты, еще не значит, что Петька Воробей проникся к вашей банде доверием». В переговорах возникла непродолжительная пауза. Кальтер навострил уши, но не расслышал со стройплощадки ни единого звука. Очевидно, Гурон, хотел и сверить, что это был все-таки он, не привык совещаться со своими людьми и все решения принимал исключительно единолично. «Покажите клиента», спустя полминуты потребовал командир Монолитовцев. Бульба подошел к кальтеру, подмигнул ему украдкой, мол, заранее извиняюсь, но раз уж назвался товаром, будь добр, терпи, после чего ухватил майора за шиворот, проволок его будто куль через всю площадку и подтащил к краю. Потом, направив на кальтер автомат, грубо помог скованному по рукам и ногам пленнику принять вертикальное положение. Крепко вцепившись в комбинезон связанному клиенту, Бульба продолжал заботливо опекать его и удерживать от вероятных попыток суицида, какие он мог предпринять, очутившись на краю пропасти. Майор сразу догадался, кто из стоящей на стройплощадке толпы ему нужен. Из всех 16 противников лишь один отреагировал на его появление конкретным действием. Этот сектант поднес руку к виску и нажал на своем высокотехнологичном шлеме какой-то сенсор. Судя по всему, в забрало шлема была встроена функция цифрового зума. Она позволяла интерактивному стеклу увеличивать масштаб наблюдаемых сектантом объектов, тем самым полностью заменяя ему бинокль. Еще несколько монолитовцев задрали голову, остальные продолжали неотрывно следить за округой, демонстрируя, что в зоне не только долг может похвастаться дисциплинированными солдатами. «Ну что, убедился?» — крикнул мракобес Гурону и толчком в грудь уронил клиента на пол. Кальтер едва успел сгруппироваться, чтобы не стукнуться затылком о бетон. Зато сводники убрали пленника с вражеских глаз до того, как сектант успел присмотреться к его лицу. Точнее, к той половине, что не была скрыта под полумаской. «Но ты почти угадал, этот тип даром, что хромой, а ведь и впрямь, раза три порывался удрать, пока мы его сюда тащили. А полчаса назад так и вовсе хотел сверхотуры вниз сигануть. Попортил нам нервы, короче говоря. Так что, смотри с ним поаккуратней. Лучше сразу узнай все, что тебе от него надо, да прикончи этого шустрика от греха подальше. Ну так что, вы поднимаетесь или будете дальше маяться, как школьницы перед гинекологом? Контейнер доставит наверх четыре моих человека, выдвинул Гурун новые условия. Еще двое в экзоскелетах будут прикрывать их на втором этаже. Все пушки Гаусса останутся внизу. По-моему, это вполне справедливо. Мы согласны, если одним из этих четверых будешь ты, внес дополнение мракобес, переглянувшись с бульбой. Вражеская диспозиция выстраивалась не самым выгодным образом для долговцев, но вряд ли у них оставался шанс перетасовать в этой игре колоду более удачно. Иди и на личном примере докажи, что нам ничего не угрожает, а иначе первый ответишь за гнилые обещания. Остальным десяти скажи, чтобы все время стояли там, где стоят. Сойдут с места, меняй на себя. Готовьте клиента, мы поднимаемся, отозвался Бурун и на том завершил переговоры. После чего взялся отбирать команду для проведения товарно-артефактного обмена, молча указав по очереди пальцем на нужных бойцов. Мракобесы бульба проследили, как прикрываемая парой броненосцев четверка сектантов взялась за ручки контейнера и потащила его ко входу в здание, будто маленький гроб. Затем долговцы отошли от края площадки, доверив наблюдение за оставшимися внизу монолитовцами Корсару, подхватили кальтера под руки и подняли его с пола. А пока бульба развязывала майора ноги, мракобес успел шепотом дать ему краткую наводку на цель. Автоматчик с новой немкой. С левого боку на шлеме приклеен кусочек синей изоленты, видимо, знак отличия. Цель идет второй справа, впереди броненосца с пулеметами. Как подам знак, первым делом бросаем под ноги гранату, приказал интрудер. Затем бейте остальных. Постарайтесь открыть огонь, когда они отвлекутся на меня. Не проспите, у вас будет на это не больше двух секунд. И не стреляйте по ногам, только в грудь или голову, иначе зацепите меня. Пошли. — А ну стой! — прикрикнул мракобесно поднимающихся по лестнице покупателей. — Назад! Мы так не договаривались! Долговцам было с чего поднять шум. Обязанный занести контейнер на третий этаж квартет сектантов вдруг остановился на втором, а вверх по лестнице вместо них двинули броненосцы с пулеметами. — Не дрей, сводник! — откликнулся у них из-за спингурон. — Это всего лишь проверка. Мои ребята просто глянут, что все чисто и вернутся туда, где им положено быть. — Ладно, только быстро, — дал добро мракобес, — и пусть пушки опустят. Командир сектантов отдал соответствующий приказ, и ходячие мини-танки направили стволы пулеметов в пол. Затем парочка топающих тяжеловесов поднялась по лестнице настолько, чтобы лишь выглянуть на площадку и осмотреться. Оба остались довольны обстановкой и, не дожидаясь, когда хозяева выкажут очередное раздражение, направились обратно. Кальтер и его напарники расположились неподалеку от лестницы таким образом, чтобы их не было видно с нижнего этажа. Слева и справа от них торчали из пола два бетонных столба, предназначенные для поддержания отсутствующего здесь потолка. Помимо столбов на площадке имелись еще две колонны, расположенные с противоположной стороны от выхода. Будь у долговцев больше людей, они засели бы там, однако в связи с дефицитом личного состава диверсионная команда предпочла занять наиболее оптимальные огневые позиции. Оставшиеся пришлось уступать врагу, но тут уж ничего не поделать. Ноги майора были распутаны, но руки оставались сцепленными за спиной наручниками. Целись клиенту в спину из автоматов, мракобес и бульба стояли в двух шагах позади интрудера и каждый в шаге от своей колонны. Вполне естественная сцена, наемники красноречиво демонстрировали, кто первый получит пулю, надумая покупателей забрать товар у продавца силой. Винтовка и прочий арсенал интрудер были спрятаны за тем столбом, что облюбовал себя в качестве укрытия бульба. Сам кальтер служил, образно говоря, наконечником нацеленного в гурона карающего копья долга. Единственное преимущество майора заключалось в том, что сектанты не рассматривали его в качестве приоритетного противника. Квартет монолитовцев преодолел последний лестничный пролет, втащил груз на площадку и остановился. Каждому из насильщиков приходилось держать оружие в одной руке, но это отнюдь не означало, что они не были готовы открыть огонь в случае угрозы. Майор быстро отыскал по ориентировке человека с новенькой винтовкой Хеклер-Кох и маленьким в два ногтя кусочком синей изоленты на шлеме. Между интрудером и его целью сейчас находился один из сектантов и бросаться на жертву едва-то появится в зоне досягаемости было бы неразумно. Первые мгновения очной встречи участников сделки были самыми взрывоопасными. Майору следовало выждать, когда покупатели сориентируются в обстановке и поймут, что на площадке больше нет никого, кроме уже известных им сводников, после чего монолитовцы слегка успокоятся и почувствуют себя увереннее. Вот тогда и настанет время преподнести им неприятный сюрприз. «Поставьте ящик», скомандовал мракобес. Когда сектанты подчинились, он ткнул кальтер стволом автомата между лопаток и добавил «Пошел! Резче!» Майор, неуверенный хромой походкой, выдвинулся к противнику. Долговцы, наоборот, отступили назад под прикрытие колонн. Трое сектантов взяли автоматы на изготовку, а четвертый, тот самый, что носил увиденную мракобесом метку, вышел навстречу кальтеру, тоже при этом не опуская оружия. Непроницаемое поляризованное стекло скрывало лицо командира монолитовцев, и интрудер до сих пор не знал, кто находится перед ним, Гурон или кто-то другой. Но время терзаться сомнениями ушло. Судьба приближающегося к интрудеру сектанта была предрешена. Пульс набатом стучал майору в висок, отсчитывая последние мгновения повисшего над дикими землями утреннего затишья. Еще несколько ударов сердца, и все здесь перевернется с ног на голову. Четыре, три, два. Гурон перекладывает Хеклер-кох в правую руку, а левую вытягивает вперед, намереваясь сорвать скальтера защитную полумаску и проверить подлинность товара. Как и положено пленнику со сбитой спесью, тот не противится, а покорно ждет, когда покупатель убедится, что не приобрел кота в мешке. Сектант этим весьма доволен, сводники свое дело знают и умеют научить клиента покладистости, не попортив ему товарный вид. Гурон не замечает сейчас лишь две мелкие детали. Разорванную цепочку на наручниках майора, заблаговременно перепиленная, она была связана воедино лишь тоненькой алюминиевой проволокой, и рукоять кинжала, выскользнувшую из расстегнутого обшлага комбинезона интрудера. Пальцы монолитовца цепляют полумаску пленника и срывают ее у него с лица. В это время выброшенная из-за спины левая рука майора хватает ствол вражеской винтовки и отводит его в сторону. Другая рука интрудера с зажатым в ней обратным хватом кинжалом устремляется к левому плечу противника. А затем предельно коротким, без замаха движением вонзает клинок гурону в шею аккурат под кромку шлема и резким реверсивным движением рассекает ее до тех пор, пока лезвие не упирается в край маски. Нанесенный интрудером разрез имеет длину всего 3 сантиметра, но благодаря ювелирной точности и глубине в мгновение ока рассекает сонную артерию. Ярко-красные струи крови толчками хлынули из пронзенной шеи сектанта. Сам же он продолжает стискивать в пальцах содранную скальтера полумаску и пялиться на него сквозь мутное забрало шлема. Миг и от запуганного, едва перебирающего ногами пленника не осталось и следа. Преображение майора произошло настолько молниеносно, что когда он нырком бросился вперед, заодно роняя жертву вместе с собой на пол, трое сектантов еще даже не спустили курки, лишь подсели от неожиданности и уставились на происходящее. Зато ожидавшие этого момента долговцы среагировали практически без задержки. Когда уронивший гурона навзнич кальтер нанес ему повторный удар кинжалом между плечевыми щитками точно в ключичную впадину, над головой майора пронеслась и упала на лестницу брошенная бульбой граната, а мракобес выпустил короткую прицельную очередь в голову ближайшего к нему монолитовца, который в эту секунду смотрел в другую сторону и только-только собирался стрелять в того, кто напал на его командира. Пули долговца сорвали с головы врага шлем, разбили маску и снесли половину черепа. Приконченный сектант грохнулся на бетон рядом с добивающим жертву кальтером, будто попытавшись дотянуться до него и не допрыгнув какие-то считанные сантиметры. Второй очередью мракобес намеревался уложить монолитовца, что находился у майора за спиной, однако враг уже смекнул, кого ему следует опасаться прежде всего. Метнувшись вбок, он увернулся от предназначенных ему пуль, кроме одной, вскользь ударившей сектантой по нагрудной бронепластине комбинезона. Касательный удар швырнул монолитовца на контейнер, перелетев через который он волею случая оказался недосягаем для прикрывающих кальтера стрелков. Толговцам некогда было выяснять, что стало с этим противником, поскольку оба они не придумал ничего лучше, как броситься за бетонные колонны, что торчали по другую сторону лестничного выхода. Вернувшиеся на второй этаж броненосцы торчали у подножия лестницы, когда им под ноги прикатилась брошенная бульбой граната. Облаченный в экзоскелет боец обретает неимоверную мощь, но при этом изрядно теряет в подвижности. Вдобавок вражеская группа прикрытия поздно заметила прилетевший сверху яйцеобразный предмет. Ходячие мини-танки рванули в рассыпную несколько запоздало, и только один из них в правильном направлении. Счастливчик сделал всего три грузных шага и очутился под защитой бетонного лестничного пролета, в то время как его напарник решил, судя по всему, достичь стоящей неподалеку бетономешалки и схорониться за ее толстенным металлическим резервуаром. Взрыв грянул, когда монолитовец находился всего в шаге от спасительного поленепробиваемого агрегата. Ударная волна и осколки настигли нерасторопного броненосца, отчего он словно угодил под несущийся грузовик. Сбитый с ног сектант пролетел разделявший его и бетономешалку расстояние, а затем врезался в нее головой, да так крепко, что отбил у стенок резервуара корку давно засохшего раствора. Даже если осколки и не убили пулеметчика, этот удар гарантированно свернул ему шею. В отличие от него, второй носитель экзоскелета не получил ни единой царапины. Наклонный лестничный пролет оградил его от осколков и контузии. И едва разбросанные взрывом обломки бетона разлетелись по этажу, выживший броненосец вновь схватил пулемет и бросился на выручку оставшимся наверху собратьям. С момента первого взрыва миновало всего пара секунд, как здание содрогнулось от второго, аналогичного по мощности. Только этот взрыв шарахнул уже этажом выше. Устроили его опять-таки долговцы, но на сей раз метать гранату им не пришлось. Противник сам вырвал чеку и подорвался, даже не успев сообразить, что он натворил. Осуществить это злодейство удалось посредством элементарной растяжки, установленной час назад между второй парой торчащих на площадке колонн. Долговцы заранее облюбовали себе наиболее выгодные позиции, не оставив сектантам права выбора. По этой причине предсказать поведение угодившего под обстрел врага было легко. За неимением на площадке других укрытий противник неизменно должен был очутиться за теми колоннами, где его уже поджидал неприятный сюрприз. Бросившись к колоннам, монолитовец проморгал в суматохе натянутую над полом проволоку, зацепил ее и активировал ловушку. Судя по тому, что сектант даже не попытался убежать, он так и не заметил, что произошло. Граната взорвалась прямо у него под ногами, подбросив бедолагу в воздух и вышвырнув за ограждение площадки к основанию здания. Перепачканный вражеской кровью майор соскочил с бьющегося в огонь тела именно тогда, когда с другой стороны контейнера высунулся недостреленный сектант, тот самый, что отлетел туда после касательного попадания в бронежилет. Высунулся он, понятное дело, не для рекогностировки, а с намерением пристрелить первого же попавшегося ему на глаза противника. Оказавшийся поблизости от монолитовца вооруженный одним ножом кальтер являлся просто превосходной мишенью. Интрудер едва успел снова юркнуть за контейнер, как над головой у него пронесся град пуль. Зигзауэр монолитовца пролаял длинной очередью, прежде чем стрелок понял, что цель успела скрыться. Однако, куда именно она подевалась, загадки не составляла. Сектанту нужно было лишь высунуться получше, чтобы увидеть залегшего на полу кальтера и расстрелять его практически в упор. Главное, успеть это сделать, пока опустошившие по первому магазину сводники не перезарядили калаши и снова не открыли по монолитовцу огонь. Держа Зигзауэр на готове, монолитовец привстал над контейнером и, будучи уверенным, что через секунду увидит цель, собрался открыть огонь на опережение. Но вместо врага стрелок узрел винтовочной дуло. Оно смотрело прямо на сектанта, и если бы эти своеобразные гляделки продлились еще чуть-чуть, тот непременно узнал бы нацеленное на него оружие командира. Но опознать знакомый Хеклер Кох монолитовец не успел. В следующую секунду высунутый из-за контейнера дуло выплюнуло в него ответную не менее щедрую порцию свинца. Завладевший состояние до противника не позволило ему промахнуться. Теперь бронепластины не спасли монолитовца, чей комбинезон мгновенно превратился в решето, а сам сектант отлетел назад и покатился по лестнице прямо под ноги спешащему наверх броненосцу. Его грузный топот отчетливо долетал до кальтера, несмотря на то, что внизу у подножия высотки уже грохотал жаркий бой. А вот долговцы не сумели расслышать тяжелую поступь ходячего мини-танка. Очевидно, войдя в раж, Бульба опрометчиво решил, что брошенная им граната вывела из строя обоих броненосцев. Все-таки спастись от упавшей под ноги РГД-5 в помещении гораздо труднее, нежели на открытом пространстве. Однако, несмотря на этот вроде бы неоспоримый факт, вражеский пулеметчик выжил и не помышлял об отступлении. Выбросив трофейный Хеклер-Кох, майор не рассчитал высокий темп стрельбы малознакомого оружия и выпустил за раз весь магазин, Кальтер метнулся прочь от опасного лестничного выхода. И весьма своевременно, замешкався интрудер хотя бы ненадолго, точно напоролся бы на плотный пулеметный огонь. В руках у броненосца был довольно свирепый пулемет МГ-3, слишком тяжелый и скорострельный, чтобы стрелять из него с рук, но при наличии экзоскелета проделывать такой трюк можно было ничуть не хуже, чем при введении огня с использованием жесткого упора. Завидев, как майор расправился с последним противником на этаже, мракобес и Бульба выбежали из-за колонн и бросились к телу вражеского командира, желая убедиться, что порученное им задание выполнено. Но добежать до распластавшегося в луже крови Гурона долговцы не успели. Возникший на лестнице броненосец сходу обрушил на союзников Кальтера поток 7,62-мм пуль поля из скорострельного оружия не хуже легендарного киношного Терминатора. От немедленной смерти мракобеса и Бульбу спасло то, что в последний момент они дружно бросились в рассыпную. Первая пулеметная очередь вспорола бетон точно между долговцами и лишь по счастливой случайности никого не зацепила. Но на этом Фортуна посчитала свою миссию выполненной и отвернулась от бойцов Воронина, к которым она до сей поры проявлялась нисхождение. Изрыгающий свинец пулемет в руках броненосца качнулся и повел стволом вслед убегающему Бульбе. Стремительная череда фонтанов бетонного крошева рванула в том же направлении, будто дрессированные животные, которые получили от хозяина команду атаковать врага. Зверь этот был на порядок проворнее человека и настиг его не успел тот сделать и пяти шагов. После чего полоснул по жертве свинцовыми когтями и исчез, чтобы через секунду возникнуть в другом месте вблизи от следующей жертвы. Ощутивший на себе гнев этой твари Бульба споткнулся, выронил автомат и, прокатившись по полу, остался лежать у края площадки. Мракобес понял, что случилось с Бульбой лишь тогда, когда достиг своего укрытия и вновь спрятался за ним. Однако Долговец не мог ни броситься на помощь товарищу, ни даже высунуться из-за колонны, чтобы отстреливаться. Пулеметчик сосредоточил на ней огонь, намереваясь попросту срезать бетонный столб и добраться таким образом до спрятавшегося за ним противника. При немеренной мощи МГ-3 осуществление этой затеи должно было занять считанные секунды. Куски бетона и перебитая арматура разлетались вокруг, словно тот свирепый хищник, что расправился с Бульбой, теперь в ярости драл когтями и клыками колонну, до того, как пули полностью перегрызли ее. Уцелевшая арматурная перемычка не могла удержать на себе такой вес, и она согнулась, позволив тяжелой бетонной махине грохнуться на пол. Мракобес едва успел откатиться в сторону, а иначе раскуроченный столб расплющил бы его, как таракана. Неизвестно, была ли такая смерть лучше, чем гибель под градом пуль, но в любом случае умирать раньше времени Долговец не собирался. Пусть даже время это могло наступить для него уже в следующее мгновение. Но оно не наступило, хотя пулемет броненосца продолжал свой непрекращающийся оглушительный лай. Правда, теперь вражеские пули летели в небо, поскольку сокрушившему колонну сектанту вдруг стало не до укрывшегося за ней противника. Впрочем, до неба монолитовцу тоже не было никакого дела, хотя напавший на него враг свалился именно сверху. Пристрелить его сейчас не представлялось возможным, а на спусковой крючок сектант давил по вине спазма, который парализовал ему пальцы. А спазм, в свою очередь, был вызван вонзившимся броненосцу в шею кинжалом. Увернувшийся в последний момент из-под огня кальтер выскочил из поля зрения пулеметчика, занятого расстрелом долговцев, и пока тот двигался по лестнице и вел огонь, майор успел забежать выходящему на площадку поэтому интрудер сиганул на него с края лестничного выхода так, чтобы уронить врага лицом вперед, а не наоборот. Грохнешь он назад под весом запрыгнувшего на него кальтера, и майору пришлось бы не сладко. Но благодаря экзоскелету монолитовец выдержал свалившуюся на него нагрузку, даже стоя на наклонной лестнице. Это позволило майору успеть нанести удар кинжалом в уязвимое место закованного в броню противника. Туда, где располагалось одно из гибких сочленений сталкерских комбинезонов, предохраняющие шею от порезов, но не от сильного кинжального удара. Пулемет броненосца расстрелял остаток ленты и замолк еще до того, как кальтер рассек сектанту сонную артерию. Майор трижды вонзил клинок ему в шею, а затем соскочил со спины ходячего мини-танка, прежде чем монолитовец успел изловить интрудера за руку своей форсированной тланью и переломать ему кости. От падения облаченного в экзоскелет агонизирующего тела лестничный пролет едва не переломился пополам. Оставляя за собой тянущийся багровый след, броненосец с грохотом скатился вниз на второй этаж и остался лежать у подножия залитой кровью лестницы. Последний, поднявшийся на верхний этаж сектант был мертв, как и остальные пятеро его сопровождающих. Между тем, на прилегающей к высотке стройплощадке разыгрались не менее драматичные события. Десять оставшихся внизу сектантов лишь делали вид, что замерли в ожидании ушедших наверх собратьев. В действительности каждый монолитовец из группы прикрытия подбирал для себя огневую позицию на случай внезапного обострения обстановки. И когда она таки обострелась, враги быстро рассредоточились по укрытиям. А их вокруг недостроенного здания было вполне достаточно для организации обороны и более крупного подразделения. Едва наверху прогремел первый выстрел, как из окна соседней двухэтажки по находившимся на стройплощадке монолитовцам ударил пулемет Корсара. Вмиг маски были сброшены, в переносном смысле естественно, и у участников бутафорской сделки отпала всякая нужда соблюдать взаимные договоренности. Сектанты ответили Корсару плотным огнем и ринулись занимать присмотренные укрытия, дабы не представлять собой легкую групповую цель. Но Долговец все же использовал фактор внезапности и успел уложить первыми прицельными выстрелами двух противников автоматчика и Гаусса. Восемь увернувшихся от очереди ПКМ монолитовцев, самыми опасными из которых являлись три стрелка с гауссовками и оставшийся внизу броненосец пулеметчик, трое остальных его тяжеловесных застопами железобетонных блоков и кучами щебня, слежавшегося от времени и слипшегося от наметенной ветром грязи. Корсар не упустил из виду ни одного противника и, перебегая от окна к окну, с этой стороны здания вдоль всего этажа тянулся сплошной коридор, начал методично долбить короткими очередями по укрытиям сектантов. Четверо автоматчиков и пулеметчик принялись незамедлительно огрызаться, но поскольку Корсар практически не давал им поднять головы, врагам приходилось вести беспорядочную неприцельную стрельбу, что, разумеется, не могло продолжаться долго. Как только вражеская восьмерка оценит ситуацию и соотношение сил, монолитовцы наверняка перейдут к более решительным мерам и попытаются погасить возникший поблизости очаг сопротивления. В отличие от высотки, двухэтажка была построена сразу после Второй мировой войны. Об этом свидетельствовала дата, выложенная красными кирпичами в белой кирпичной кладке на торцевой стене здания 1947. Его толстые стены будто нарочно сооружались на случай новой войны и не исключено с расчетом, чтобы выстоять даже при взрыве поблизости авиабомбы. Межоконные простенки, за которыми прятался Корсар, давали ему надежную защиту от пуль. Но Долговец не забывал, что делегаты монолита располагают и более мощным оружием, нежели автоматы и пулеметы. Разрушительная сила Гауссовок варьировалась в широком диапазоне. Совыстреливаемых ими снарядов и мощностью установленных на пушках индукционных контуров. Враг быстро сообразил, сколько наемников засело в здании напротив, после чего Немешко приступил к контрдействиям. Перегруппировавшись перебежками, во время которых Корсару, увы, не удалось подстрелить ни одного сектанта, противники разделились на две неравные группы. Первая из них выстрелилась в штурмовой порядок, намереваясь прорваться ко входной двери в двухэтажку, вторая команда состояла из трех гауссов и была обязана прикрывать первую. А для пущей безопасности штурмовики решили использовать в качестве щита массивный грейдерный нож, найденный неподалеку. Его поручили нести перед до трех гауссов.